Виктор Суворов. Тень Победы. Посвящаю большому человеку по имени Лев. Глава первая. Причислить к лику святых. Эпиграф. Наши мертвые нас не оставят в беде. Владимир Высоцкий. Под самый закат своей истории Советский Союз остался без героев. Выяснилось, что вожди Советского Союза, все без исключения, это банда уголовных преступников и негодяев. Если сойти с заоблачных кремлевских высот и приглядеться к скромным героям, на которых должен был равняться народ, то и тут героизм блекнет. Вот легендарный бой 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосекова. С нашей стороны 28 солдат 4-й роты 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии генерала-майора Панфилова. Солдаты вооружены винтовками, гранатами и бутылками с зажигательной смесью. У них нет ни танков, ни артиллерии. У немцев 54 танка. Действия немецких танков поддерживают два десятка минометных и артиллерийских батарей. Перед боем политрук Диев произнес слова, которые облетели всю страну. «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва». Герои-панфиловцы уничтожили множество танков, погибли все до одного, но врага к Москве не пропустили. Командующий Западным фронтом генерал армии Жуков возбудил ходатайство. Указом Президиума Верховного Совета СССР каждому из 28 было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. На этом подвиге мы все воспитаны. Однако были неясности. Они возникли еще в 1941 году. 27 ноября 1941 года Красная Звезда сообщила, что во главе 28 героев стоял политрук Диев. В той же газете 22 января 1942 года сообщалось, что во главе группы Героев стоял политрук Клочков. Попытки объединить двух Героев в одном образе привели к обратному результату. Герой размножился. В советскую историографию он вошел в четырех вариантов. Диев, Клочков, Клочков-Диев и Диев-Клочков. И если все погибли, то откуда известны слова героического политрука? Были и другие накладки, куда более удивительные. После войны этим эпизодом занялась военная прокуратура. Сплыли подробности. Воистину фантастические. Прежде всего, позади Москва, но отступать все еще было куда. 1075-й стрелковый полк в том бою был выбит со своего рубежа. За это командир и комиссар полка были сняты с должностей. Еще момент. Если 4-я рота 2-го батальона полегла полностью, но врага не пропустила. Если перед траншеями 2-го батальона десятками горят немецкие танки, то командир батальона майор Решетников был обязан об этом доложить. Но он почему-то не доложил. Видимо, горящих немецких танков не приметил. Ничего о героическом свершении не докладывал ни командир 1075-го стрелкового полка полковник Копров, ни командир 316-й стрелковой дивизии генерал-майор Панфилов, ни командующий 16-й армией генерал-лейтенант Рокоссовский. Достаточно интересно, что и немцы об этом бое тоже ничего не знали. Вот и возник вопрос. Если никто из фронтовых командиров не докладывал о подвиге, как же о нем узнали в Москве? О подвиге первой сообщила центральная военная газета «Красная звезда». Литературный секретарь «Красной звезды» Кривицкий описал героический бой как очевидец. Но был ли он очевидцем? В военной прокуратуре вежливо задали вопрос, был ли он 16 ноября 1941 года в районе разъезда Дубосекова. Выяснилось, в районе боя означенный товарищ не был. А если бы и был, то из этого ада живым бы не вышел. На допросе он признал, что в ноябре 1941 года из Москвы не выезжал. О подвиге ему стало известно со слов корреспондента Каратеева, который был в войсках. Правда, Каратеев в направлении переднего края, дальше штаба 16-й армии двигаться не рискнул. Именно там, на задворках штаба, бравый военный корреспондент подхватил слух о совершенном подвиге и как сорока на хвосте принес новость в родную редакцию. Следствием были выявлены источники цифр, которыми красная звезда удивляла мир. Подвиг формировался следующим образом. Главный редактор газеты Ортенберг спросил сочинителя Каратеева, сколько в героической роте было людей. Тот ответил, 30-40. Решили, их было 30. Но не могли же все быть героями. Не могли. Бывают у нас и отрицательные примеры. И верховный главнокомандующий товарищ Сталин в приказе номер 308 от 18 сентября 1941 года требует с железной рукой обуздывать трусов и паникеров. Значит так. Перед боем двое подняли руки и побежали сдаваться. Наши их, понятно, тут же расстреляли. Так сказать, железной рукой обуздали. Сколько, следовательно, героев осталось? Правильно, 28. Потом Ортенберг, подумав, решил, что два предателя много. И потому одного предателя. Зачеркнул. А героев так и осталось. 28. Сколько же было немецких танков? Допустим, по два немецких танка на каждого героя. Значит, танков было 56. Главный редактор, еще подумав, два танка сбросил. Так ближе к правде. По прошествии десятилетий число уничтоженных танков сбавили до 18. Тут тоже чистая математика. Просто 54 разделили на 3. Если бы наши славные инженеры человеческих душ и дальше так же смело делили и отнимали, то в конечном итоге могли бы вплотную приблизиться к правде. Во время следствия выплывало такое, о чем вспоминать неудобно. Потому военная прокуратура шума не поднимала. Сочинителей можно было бы покарать. Можно бы и главному редактору по шее дать. Но подвиг панфиловцев уже вписан в энциклопедии и букварии. Уже вырублен в граните. Уже чеканными буквами вписан в историю войны, как один из самых ярких ее эпизодов. Кроме того, в это дело вмешан маршал Советского Союза Жуков. Сочинители перестарались. Ничего страшного. Вся история Советского Союза выдумана. Но если бы не Жуков, то подвиг 28 панфиловцев остался бы в разряде рассказов о деяниях казака Козьмы Крючкова, о котором во время Первой мировой войны ходили удивительные рассказы, по смыслу и духу, близкие к рассказам о героических свершениях баронами. Говорили, что Козьма Крючков на одну пику по семь германцев насаживал. 28 панфиловцев могли бы оставаться побратимами Козьмы Крючкова. Ничего плохого в таких историях нет. Вот написал же Александр Твардовский поэму о том, как русский солдат Василий Теркин вышел утром в поле, видит, прет на него тысячи немецких танков. Русский солдат, понятное дело, не растерялся. За веселый треп любил фронтовой люд Твардовского и выдуманного им солдата Василия Теркина, который выходил победителем в любой переделке. Все понимали, это вымысел, шутка веселая. Но Жуков историю про 28 панфиловцев из фронтовой сплетни, из газетного вымысла возвел в степень реальных событий. Это он при каждом случае бахвалился. Где я, там и победа. Любое немецкое наступление захлебывается там, где появился я. Под моим командованием умирают, но не сдаются. А в декабре 41-го года кто-то из подчиненных прочитал в «Красной звезде» рассказ про фантастический подвиг 28 панфиловцев и доложил Жукову. Жуков потребовал составить список погибших, тех, кто мог бы быть в том легендарном бою, и представил их к награждению. Всем, кого вписали в список, были присвоены высокие звания посмертно. Жуков первый придал этой истории официальное звучание. После того, как Верховный Совет издал указ, героический подвиг перестал быть плодом журналистского трепа. Он стал реальным событием, хотя не все из попавших в список погибли. В списке героев оказались и те, кто добровольно ушел к гитлеровцам и служил им верой и правдой. История про 28 панфиловцев была настолько плохо состряпана, что постоянно вызывала интерес исследователей, которые хотели знать правду. Задолго до гласности и перестройки Кардин в «Новом мире» подверг эту несуразную историю беспощадному анализу. За ним последовали «Соколов», «Люличник» и другие. Потом публикации пошли каскадом, и этот эпизод выпал из разряда героических деяний. Часть 2. А в труде было велено равняться на шахтера Алексея Стаханова. План ему – вырубить за смену 7 тонн угля. А он – в ночь на 31 августа 1935 года возьми, да и выруби не 7, а 102 тонны. И развернулось в стране стахановское движение. Бросились последователи Стаханова по 10 норм за смену выполнять – по 20. Этих людей пропаганда называла «стахановцами». Народ – «стакановцами». Народ знал – не все тут чисто. Через десятки лет выплыли подробности и этого подвига. Стаханов действительно вырубил 102 тонны угля. Правда, на время рекордной смены всем остальным забойщикам шахты «Центральная Ирмина» отключили сжатый воздух, чтобы в отбойном молотке Стаханова давление не падало. Ради того, чтобы не мешать трудовому порыву Стаханова, рабочий ритм шахты был полностью нарушен. Вырубленный Стахановым уголь надо было откатывать из-за боя, потому вагонетки Стаханову… Стахановским вагонеткам «Зеленую улицу» остальные бригады подождут. Были и другие фокусы. Главный финт – статистический. Все зависит от методики подсчета. Забойщик работает не один. Вырубленный уголь надо отгребать, грузить в вагонетки, откатывать, таскать бревна и крепить забой. Если вырубленный забойщиком уголь разделит на всех, кто ему помогает и обеспечивает его работу, то и получится 7 тонн на брата. А на время рекордной смены Стаханова применили другую, более прогрессивную методику расчета. Все, что он вырубил, ему и записали, посчитав все тонны его личной заслугой. А всех, кто отгребал, грузил и откатывал уголь, всех, кто крепил забой вслед за Стахановым, провели по другой графе. На всех помогающих и обеспечивающих добытые тонны не делили. Вот и получился всесоюзный рекорд. Трудовой подвиг Стаханова обычная наша советская туфта. И сам Стаханов герой в роскошной мантии из той же туфты. Другие наши герои рангом ниже панфиловцев и стахановцев на поверку оказывались героями дутыми. Из множества героических деяний торчали острые углы, а то и ослиные уши. Народ смеялся, сочинял анекдоты и матерные частушки про картонных кумиров. Теперь поставим точки над Йо. «Я не говорил, что массового героизма на войне не было. Я о другом. У нас героический народ. И порой он совершал такое, чему следует восхищаться. Но те, которые из агит пропа, почему-то стремились описывать подвиги воистину легендарные, то есть выдуманные. Наших агитаторов и пропагандистов почему-то на туфту тянуло. Неизбежно со временем туфта раскрылась и страна осталась без героев. И перед идеологами проблема. На кого народу равняться? На сифилисного Ленина? Или на подпольную организацию «Молодая гвардия», которую выдумал писатель Фадеев? «Молодая гвардия» родилась и существовала только в его мозгу, который сверх меры был пропитан алкоголем. Срочно требовался новый кумир, которого можно было бы на гранитный постамент вознести. Подумали вожди и решили. Жуков? Кто же еще? Жуков, спаситель Отечества, великий гений на белом коне. Так родился новый культ личности. Часть третья. Опыт раздувания культа у нас избыточный. Культ Жукова выстроили умело и быстро. Вокруг Жукова возникли легенды одна другой краше. Маршал Великой Победы. Жуков в своей жизни не имел ни одного поражения. Где Жуков, там и победа. Ему было достаточно одного взгляда на карту, чтобы правильно оценить ситуацию, понять и разгадать замысел противника. Зазвучало даже и такое. Ах, если бы Жуков был жив! Красная звезда. 4 февраля 1997 года. Товарищи в Кремле сомневаются, хоронить Ленина или держать в виде наглядного пособия. Зря сомневаетесь. Труп Ленина можно смело выносить из мавзолея. Культ Жукова уже надежно заменил и вытеснил культ Ленина. Кровавый идол Жуков на медном коне, с задранным по нужде хвостом, куда больше подходит нашему народу, чем картавый идол из шалаша. А по стране уже мечется слух, что маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович за свои героические деяния не был оценен по достоинству. Он был всего лишь четырежды героем Советского Союза. Но таких полководцев в нашей истории было двое. Второй – маршал Советского Союза Брежнев Леонид Ильич. Потому, дабы несколько возвысить Жукова над полководческим гением Брежнева, предлагают Брежнева так и оставить четырежды героем Советского Союза, а Жукову посмертно присвоить пятую звезду, объявив героем пятикратным. Этого, понятно, мало. Предлагают учредить звание генералиссимуса России и посмертно присвоить его Жукову «Красная звезда. 3 августа 1996 год». У нас так принято. Не просто почитать мертвецов, но советоваться с ними, просить их помощи и заступничества, вписывать их в состав трудовых коллективов и боевых подразделений, выписывать им партийные билеты с номером «0000001» награждать орденами и званиями и даже просить их подтвердить правильность выбранного нами пути. Надеюсь, народ еще помнит времена, когда отставные стукачи и палачи всхлипывали после третьего стакана. Ах, если бы был жив товарищ Ленин! Когда на каждой стене красовалось загробное одобрение вечно живого вождя. «Верной дорогой идете, товарищи!» Выходило, что мертвый Ленин видит, куда мы идем, и с того света одобряет. Так держать! Выходило, что нами мертвец правит. Тут, правда, надо признать, что некоторые наши друзья в деле подчинения мертвецам обогнали нас, опередили. Вот пример. В Корейской Народной Демократической Республике пост президента страны навечно оставлен за усопшим вождем товарищем Кемерсеном. «Мертвый президент во главе страны!» «Страной правит мертвец!» «А рулит из гроба!» «С того света указания шлет!» И вот мы, чтобы не отстать в этом деле, возводим Жукова в разряд вечно живых, с посмертной выслугой лет и присвоением очередных воинских званий. Но даже и такая высокая честь кажется его почитателям недостаточной. Потому поступают предложения вознести его выше, на самые небеса. Вот убежденный правоверный атеист, член Союза журналистов России Дибердеев, предлагает причислить Жукова Георгия Константиновича к лику святых Русской Православной Церкви. Красная звезда. 3 августа 1996 год. Конфуз в том, что один святой Георгий уже есть. Поэтому предложение товарища Дибердеева сводится к тому, чтобы святого Георгия дублировать. Их будет два. Один просто Георгий, а другой не просто, а Константинович. Иначе, как же их отличать? Тот на белом коне, и этот тоже. Жукову звание святого пока не присвоили, а его бывший охранник, на их языке прикрепленный, уже оглашает окрестности кличем. Да светится имя его. Красная звезда. 30 ноября 1996 год. И написаны эти слова большими буквами и жирным шарифтом. А Красная звезда 1 марта 1997 года все про то же, про возвышенный ореол и даже некоторую святость Жукова. Смущает вот что. Товарищ Дибердеев, который предлагает произвести Жукова в ранг святого, сам ни в чертей, ни в святых не верит, об этом и заявляет. Ситуация знакомая. Мы на том уже ломали ноги и шеи. Весь 20 век проходимцы всех мастей призывали и заставляли нас верить в то, во что сами не верили. И чтобы вновь не наломать дров, давайте напомним, что думали, говорили и писали о кандидате в святые Георгии те, кто знал его лучше нас. Давайте послушаем не современных барзописцев, а жуковских современников, его командиров, сослуживцев и подчиненных. Часть первая. Глава четвертая. Генералиссимус Советского Союза Сталин Иосиф Виссарионович. Маршал Жуков, утеряв всякую скромность и будучи увлечен чувством личной амбиции, считал, что его заслуги недостаточно оценены, приписывая при этом себе в разговорах с подчиненными разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая и те операции, к которым он не имел никакого отношения. Приказ министра вооруженных сил Союза СССР номер 009, 9 июня 46-го года. Маршалы Советского Союза Булганин Николай Александрович и Василевский Александр Михайлович с этими словами Сталина были полностью согласны. Скажу больше. Эти слова написали они и 8 июня 1946-го года направили Сталину проект приказа о Жукове. Текст приказа и фоксимильная копия письма Булганина и Василевскому Сталину. В военно-историческом журнале 1993-й год, номер 5, страница 27. Сталин согласился с подготовленным текстом и приказ подписал. Маршал Советского Союза Рокоссовский Константин Константинович лично знал Жукова полвека. И поначалу Рокоссовский был над Жуковым командиром и выдвинул его на вышестоящую должность. Было это так. В 1930-м году Рокоссовский командир 7-й Самарской имени английского пролетариата кавалерийской дивизии. А Жуков в этой дивизии командовал 2-й бригадой. Вот и выдержка из аттестации, подписанной Рокоссовским 8-го ноября 1930-го года. Обладает значительной долей упрямства, болезненно самолюбив. Военно-исторический журнал 1990-й год, номер 5, страница 22. Необузданное самолюбие Жукова сочеталось с пьянством, изрядной половой распущенностью, нечеловеческой жестокостью. Эти качества часто соседствуют. Развратник почти всегда садист, а садист – развратник. В Красной Армии не принято жаловаться, но Жуковская жестокость была выше тех стандартов, которые приняты в Красной Армии. Свидетельство Рокоссовского 25 лет коммунисты прятали от народа. Теперь они опубликованы, и они подавляют. Рокоссовский описывает обстановку дикой нервозности в бригаде Жукова. Бригаду трясло и лихорадило. Порядок удалось навести, только убрав Жукова с бригады. Жукова отфутболили на повышение. Рокоссовский пишет, «Приходили жалобы в дивизию, и командованию приходилось с ними разбираться. Попытки воздействовать на комбрига успеха не имели, и мы вынуждены были в целях оздоровления обстановки в бригаде выдвинуть Георгия Константиновича Жукова на высшую должность». Военно-исторический журнал 1988 год, номер 10, страница 17. Жукова отправили в Москву на должность помощника инспектора кавалерии Красной Армии. Не от того пошел Жуков на повышение, что уж очень хороший командир, а от того пошел на повышение, что надо было обстановку разрядить и избавить бригаду от садиста любым способом, пусть даже и назначением на более высокую должность. В Красной Армии жестокость ценится, командир-садист на вес бриллиантов, но у Жукова жестокости было больше того, что требовалось». Через год, 31 октября 31 года, аттестацию на Жукова пишет член Реввоенсовета СССР инспектор кавалерии РККА Семен Михайлович Буденный. Он считает, что Жуков твердый член партии, но добавляет. «Наблюдается излишняя жестокость». Военно-исторический журнал 1990 год, номер 5, страница 23. Следующая ступень карьеры. Жуков – командир 4-й кавалерийской дивизии. Буденный вспоминал, как Жуков вступал в командование КАФ дивизии и как излишне сурово обещал навести в ней порядок. Военно-исторический журнал 1992 год, номер 1, страница 76. Сам Семен Михайлович Буденный весьма часто подносил в морду. Не стеснялся. На этот счет есть достаточно свидетельств. И понятное дело, бил он не солдат, он бил командиров. Но стиль Жукова даже для Буденного был неприемлем. В аттестацию Жукова, командующий войсками Белорусского военного округа, Комкор Ковалев вписывает привычные слова. Имели место в случае грубости в обращении с подчиненными, за что по партийной линии товарищ Жуков имеет выговор. Маршал Советского Союза, Москва, любимая книга, 1996 год, страница 35. Маршал Советского Союза Еременко Андрей Иванович в январе 1943 года генерал-лейтенант, командующий Сталинградским фронтом. Запись в дневнике от 19 января 1943 года. Жуков, этот узурпатор и грубиян, относился ко мне очень плохо, просто не по-человечески. Он всех топтал на своем пути. Я с товарищем Жуковым уже работал, знаю его как облупленного. Этот человек страшный и недалекий. Высшие марки карьерист. Военно-исторический журнал номер 5, 1994 год, страница 19. Маршал Советского Союза Захаров Создалась довольно напряженная обстановка. В этих случаях координировавший действия 1-го и 2-го украинских фронтов маршал Советского Союза Жуков не сумел организовать достаточно четкого взаимодействия войск, отражавших натиск врага и был отозван ставкой в Москву. Красная звезда 11 февраля 1964 год. Эти слова маршала Захарова подтверждает телеграмма Сталина. Должен указать вам, что я возложил на вас задачи координировать действия 1-го и 2-го украинских фронтов. А между тем, из сегодняшнего вашего доклада видно, что, несмотря на всю остроту положения, вы недостаточно осведомлены об обстановке. Вам неизвестно о занятии противником Хильки и Новобуда. Вы не знаете решения Конева об использовании 5-го гвардейского конного корпуса и танкового корпуса Ротмистрова с целью уничтожения прорвавшегося противника. Тут речь не о каких-то деревнях, занятых немцами. Это один из самых драматических моментов войны. В феврале 44-го года на правом берегу Днепра два советских фронта замкнули кольцо окружения вокруг мощной группировки германских войск. Задача германского командования вырваться из окружения. Задача советского командования противоположная не позволить противнику вырваться. Но там в районе сражения два советских фронта, два штаба, два командующих генерал армии Конев и генерал армии Ватутин. Каждый видит ситуацию со своей колокольни. Каждый принимает свое решение. Координировать действия двух фронтов из Москвы чрезвычайно трудно. Обстановка меняется стремительно. В штабах фронтов каждое сообщение надо подготовить, зашифровать, отправить в Москву. Там его надо расшифровать, оценить, принять решение, снова зашифровать и отправить. Пока его расшифровывают, обстановка в корне меняется. И приказ Москвы уже не соответствует новой обстановке. Сталин не может покинуть Москву. У него не только на правом берегу Днепра проблемы. Поэтому в район сражения Сталин посылает своего заместителя Жукова. Два фронта подчинены Жукову и делают то, что он прикажет. И вот наступает самый важный момент сражения. Противник начинает прорыв. Сталин в Москве об этом знает. Сталин знает, что прорыв германской окруженной группировки идет успешно. Сталин знает, на каком участке прорываются германские дивизии. А Жуков, который находится в районе боевых действий, ничего этого не знает и шлет Сталину сообщение о том, что ничего серьезного не странность в сталинской телеграмме. Пятый гвардейский кавалерийский корпус Сталин называет по номеру, а танковый корпус Ротмистрова не по номеру, а по фамилии командира. Почему? Потому, что даже в шифровальных телеграммах вещи не называли своими именами. Часто использовались обороты типа «удерживать известный вам город», «выйти на рубеж известной вам реки» и так далее. Вместо фамилии высшего командного состава использовались псевдонимы. Например, «Васильев это маршал Василевский». Легко разгадать? Нет, не легко. Псевдонимы часто и бессистемно менялись. Сегодня Васильев это маршал Василевский, а завтра Васильев это Сталин. Вчера Константинов это маршал Жуков, сегодня Константинов это маршал Рокоссовский, а завтра Жуков будет работать под псевдонимом Юрьев. Рокоссовский Костин, а Сталин Иванов. С этой же целью менялось и название самых важных соединений. В феврале 1944 года Сталин говорит про танковый корпус Ротмистрова. Но в Красной армии уже ровно год такого корпуса не было, а была 5-я гвардейская танковая армия Ротмистрова. Павел Алексеевич Ротмистр – любимец Сталина. В феврале 1943 года он – генерал-лейтенант танковых войск. В феврале 1944 года, в момент, о котором идет речь, Ротмистров уже маршал бронетанковых войск. Сталин не говорит в шифровке, что введена в сражение 5-я гвардейская танковая армия маршала бронетанковых войск Ротмистрова. Чтобы понизить звучание, Сталин говорит про танковый корпус Ротмистрова. Кто знает, о чем речь, тот поймет. Так вот, для того, чтобы не позволить противнику вырваться из кольца, командующий 2-м Украинским фронтом генерал армии Конев ввел в сражение 5-ю гвардейскую танковую армию и 5-й гвардейский кавалерийский корпус. Сталин в Москве об этом знает, а Жуков, который находится в районе сражения и имеет приказ координировать действия двух фронтов, об этом не знает. И верховный главнокомандующий в своей телеграмме указывает своему заместителю Жукова, что тот понятие не имеет об обстановке и с возложенными на него обязанностями не справляется. Краткости ради я привел только кусок сталинской телеграммы, но она вся в том же духе. Была еще одна такая же телеграмма Сталина Жукову. После этого Сталин приказал Жукову возвращаться в Москву. Все равно в районе сражения от Жукова нет толка. И когда коммунисты говорят, что Жуков не проиграл ни одного сражения, я рекомендую им вспомнить сражение 1944 года на правом берегу Днепра. Мощная группировка противника была окружена без Жукова. Ему оставалось только удержать окруженных в кольце. Жуков с возложенной на него задачей не справился и позорно провалил операцию. Большая часть окруженных германских войск вырвалась из мышеловки и беспрепятственно ушла. Маршал Советского Союза Березов Сергей Семенович. С момента прихода товарища Жукова на пост министра обороны в министерстве создались невыносимые условия. У Жукова был метод подавлять. Октябрьский пленум ЦК КПСС стенографический отчет. Москва. 1957 год. Маршал Советского Союза Тимошенко Семен Константинович знал Жукова с начала 30-х годов. В те годы Тимошенко был командиром корпуса, в котором Жуков командовал полком. Вот мнение маршала Тимошенко. Я хорошо знаю Жукова по совместной продолжительной службе и должен откровенно сказать, что тенденция к неограниченной власти и чувство личной непогрешимости у него как бы в крови. Говоря откровенно, он не раз и не два зарывался. И его все время, начиная с командира полка и выше, в таком виде разбирали. Октябрьский пленум ЦК КПСС. Стенографический отчет. Москва. 1957 год. Главный маршал авиации. Новиков Александр Александрович. Касаясь Жукова, я прежде всего хочу сказать, что он человек исключительно властолюбивый и самовлюбленный. Очень любит славу, почет и угодничество перед ним и не может терпеть возражений. Смирнов. Вплоть до высшей меры. Страница 139. А вот позиция маршала Советского Союза Голикова Филиппа Ивановича. Он высказал свое мнение еще в 1946 году. Довольно резко против Жукова выступил Голиков. Он обвинял его в невыдержанности и грубости по отношению к офицерам и генералам. Военно-исторический журнал. 1988 год. Номер 12. Страница 32. В октябре 1961 года маршал Советского Союза Голиков на весь мир заявил, что Жуков – это унтерпришибеев. Эти слова Голикова прозвучали на 22-м съезде КПСС, на котором присутствовали делегации почти 100 коммунистических партий и журналисты всех ведущих информационных агентств мира. Маршал Советского Союза Конев Иван Степанович рассказал о Жукове в газете «Правда» 3 ноября 1957 года. Страна как раз к очередному великому юбилею подходила – к 40-летию коммунистического переворота. Ордена медали раздавали достойным и другим. Тут-то Иван Степанович Георгию Константиновичу и врезал. Почитателям Жукова рекомендую эту газету найти и почитать. Конев вспомнил Жукову и Курскую дугу, и Берлин, и тот самый эпизод на правом берегу Днепра, когда Сталин из Москвы видел ситуацию, а Жуков в районе боевых действий ничего не видел. Маршал Советского Союза Конев описал Жукова тупым, ни на что не способным солдафонам и негодяям. Не знаю, заказали статью Коневу или сам старался. Но о Саденином Конев не жалел и не каялся. Если и считать, что Конев перехватил через край, то как относиться к другим свидетельствам? Все высшие военные руководители страны, все, кто носил на погонах звезды первой величины, против Жукова. Генералисимус Сталин, маршалы Советского Союза Булганин, Василевский, Еременко, Конев, Захаров, Голиков, Аркасовский, Тимошенко, Березов. Любой желающий легко может найти свидетельство резкого отрицательного отношения к Жукову всех остальных маршалов Советского Союза. Буденный, Ворошилов, Чуйков, Говоров, Соколовский, Гречко, Москаленко, адмирал флота Советского Союза, Кузнецов. Все против. Спустимся на ступеньку ниже и послушаем мнение генерала с четырьмя звездами. Герой Советского Союза, генерал армии Хитогоров Георгий Иванович Ожукове. Непомерно груб, до оскорбления человеческих чувств. Красная звезда, 30 ноября 1996 год. В 1944 году Хитогоров был начальником штаба 1-й гвардейской армии. Жуков не посмел его бить, но матом крыл изрядно. А Хитогоров ответил. Был бы Хитогоров поменьше рангом, Жуков его пристрелил бы на месте. Но Хитогоров – начальник штаба лучшей армии. Понятное дело, с этой должности Хитогоров слетел и был назначен командиром дивизии. Хитогоров практически всю войну прошел в должности начальника штаба армии, причем на самых главных направлениях. В 1941 году под Москвой, в 1942-1943 под Сталинградом. И вот, под закат войны, генерала с таким опытом, минуя должности командира корпуса и начальника штаба корпуса, Жуков бросает на должность командира дивизии. А тех генералов, которые матюги и мордобой терпели, Жуков возвышал. Можем опуститься и ниже. Генерал-лейтенант Вадис Александр Анатольевич, начальник управления контрразведки СМЕРШ, группы советских оккупационных войск в Германии, докладывал по команде в августе 45-го года. Жуков группы высокомерен, выпячивает свои заслуги. На дорогах плакаты «Слава маршалу Жукову». Соколов. Неизвестный Жуков. Портрет без ретуши. Минск. Радиола Плюс. 2000 год. Страница 538. Не кажется ли вам, что все знавшие Жукова лично повторяют одни и те же фразы? Свидетельств я набрал много. Если их публиковать, то так до самого конца книги мы и будем читать только цитаты про бездарного унтра-пришибеева в маршальских погонах. Если мы не верим генералисмусу, маршалом, генералом и адмиралом, послушаем солдат. У солдат для Жукова одно определение – мясник. Глава 1. Часть 5. Мордобой в генеральской среде и на всех нежестоящих уровнях Красной армии был распространен так широко, как воровство и пьянство. Вот секретарь ЦК ВКПБ Белоруссии Гопенко осенью 41-го года назначен членом военного совета 13-й армии Брянского фронта. Он направил Сталину телеграмму о том, как командующий Брянским фронтом генерал-лейтенант Еременко учил военный совет 13-й армии. В телеграмме упомянут генерал-лейтенант Ефремов, заместитель командующего Брянским фронтом. Еременко, не спросив ни о чем, начал упрекать военный совет в трусости и предательстве Родины. На мои замечания, что бросать такие тяжелые обвинения не следует, Еременко бросился на меня с кулаками и несколько раз ударил по лицу, угрожая расстрелом. Я заявил, что расстрелять он может, но унижать достоинство коммуниста, депутата Верховного Совета, не имеет права. Тогда Еременко вынул маузер. Но вмешательство Ефремова помешало ему произвести выстрел. После этого он стал угрожать Ефремову. На протяжении всей этой безобразной сцены Еременко истерически выкрикивал ругательство. Несколько остыв, Еременко стал хвастать, что он якобы с одобрения Сталина избил несколько командиров, а одному разбил голову. Военно-исторический журнал, 1993 год, номер 3, страница 24. Ссылка на архив президента Российской Федерации. Фонд 73, опись 1, дело 84, листы 30-31. Если генерал-лейтенант, командующий фронтом, может набить морду секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии, члену Военного Совета 13-й армии, если может угрожать своему заместителю, который тоже генерал-лейтенант, то что он может сделать с каким-нибудь генерал-майором, который командует всего лишь дивизией или корпусом, он может сделать все, что захочет. На ниже стоящих звеньях происходило то же самое. Если командир корпуса набил морду командиру дивизии, то битый командир дивизии вызывал к себе командиров полков и сорвал зло на них. С самого верха мордобой опускался до самых низов. К этому надо добавить, что за избиение члена Военного Совета 13-й армии, как и за множество подобных проделок Еременко наказаний не понес. Он оставался командующим Брянским фронтом. После ранения он командовал 4-й ударной армией. После повторного ранения – Сталинградским фронтом. После первого ранения Еременко до конца жизни хромал. На фронте он ходил с палкой, на которую опирался, и которой дробил головы неугодным. Однако по уровню зверства Еременко не мог соперничать с Жуковым. На фоне Жукова Еременко считался покладистым командиром, даже мягким. Хорошо известно, что Жуков подчиненных офицеров бил весьма редко. Случалось иногда – кого перчаткой по физиономии, кого кулаком в зубы. Но, повторяю, такое редко случалось. Зачем бить офицера? Жуков офицеров не бил. Он их убивал. Жуковский мордобой распространялся не на офицеров, а в основном на генералов. Вот их он бил много и часто. С наслаждением. Иногда Жуков, как цепной пес, бросался и на маршалов. Свидетель – режиссер Григорий Чухрай. Я на какое-то время отвлекся. Вдруг какой-то шум. Оглядываюсь и столбенею. Жуков и Конев вцепились друг в друга и трясут за грудки. Мы бросились их разнимать. Красная звезда. 19 сентября 1995 год. Я бы не удивился, увидев двух советских генералов, которые в приличном обществе друг другу морды бьют. Дело привычное. Но вот чтобы маршалы… Берлин брали два фронта. Первый – белорусский и первый украинский. Жуков и Конев. После войны сцепились маршалы-освободители. Да не в словесной перепалке, а как принято – за грудки. О, маршальские нравы. Нашим маршалам у шпаны учиться надо. Шпана себя так не ведет. Наша шпана этику бледет. Двое в драку, а третий крикнет – обнюхайтесь. И если без мордобоя в общественном месте все равно не обойтись, то один другому предлагает – ну-ка, выйдем. А маршалы – с Жукова начиная. Чуть что и сразу по мордасам. Прямо в общественном месте. Среди генералов, героев, академиков и народных артистов. Нет бы одному маршалу отозвать другого маршала в служебный кабинет. Да там и вмазать в глаз, а потом в челюсть. Завалить и топтать ногами. Современная армия России поражена садизмом, который официально именуется термином «неуставные отношения». За этим термином скрывается дикое унижение человеческого достоинства в запредельных масштабах. Мордобой, пытки, истязания, зверские убийства. И ломают голову социологи – откуда напасть? Да от генералов наших и от маршалов, от дважды героев Советского Союза, от трижды героев, от четырежды, от Чуйкова и Гордова, от Еременко и Захарова, от Москаленко, от Жукова. Глава первая, часть шестая. «Жуковское хамство легендарно. И в военное, и в мирное время он тыкал всем, кто ниже рангом, начиная с тех, у кого по три и по четыре генеральских звезды на плечах. Даже не так, начиная с тех, у кого такие же маршальские звезды на плечах», – свидетельствует маршал Советского Союза Аркасовский. «После разговора по вотче с Жуковым я вынужден был ему заявить, что если он не изменит тона, то я прерву разговор с ним. Допускаемая им в тот день грубость переходила всякие границы». Военно-исторический журнал, 1989 год, номер 6, страница 55. Есть у историков такое понятие – ненамеренное свидетельство. Это ситуация, когда свидетель говорит и пишет одно, но между слов и строк, как шило из мешка, проступает нечто другое. И это другое – правда. Разведчик Владимир Карпов прошел войну. Делал на фронте самую опасную работу. Много раз ходил во вражеский тыл и брал языков. Разведка может достать и сопоставить тысячи данных. Звукометристы способны рассчитать положение любой артиллерийской батареи. Фотодешифровщики по одному снимку могут вскрыть изменения в группировке противника. Радиоразведчики могут перехватить и расшифровать сообщения особой важности. И все же у командира сомнения. Стоит перед нами дивизия СС «Мертвая голова». Или это только ее видимость? Тогда командир требует. Дайте языка. Карпов давал языков. Давал таких, какие требовались. Зато был удостоен золотой звезды Героя Советского Союза. После войны пошел в писатели. Поднялся до высшей писательской должности. Стал секретарем Союза писателей СССР. Карпов много раз встречал Жукова и написал хвалебную книгу о нем. Велик, могуч, непобедим. Но между строк проглядывает совсем другой Жуков. Вот разговор писателя с великим полководцем. Жуков посмотрел на меня, перевел взор на золотую звезду на моей груди и спросил. За что звезду получил? За языками лазил. Лицо Жукова явно посветлело. Он всегда радушно относился к разведчикам. А где у меня служил подполковник? Все мы у вас служили, товарищ маршал. Красная звезда. 1 марта 1997 год. Карпов к Жукову на вы. А Жуков Карпову тычет. Жуков разговаривает с Карповым, как Брежнев разговаривал с польским диктатором Войцехом Ярузельским. В свое время Владимир Буковский вывез из архивов ЦК КПСС огромное количество документов. Вот кусочек из стенограммы. Брежнев. Здравствуйте, Войцех. Ярузельский. Здравствуйте, глубоко уважаемый, дорогой Леонид Ильич. Так и у Жукова с Карповым. В британской армии молодого лейтенанта учат относиться к подруге подчиненного солдата с таким же уважением, с каким он относится к генеральской жене. В нашей армии этому не учат. Во всяком случае, Жуков, прослужив более 40 лет в армии, основ культуры не освоил. Жуков – опальный маршал, которого с позором выгнали из армии и с вершин власти. Перед Жуковым офицер-фронтовик Карпов. Уважай его, Жуков, костями таких, как он, вымощена земля от Москвы до Берлина, от Питера до Вены, от Сталинграда до Кенигсберга и Праги. Не простой фронтовик перед тобой, а герой. Сними, Жуков, шапку перед фронтовым разведчиком. Это на его горбу. Ты и в Киев, и в Варшаву, и в Берлин въехал. А нет. Герой-фронтовик обращается к Жукову. Что вы, Георгий Константинович, думаете по этому вопросу? А в ответ. Да ты понимаешь. И вот нам рассказывают, что Жуков любил солдат и уважал. Какое уважение. Встреча Карпова и Жукова через два десятка лет после войны. Жуков давно не министр обороны. Карпов Жукову не подчинен. Но Жуков все равно тычит. Можно на эту ситуацию и с другой стороны посмотреть. Карпов в момент встречи с Жуковым не просто бывший разведчик, а крупный номенклатурный чин, кандидат на высшие посты в писательской иерархии. Уважай Жуков его хоть в этом качестве. Но Жуков знает. Карпов над ним не начальник. Потому Жуков ведет себя с номенклатурным чином, как барин с холопом. Правда, и Карпов хорош. На фронте генералы боялись расстрела. Потому терпели жуковское хамство. Отчего боялся Карпов? Хлопнул бы дверью, да ушел. Но не хлопнул. Не ушел. А написал книгу. А Жуков величие. Хотел показать гения стратегического. Но против своего желания показал невежественного унтера. Наглеца и нахала. Глава 1. Часть 7. Вот пример того, как сослуживцы любили Жукова. В 1957 году Жуков был снят со всех должностей. Его дело обсуждается на пленуме Центрального Кабитета КПСС. Присутствуют во множестве маршалы, генералы и адмиралы. Против Жукова выступили все. В защиту никто. Так может быть наши генералы и маршалы покорное стадо? Может быть приказал им Хрущев выступать против Жукова? Они и голосуют единогласно? Нет. Маршалы и генералы не стадо. В 1946 году Сталин намеревался Жукова не только снять со всех постов, но и посадить. Возможно и расстрелять. Надо сказать, что Жуков расстрела заслужил. По нашим родным советским законам он уголовный преступник, которого судьи просто не имели права оставлять среди живых. Если бы Сталин Жукова расстрелял, то это было бы не только справедливой расплатой за дикие преступления, но и спасением страны от великих грядущих злодеяний. Но против Сталина выступили маршалы и генералы. Об этом рассказал генерал-лейтенант Павленко. После всех выступлений, вспоминал Конев, снова говорил Сталин. Опять резко, но уже несколько по-другому. Видимо, поначалу у него был план ареста Жукова сразу после заседания. Но почувствовав внутреннее, да и не только внутреннее сопротивление военачальников, известную солидарность военных с Жуковым, он, видимо, сориентировался и отступил от первоначального намерения. Нам представляется, что в своих предчувствиях Конев не ошибался. Сталин действительно на сей раз собирался расправиться с Жуковым, но солидарность военных помешала ему. Военно-исторический журнал, 1988 год, номер 12, страница 32. Поведением генералов и маршал Жуков был спасен. Как такое понимать? При позднем Сталине и при раннем Хрущеве на вершинах военной власти стояли те же самые генералы, адмиралы и маршалы. При Сталине они Жукова спасли, а потом при Хрущеве они же и утопили. Сталин в 1946 году уже 24 года у власти. Он уже официально признан гением всех времен и народов. Сталин диктатор, каких до него на земле еще не бывало. Его авторитет непререкаем, а власть безгранична. Но против воли Сталина выступили маршалы и генералы и не позволили Жукова арестовать. За такие действия каждый мог поплатиться головой. А Хрущев в 1957 году только прорвался на вершину. Авторитета у него нет. Власть его держится непонятно на чем. Практика уничтожения соперников отменена. А расстрелять непокорных генералов Хрущев не может. И вот Хрущеву те же самые маршалы и генералы позволяют снять Жукова и дружно Хрущева поддерживают. В чем дело? Дело в том, что в 1946 году маршалы и генералы выступали не за Жукова, а за себя. Они понимали, сегодня Сталин арестует, посадит, а может быть и расстреляет Жукова. А завтра кого? Вот откуда их смелость и единодушие. Они помнили, именно так начинался 1937 год. Они не позволили Сталину его повторить. Но и в 1957 году генералы и маршалы выступали не за Хрущева, а снова за себя. Летом 1957 года на вершине власти оказались двое – Хрущев и Жуков. Двоим там места нет. Это два паука в одной банке. Это две крысы в железной бочке. Или Жуков съест Хрущева, или Хрущев – Жукова. И высший командный состав вооруженных сил дружно взял сторону Хрущева. Знали генералы, знали маршалы, что Жуков болезненно самолюбив. Знали, что он человек страшный и недалекий. Знали, что узурпатор и грубиян. Знали, что непомерно груб, до оскорбления человеческих чувств. Знали, что он высшей марки карьерист. Знали, что он топтал всех на своем пути. Знали, что в крови его тенденция к неограниченной власти и чувство личной непогрешимости. Именно этими словами они его и описывали. Они понимали, что их ждет, если Жуков возьмет власть. Глава вторая. Загадки дебюта. Возможно, маршал Жуков по количеству пролитой крови и шлейфу самолично вынесенных смертных приговоров за спиной в определенные годы превосходит даже Сталина. Россия, которой не было. Страница 559. Бушков. Часть 1. 1939 год. Монголия. Халхингол. Дебют Жукова полководца. В Монголии находился один советский стрелковый корпус. 57-й особый. Командир корпуса комдив Фекленко. Начальником штаба комбриг Кушев. По ту сторону границы противник. Несколько японских дивизий и бригад. В начале мая на границе Монголии возник вооруженный конфликт. Столкновения советских и японских войск перерастали в бои с применением авиации, артиллерии и танков. Никто никому не объявлял войну. Но интенсивность боевых действий нарастала. Не все для советских войск шло гладко. И вот туда, в Монголию, посылают комдива Жукова с чрезвычайными полномочиями. Приказ Жукову разобраться и доложить. 5 июня 1939 года Жуков прибыл в штаб 57-го корпуса и потребовал доложить обстановку. Сам Жуков события в Монголии описывает так. Докладывая обстановку, Кушев сразу же оговорился, что она еще недостаточно изучена. Из доклада было ясно, что командование корпуса истинной обстановки не знает. Оказалось, что никто из командования корпусом, кроме полкового комиссара Никишева, в районе событий не был. Я предложил командиру корпуса немедленно поехать на передовую и там тщательно разобраться в обстановке. Сославшись на то, что его могут в любую минуту вызвать к аппарату из Москвы, он предложил поехать со мной, товарищу Никишеву. Воспоминания и размышления, страница 154. Итак, Жуков и комиссар Никишев поехали вдвоем на передний край. Возвратившись на командный пункт и посоветовавшись с командованием корпуса, мы послали донесение наркому обороны. В нем кратко излагался план действий советско-монгольских войск. На следующий день был получен ответ. Нарком был полностью согласен с нашей оценкой обстановки и намеченными действиями. В тот же день был получен приказ наркома об освобождении комдива Фекленко от командования 57-м особым корпусом и назначения меня командиром этого корпуса. Жуков потребовал срочно усилить группировку советских войск. Ее усилили. Жуков потребовал прислать лучших летчиков-истребителей, которые только были в Советском Союзе. Летчиков прислали. В распоряжение Жукова прибыла группа летчиков-истребителей, в составе которой был 21 герой Советского Союза. В то время это было очень высокое звание. Это были лучшие асы страны. Каждый уже имел не менее десятка побед в небе Испания и Китая. Многие из них получили опыт в воздушных боях над озером Хасан. 15 июля 1939 года 57-й особый корпус Жукова был развернут в первую армейскую группу. Армейская группа – это нечто среднее между корпусом и полнокровной общевойсковой армией. 31 июля 1939 года Жукову присвоено воинское звание Комкор. Противник тоже усиливал группировку своих войск. 10 августа японские войска, которые вели боевые действия на границе Монголии, были сведены в 6-ю армию. В середине августа в составе 1-й армейской группы Жукова было 57 тысяч бойцов и командиров, 515 боевых самолетов, 542 орудия и миномета, 385 бронеавтомобилей, в основном с пушечным вооружением и 498 танков. Весь июнь-июль, первая половина августа – жестокие бои советских и японских войск на земле и в воздухе. Бои идут с переменным успехом. Интенсивность боев нарастает. Конфликт принимает затяжной характер. И вдруг, ранним утром 20 августа, советская артиллерия провела внезапный артиллерийский налет по командным пунктам и зенитным батареям противника. После первого огневого налета – массированный удар бомбардировщиков. Затем артиллерийская подготовка продолжительностью 2 часа 45 минут. В момент переноса огня с переднего края в глубину советские стрелковые дивизии, мотоброневые и танковые бригады нанесли удары по флангам японской группировки. 23 августа советские войска замкнули кольцо окружения 6-й японской армии. Советская военная энциклопедия, том 8, страница 353. В этот день в Кремле Молотов и Риббентроп поставили свои подписи под Московским пактом, который по существу был договором о разделе Европы и начале Второй мировой войны. 31 августа 1939 года был завершен полный разгром окруженной японской группировки в Монголии. На следующий день началась Вторая мировая война. Разгром японских войск на Халхинголе имел стратегические последствия. У лидеров Японии был выбор – нападать на Советский Союз или нападать на Соединенные Штаты и Британию. Руководители Японии решили нападать на Соединенные Штаты и Британию. Одна из причин такого выбора – урок, который Жуков преподал японским генералам на реке Халхингол. За разгром японских войск на Халхинголе Жуков 29 августа 1939 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Ему была вручена медаль «Золотая звезда» и высшая государственная награда – Орден Ленина. Кстати, «Золотая звезда» была учреждена 1 августа 1939 года в разгар боев на Халхинголе. До этого звание Героя Советского Союза присваивалось, но никаких знаков отличия герои не имели. Глава 2, часть 2. Жуков прибыл в Монголию с чрезвычайными полномочиями. Ресурс полномочий он исчерпал полностью и с перебором. Каждый знал – Жуков расстреливает беспощадно, по любому поводу и без повода. Письменных свидетельств тех расстрелов у меня хранится достаточно для любого трибунала. Я знаю, что вы намерены возразить. Да, Жуков садист. Да, Жуков расстреливал своих солдат и офицеров на Халхинголе не только ради наведения порядка, но и в свое удовольствие. Однако, какую операцию провел? Согласен, операция действительно блистательная. Но обратим внимание на неприметную деталь. Давайте вспомним, кто был начальником штаба у Жукова на Халхинголе. Прочитаем первое издание мемуаров Жукова, второе, третье и так до самого последнего. Я лично имени начальника штаба ни в одном издании не нашел. Между тем, Жуков помнит и называет имена героев летчиков и героев танкистов, героев разведчиков и героев кавалеристов. Жуков помнит своих заместителей, командиров дивизий, бригад, полков и даже батальонов. Жуков помнит имя Ортенберга, редактора газеты первой армейской группы. Правда, тут особая причина. Жуков двигал Ортенберга. Ортенберг прославлял Жукова. Через два года Ортенберг был уже главным редактором Красной Звезды. Центральные газеты Красной Армии. Это он раструбил на весь мир о подвиге панфиловцев, которые, сражаясь под гениальным руководством непобедимого Жукова, истребили фантастическое количество немецких танков. В своей книге Жуков вспомнил имена врачей, которые героически лечили раненых. Жуков назвал по именам целый табун политработников, вспомнил полдюжины московских писателей и фотокорреспондентов, которые были на Халхенголе. Симонов, Славин, Ставский и прочие. Правда, и тут была особая причина. В преддверии Второй мировой войны молодые коммунистические агитаторы оттачивали на Халхенголе свои перья. Начинающий Константин Симонов, например, в то время строчил книгу о грядущем мировом господстве коммунистов. Жуков был горячим сторонником идеи захвата коммунистами мирового господства. Поэтому всех, кто эту идею проповедовал, он проталкивал вперед и вверх к номенклатурным благам. И все-таки странно. Какого-то Константина Симонова Жуков помнит, а начальника своего штаба нет, а ведь за этой забывчивостью что-то кроется. Глава вторая, часть третья. Предыдущего начальника штаба Жуков назвал по имени Камбрик Кушев. Он обстановки не знал, и его сняли. Жуков это помнит. Назначили нового, но Жуков не помнит кого именно. Если новый начальник штаба не справлялся со своими обязанностями, его следовало снять, как и предыдущего, и назначить третьего. У Жукова были особые полномочия. Жуков потребовал прислать в Монголию лучших летчиков-истребителей Советского Союза. Их прислали. Если бы Жуков потребовал нового начальника штаба, то никто бы ему не возразил. Лето 1939 год. Большой войны еще нет. Из всей Красной Армии воюет пока только один корпус. Этот корпус развернули в армейскую группу. Один корпус, а затем армейская группа, лицо Красной Армии. По действиям одного корпуса или одной группы. Враги и друзья будут судить обо всей Красной Армии. На карту поставлена военная репутация Советского Союза. В интересах руководства страны иметь на Халхинголе самого лучшего начальника штаба из всех. А ведь перед нами загадка истории. Если начальник штаба был плохим, почему Жуков не потребовал, чтобы прислали хорошего? Если начальник штаба был хорошим, почему Жуков о нем не помнит? И хочется орать туда в 20 век. О чем молчишь, Георгий Константинович? Глава 2, часть 4. Вы знаете, и я знаю, что книгу воспоминания и размышления писал не Жуков. Однако на обложке поставлено его имя, и книга написана от лица Жукова. Поэтому для удобства изложения давайте считать, что Жуков имел какое-то отношение к ее написанию. Разгадка забывчивости авторов мемуаров Жукова совсем простая. В любых источниках о Халхинголе мы находим нужное имя. Начальником штаба группы с 15 июля до сентября 1939 года был комбриг Богданов, маршал Советского Союза Захаров, новая и новейшая история, 1970 год, номер 5, страница 23. Маршал Захаров вовсе не зря заговорил про начальника штаба 1-й армейской группы. И вовсе не случайно сделал это в 70-м году. За этим кроется вот что. В 1969 году вышли мемуары Жукова. Имя начальника штаба 1-й армейской группы Жуков называть почему-то не стал. И тогда другие маршалы, не только Захаров, стали напоминать Жукову. Ей, не забывай, кто у тебя был начальником штаба. Твою операцию на Халхинголе планировал сам Богданов. Почему о нем забыл? Жуков на Халхинголе не требовал для себя лучшего начальника штаба, ибо знал, Богданов – это тот, кто нужен. Лучшего не бывает. А вот когда пришла пора славу делить, то Жукова постигла катастрофическая потеря памяти. Жуков помнит о многом. Я уже касался организации партийной и политической работы в наших частях. Партийные организации внесли огромный вклад в решение боевых задач. В первых рядах были начальник политического отдела армейской группы дивизионный комиссар Петр Иванович Горохов, полковой комиссар Роман Павлович Бабийчук, секретарь парткомиссии особого корпуса Алексей Михайлович Помогайло, комиссар Иван Васильевич Заковоротный. Воспоминания и размышления страница 172. «Где бы я ни был, в юртах или домах, в учреждениях и воинских частях, везде и всюду я видел на самом почетном месте портрет Владимира Ильича Ленина, о котором каждый монгол говорил с искренней теплотой и любовью». Воспоминания и размышления страница 173. «Наши доблестные комиссары и политработники везде и всюду развесили портреты вечно живого. Это очень даже здорово. И хорошо, что Жуков помнит об этом. А вот как план блистательной операции разрабатывался, Жуков припоминает смутно. Я не зря цитировал Жукова в начале этой главы. Прочитаем еще раз слова Жукова о том, как рождался план операции. Если верить Жукову, во главе 57-го особого стрелкового корпуса стояли придурки – командир корпуса Фекленко и его начальник штаба Кушев. В районе боевых действий они не бывали и обстановки не знали. Жуков взял с собой комиссара Никишева и поехал в район боевых действий. Потом Жуков и комиссар возвращаются и, посоветовавшись с командованием корпуса, мы послали донесение наркому обороны. В нем кратко излагался план действий советско-монгольских войск. В тот же день был получен приказ наркома об освобождении комдива Фекленко от командования 57-м особым корпусом и назначении меня командиром этого корпуса. Жуков рассказывает, что составление плана – работа вроде бы коллективная, но в нашей памяти оседает совсем другое. Жуков не говорит «я решил, я послал». Однако, именно так мы воспринимаем его рассказ. Жуков очертил круг лиц, которые были посвящены в план. Он сам, комиссар Никишев, комдив Фекленко и начальник штаба Кушев. Однако, ясно каждому, что комиссар мог присутствовать при составлении плана, но не мог быть соавтором. Работа комиссара следить, чтобы командир регулярно читал манифест коммунистической партии, чтобы пил в меру, без перебора, и чтобы в каждой монгольской юрте было минимум по два портрета Ленина. Один над входом, другой над очагом. Предыдущий командир корпуса быть соавтором плана тоже не мог. Жуков его описал кретином, который обстановки не знал. В районе боевых действий не был, потому ничего умного гениальному Жукову подсказать не мог. Не зря его тут же и сняли. Начальник штаба был такой же. Прочитав описание бестолковщины, которое царило в штабе 57-го корпуса до приезда Жукова, читатель автоматически выбрасывает недоумков из числа авторов гениального плана. Но кроме них и комиссара Никишева в числе посвященных Жуков назвал только себя. Если предыдущего командира корпуса, начальника его штаба и комиссара из числа авторов вычеркнуть, а наш мозг это делает автоматически, то среди авторов остается только один Жуков. В тексте книги использованы обороты «мы пришли к выводу», «посоветовавшись с командованием корпуса» и так далее. Но книга написана так, что читатель остается в твердом убеждении. Кроме Жукова, никто ничего умного предложить не мог и не предлагал. Глава 2, часть 5. План разгрома целой японской армии – дело непростое. Нужно собрать и обработать огромное количество данных, уяснить обстановку, принять решение и сформулировать замысел разгрома. Кроме того, надо спланировать действия всех частей и соединений, организовать разведку и охранение. Надо организовать и обеспечить взаимодействие всех со всеми, разработать боевые приказы и четко поставить задачи всем, кто будет участвовать в операции. Нужно организовать систему связи, подготовить средства скрытого управления войсками. Нужно организовать систему огня и бесперебойное снабжение войск боеприпасами, топливом, саперным, медицинским и прочим имуществом, продовольствием и прочее-прочее. Если все это Жуков готовил сам, значит он плохой командир. Разрабатывать планы должен штаб. Понятно, под руководством командира. Но командир не должен собою подменять начальника штаба. Если командир выполняет работу чужую, значит у него нет ни сил, ни времени выполнять свою собственную. Конкретно разработкой плана в любом штабе занимается оперативный отдел. Все остальные отделы штаба работают в его интересах. Если командир составляет планы сам, а начальник штаба и начальник оперативного отдела штаба бездельничают, значит командир не смог организовать работу подчиненных. Вот пример того, как не надо руководить войсками. Красная Звезда, 27 января 2000 год, сообщает о героическом подвиге генерала-майора Малафеева в Чечне. Его должность – заместитель командующего 58-й армии. Подвиг в том, что генерал-майор первым поднимался в атаку. Понятное дело, в атаке был убит. Красная Звезда восхищается мужеством. Ух, какой смелый! Между тем, этот случай свидетельствует не о мужестве, а о катастрофическом состоянии российской армии и полной неспособности генералов управлять подчиненными. Если заместитель командующего армией сам вынужден бегать в атаку, значит такую армию надо разогнать, а руководителей Министерства обороны судить. Если командир полка сам красит заборы и чистит сортиры, а его солдаты пухнут от безделья, то это вовсе не значит, что командир хороший. Это как раз и означает, что командир недостоин занимаемой должности и командовать не способен. И если нам скажут, что Жуков все планы составлял сам, то это вовсе не комплимент. Люди, которые писали мемуары Жукова, это понимали. Потому далее в книге коротко сказано. Разработку плана генерального наступления в штабе армейской группы ввели лично командующий член военного совета, начальник политотдела, начальник штаба, начальник оперативного отдела. Член военного совета и начальник политотдела – это комиссары. Их роль мы уже уяснили. Названы они тут для того, чтобы продемонстрировать любовь Жукова к политработникам и комиссарам. В 1957 году Жукова сбросили с вершин в том числе и за то, что он пытался свернуть политработу в армии. Политработников и комиссаров из армии изгнать, или в крайнем случае оставить им роль организаторов художественной самодеятельности и воскресного отдыха солдат и офицеров. После падения Жукова власть в стране взяли люди, которые были на войне комиссарами – Хрущев, Булганин, Брежнев, Епишев, Кириченко и прочие. Побитый, скулящий Жуков всю оставшуюся жизнь присмыкался перед комиссарами. Просил прощения. Вся его книга – это гимн политработникам и комиссарам. Партия – наш рулевой. Ах, если бы комиссары во всех юртах не развесили соответствующих портретов, не видать бы мне победы на Халхенголе. И в войне с Германией никакой нам не видать без комиссаров. Нас партия в бой вела. На войне я, Великий Жуков, хотел найти комиссара Брежнева и посоветоваться с ним. Но он был на Малой земле, где шли жестокие бои. Ах, если бы я с ним посоветовался, то, глядишь, и войну выиграли бы раньше. Жуков, рассказывая о составлении плана наступления на Халхенголе, не мог не вспомнить комиссаров и их участия в боевом планировании. Как же без них? Названы комиссары и для того, чтобы за их спинами поставить начальника штаба с начальником оперативного отдела. Мол, и эти тоже присутствовали, что-то там тоже делали. Начальник штаба 1-й армейской группы в книге упомянут только один раз, но его имя не названо. И начальник оперативного отдела тоже помянут один раз, и тоже без имени. Глава 2-я, часть 6-я. Память Жукова дьявольская. Ее не измерить никакими гигабайтами. Жуков помнит не только имена советских солдат, но и монгольских тоже. И должность их помнит. Жуков называет рядового конника Херлоо, водителя бронемашины Хаенхирва, наводчиков зенитных орудий Чултема и Камба-Сурена, и многих еще. Тридцать лет держал в памяти эти имена. Читаю Жукова, а слезы ручейками катятся по щекам. Я плачу от восторга и зависти. Какая память! Всех политработников по имени и отчеству помнит. На фоне этой поистине невероятной способности помнить всех, необъяснимой и подозрительной представляется неспособность вспомнить имя начальника штаба, который был или, по крайней мере, должен быть мозгом первой армейской группы. Это не единственная загадка того сражения. Загадок в Жуковском дебюте много. А главная из них вот какая. В начале нового тысячелетия все документы по Халхинголу все еще закрыты грифами «секретно» и «совершенно секретно». Когда эти документы будут рассекречены, не знает никто. А мы зададим вопрос. Почему? Ключ к успеху историка – это умение удивляться. Как только он начинает удивляться, так перед ним открываются двери, в которые никто до него не входил. Так давайте же поддержим науку. Давайте издадим всероссийский вздох удивления. Почему документы о боях на Халхинголе закрыты? Что вообще можно прятать? Казалось бы, все известно об этом сражении. Силы сторон, состав войск, вооружение, замыслы и планы сторон, ход боевых действий и даже фамилии комиссаров с именами и отчествами. Даже имена монгольских наводчиков и водителей бронеавтомобилей. Что же можно засекретить? Да и зачем? Нет давно первой армейской группы. Еще 21 июля 1940 года первая армейская группа была развернута в 17-ю армию. Нет давно в Красной армии мотоброневых бригад. Их не было уже в 1941 году. Нет давно и самой Красной армии. И советской армии нет. Главная удара сила Жукова на Халхинголе. Пушечные бронеавтомобили БА-3, БА-6, БА-10. Эти машины вы не найдете ни в каких музеях. Их нет. Давно списаны и переплавлены танки БТ-5 и БТ-7. Из полученной стали сделаны другие танки. Но и они списаны и переплавлены. Давно умерли участники тех сражений. Пошел седьмой десяток лет после того, как отгремели бои на Халхинголе. А документы так и остаются секретными. Мое первое предположение было таким. Георгий Константинович Жуков был так велик, что решил прятать от потомков доказательства своего величия. Но тут возникает нестыковка. Чем-чем, а излишней скромностью Жуков не страдал. В нашей истории был 41 маршал Советского Союза. Но только об одном из них было объявлено в приказе верховного главнокомандующего. Хвастун. И этот приказ о Жукове. Приказ о том, что он приписывал себе чужие заслуги. Удивительный человек. Чужие заслуги себе приписывает, а свои собственные от народа прячут. Вспомним знаменитый портрет Жукова, который написал художник Корин. Сидит величавый Жуков, весь в орденах. Только что завершилась Вторая мировая война. Страна в развалинах. Мужики от 19 до 35 лет почти полностью выбиты или искалечены. В полях, лесах и болотах лежат миллионы скелетов. Их некому хоронить. В военном ведомстве лежат тонны орденов, которые надо раздать уцелевшим фронтовикам или их матерям и вдовам. Но никто этим не занимается. И вот Жуков не хоронит погибших. Не отдает приказов подчиненным хоронить. Жуков не раздает ордена и не приказывает подчиненным этим заниматься. У Жукова нет на это времени. Нацепив все побрякушки, Жуков демонстрирует величие перед художником. Жуков в позе. И книга Жукова. Неудержимый поток хвастовства. Слава КПСС и мне великому. Но зачем же самому себя прославлять? Зачем содержать ораву создателей мемуаров, если можно опубликовать документы Халхингола? Без комментариев. Но Жуков сделал все возможное, чтобы скрыть от народа доказательства собственного величия. Такого в истории человечества и еще не бывало. После смерти Сталина Жуков стремительно забрался на самую вершину власти. На вершине стояли двое. Хрущев и Жуков. А над ними никого. Все архивы в руках Жукова. Вот и покажи народу доказательства своей гениальности. Скажи народу, жить вам люди негде? Живете в бараках, в подвалах, в коммуналках. Одеты вы так, что за державу обидно. Очереди за дрянной колбасой километровые. Но у вас есть я. У вас есть великий, могучий, несокрушимый, гениальный полководец. Вот читайте документы о сражении на Халхинголе. Но так Жуков почему-то не поступил. И не понять наших вождей. При Брежневе, Суслове, Епишеве было сделано невероятно много для раздувания культа личности Жукова. Но почему-то без опоры на документы. И после Брежнева культ Жукова – стержень всей советской и российской пропаганды. Зачем же, товарищи дорогие, вы лепите Жукову памятник? Зачем его сажаете на медного коня с задранным хвостом? Зачем громоздите терриконы макулатуры о жуковских подвигах? Если есть куда более простой, дешевый и куда более убедительный способ прославить вашего кумира? Надо просто открыть архивы. Интересно поведение и самого Жукова. Допустим, находясь на вершине славы, он забыл об архивах и доказательств своего величия не представил. Не до того было. Но вот, его вышибли с вершины. Он сидит на даче, скучает, попивает водочку, а дружный коллектив черномазых литераторов строчит его мемуары. Почему бы не вспомнить об архивах? Почему не продемонстрировать народу документы? И если кто-то великого маршала к архивам не пускал, надо было об этом заявить. Мол, рад бы вам правду про Халхингол рассказать, да вот архивы недоступны. Ах, сколько было воплей и стонов, что Жукову не позволяют говорить правду. Но ни сам Жуков, ни его соавторы, ни пропагандисты культа его личности не протестовали против того, что к архивам сражения на Халхинголе доступа нет. Недоступность архивов, как ни странно, не мешает раздувать культ гениального полководца. Наоборот, недоступность архивов способствует и помогает лепить образ великого, мудрого и непобедимого. Глава 2, часть 7. Теперь позвольте высказать свое предположение. Истинная роль Жукова в сражении на Халхинголе преувеличена. Это главная и, возможно, единственная причина, которая заставляет правителей прятать от народа подробности. Это не мое мнение. Задолго до меня это мнение о роли Жукова, высказал адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Позднее он все успехи в боях с старался приписать себе. Военно-исторический журнал, 1992 год, номер 1, страница 76. Не все, что творилось в монгольских степях, нашло отражение в документах. Не каждый документ попадал в архив. Жуков был большим знатоком архивов. Находясь на вершине власти, он истребил многое, что могло бросить тень на его величие. После Жукова все, кто раздувает культ его личности, продолжают очистительную работу. Но и то, что осталось в архивах, нельзя показывать никому. Слишком велика разница между тем, что вбивают в наши головы, и тем, что от нас прячут. Если я не прав, товарищи поправят. Но предполагаю, что планы разгрома 6-й японской армии на реке Халхингол были разработаны без Жукова. А его роль сводилась к тому, чтобы беспощадными расстрелами гнать людей в бой. В нашей истории такое уже было. Именно в тот же период, в том же десятилетии в Советском Союзе, на удивление всему прогрессивному человечеству, был сотворен великий трудовой подвиг. В рекордные сроки прорыт никому не нужный канал из Белого моря в Балтийское. Никто в мире канала в такой протяженности, тем более в субполярных широтах, никогда не рыл. За сооружение канала глава ГПУ Генрих получил высшую государственную награду – Орден Ленина. Получил бы он и Золотую Звезду, но ее тогда еще не изобрели. В чем заслуга Генриха? Он сам планировал трассу канала? Нет, не планировал. Он сам вел изыскательские работы на местности? Нет, не вел. Он сам рассчитывал объемы работ? Нет, не рассчитывал. Он сам катал тачки с глиной? Нет, не катал. Он сам дробил гранитные валуны? Нет, не дробил. Он сам укладывал бетон? Нет, не укладывал. Так за что же ему высшая награда? За расстрелы. Он появлялся на канале. Ему докладывали. Вот тут инженеры в расчетах ошиблись. Тут не туда трассу погнали. Тут нормы дневные не выполнены. А Генрих Генрихович в ответ – расстрелять, расстрелять, расстрелять. Правда, и его потом тоже. Того. Ух, как мне можно возразить. Ух, как можно мне вмазать. Жуков, это тебе не Ягода. А в чем, собственно, разница? И могла ли она быть? 30-е годы 20 века. Империя Сталина. И Генрих Ягода, и Георгий Жуков – выдвиженцы Сталина. Их выбирал один человек – Сталин. При выборе он руководствовался теми же самыми понятиями – сталинскими. ГПУ и армия – два силовых ведомства, весьма похожих друг на друга и проникнутых взаимным влиянием. Строителей сталинских каналов пропаганда называла незаключенными ГПУ, а канала армейцами. Строительство называлось армейским термином – штурм. Армия, в свою очередь, была проникнута чекистским духом и насыщена стукачами чекистского ведомства. И армия, и лубянское ведомство были структурами антинародными. И военные, и чекисты одинаково повинны в истреблении народа. И армия, и лубянское ведомство были орудиями насилия и держались сами только на вооруженном насилии. Так почему же Сталин должен был выбирать для ГПУ руководителей по одним стандартам, а для армии по другим? И почему мы думаем, что Беломорканал был построен на костях народа, а победа на Халхинголе стояла на постаменте из другого материала? В мирное время на строительстве Беломорского канала агитаторы развесили множество плакатов и портретов. Но главным двигателем прогресса был расстрел. Почему же мы верим Жукову, который рассказывает, что в боевой обстановке на Халхинголе хватило только одних портретов Ленина? Вот развесили комиссары портреты, бойцы воодушевились и тут же победили. Про расстрелы на Халхинголе Жуков не помнит, но мы-то уже знаем, что память его с провалами. И не надо мне возражать. И обзывать плохими словами не надо. Лучше откройте архивы и покажите всему миру, что мое осторожное предположение – это не что иное, как злобный вымысел врага. А если архивы сражения на Халхинголе открывать нельзя, то объясните, почему. Написал я эту главу и устыдился. Народы России до полного безумия любят Жукова. А я на любимца всенародного набросился. Так нельзя. Нужно смотреть на вещи с позиций позитивных. Вот и давайте посмотрим на данную ситуацию доброжелательно. Давайте предположим, что в архивах хранятся секретные и совершенно секретные документы о сражении на Халхинголе. Но в них ничего плохого о Жукове нет. В них только свидетельство Жуковской гениальности. Если такое предположить, тогда мы попадем в ситуацию пренеприятнейшую. Получается, что у нас был величайший полководец всех времен и народов. Но народ о нем ничего не знает. Доказательства его славных подвигов спрятаны. Наши президенты и премьеры, маршалы, генералы и министры для отвода глаз раздувают культ личности Жукова. Они пишут бездарные восхваления и громоздят уродливые памятники. Но никто никогда не представил доказательств Жуковской гениальности. А в это время где-то в недоступных хранилищах лежат в пыли доказательства Жуковского величия. Наши вожди скрывают эти доказательства. Почему? Глава 3. Зачем Сталину Аланские острова. Фюрер подчеркнул, задача овладения Финским заливом является первостепенной, так как после ликвидации русского флота станет возможным свободное плавание по Балтийскому морю, подвоз железной руды из Лулео. Захват русских портов с суши потребует 3-4 недели. Лишь тогда подводные лодки противника будут парализованы. 4 недели означает 2 миллиона тонн железной руды. Военный дневник. Запись 30 июня 1941 года. Генерал-полковник Гальдер. Часть 1. Война прожорлива, потому каждый стратег составляет карту путей, по которым стратегическое сырье попадает в его страну и в страну противника. Свои пути следует защитить, пути противника – резать. Если составить карту с источниками стратегического сырья и путями, по которым оно идет, то каждому будет ясно. Положение Германии в 1939 году было исключительно тяжелым. По большому счету в Германии нет сырья. Германия связана с сотнями уязвимых нитей со всем миром. Захват Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Франции, Югославии, Греции, присоединение Австрии и Чехословакии проблем не решило. Господство над многомиллионными людскими массами и огромной территорией, на которой почти нет сырья для промышленности, вело к распылению сил, но не сулило никаких выгод. Вот только один аспект проблемы. Германия, Франция, Бельгия имеют мощную старелитейную промышленность, но не имеют железной руды. Известно, что победа куется в мастерских, катится по рельсам и кончается на фронте ударом штыка. Но кувалды в мастерских, рельсы на железных дорогах и сам штык – это сталь. Слишком многое на войне и в тылу от линкоров до подков на солдатских сапогах сделано из стали. Из-за нехватки стали в Германии в ходе войны на уровне Геринга поднимался вопрос о строительстве бетонных паровозов вместо стальных. Из-за нехватки стали, из-за нехватки стали поврежденные мосты приходилось восстанавливать с помощью бревен вместо стальных конструкций. Из-за этого резко сокращать грузоподъемность железнодорожных составов. Из-за нехватки стали рельсы вторых путей использовались для восстановления поврежденных участков на первых путях. Железнодорожные пути с двусторонним движением превращались в одноколейные. Это замедляло весь ритм экономической жизни Германии и оккупированных ею стран. В любом случае Гитлер не мог надеяться на скоротечную победу. У него было слишком много врагов. А затяжная война вела Гитлера к самоубийству в самом прямом смысле слова. Для того, чтобы продержаться несколько лет, следовало обеспечить подвоз железной руды. А руда добывалась на самом севере Швеции и через Балтийское море шла в порты Германии. Глава третья, часть вторая. Любой стратег ясно видел слабое звено всей германской экономики. Погрузка железной руды в шведском порту Лулео. Долгий путь Ботническим заливом вдоль берега Финляндии, мимо Аланских островов, мимо островов Готланд, Эланд, Бронхольм. Разгрузка в портах Германии. Железную руду грузили почти у самого полярного круга и везли через все Балтийское море из самого северного порта в самые южные. Ни британский, ни французский, ни любые другие флоты перевозкам железной руды на Балтике угрожать не могли. Прорыв чужих флотов в Балтийское море – это прорыв в мышеловку. А советскому флоту никуда прорываться не надо. Он уже тут. Он мирно ждет в своих базах. Для обороны Советского Союза иметь флот на Балтике вовсе не нужно. До 1940 года Советский Союз имел совсем небольшой участок морского побережья. Более 200 лет Петербург был столицей империи. Поэтому на этом куске берега все русские цари, начиная с Петра, возводили укрепления. Весь берег был превращен в сплошную цепь морских крепостей, фортов, укрепленных районов и береговых батарей. Береговая батарея – это нечто более внушительное, чем батарея полевой артиллерии. Береговая батарея могла иметь орудийные башни с линкоров или крейсеров. Под этими башнями лабиринт бетонных казематов. Хорошая корабельная башня крейсера или линкора весит несколько сот тонн, иногда и пару тысяч тонн. В отличие от корабля, ту же орудийную башню, установленную на берегу, можно защитить броневыми плитами любого веса. Под орудийной башней можно возвести казематы из фортификационного железобетона с перекрытиями любой толщины. И надо сказать, что в районе Питера русскими царями было уложено в землю достаточно бетона и стали. Большевики добавили. Береговая оборона Балтийского флота на 21 июня 1941 года имела 124 береговые батареи, на вооружении которых было 253 орудия калибром от 100 до 406 мм и 60 орудий калибром 45 и 76 мм. Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград. Москва. Наука. 1973 год. Страница 8. Характеристики орудий береговой обороны потрясают. Пример. 305-мм трехорадийные башенные установки бросали снаряды весом 470 кг на дальность 43,9 км. Огневая производительность одной орудийной башни – 6 выстрелов в минуту. Это почти 3 тонны металла. А 406-мм орудие одним выстрелом бросало снаряд весом 1 тонну 108 кг на дальность 45,5 км. Это орудие было способно производить следующий выстрел через 24 секунды после предыдущего. Военно-исторический журнал 1973 год, номер 3, страница 78. Кроме береговых батарей и фортов, в районе Ленинграда было сосредоточено весьма внушительное количество морских орудий на железнодорожных транспортерах. Эти орудия находились в бетонных укрытиях. Вокруг Ленинграда – разветвленная сеть железных дорог. Орудия на железнодорожных транспортерах могли совершать маневр и вести огонь с заранее подготовленных и укрытых огневых позиций. Затем быстро их покидать. Основное орудие железнодорожной артиллерии – 180-мм пушка. Вес снаряда – 97,5 кг. Скорострельность – 5 выстрелов в минуту. Дальность – 37,8 км. Однако были и гораздо мощные пушки – 203, 254 и 356 мм. 356-мм пушки на железнодорожных транспортерах стреляли снарядами весом 747,8 кг на дальность 44,6 км. Непосредственные подступы к Ленинграду прикрывали три морских укрепленных района – Кронштадтский, Ижорский и Лужский. Подходы к городу простреливались перекрестным огнем орудий огромной мощи с разных направлений. Каждая батарея, каждый форт, укрепленный район и морская крепость имели запас снарядов и продовольствия, которых им хватило бы на всю войну. Никому не пришло бы в голову высаживать тут десант или штурмовать город. Кроме этого, Балтийский флот имел 91 зенитную батарею. Общее число зенитных орудий – 352. Зачем ко всему этому иметь на Балтике еще и флот? Глава 3. Часть 3. Если мы намерены обороняться, то боевые корабли в Балтийском море не нужны. В случае нужды, даже не имея боевых кораблей, можно было погрузить мины на баржи и быстро перекрыть ими устья Финского залива. В оборонительной войне советскому Балтийскому флоту делать нечего. Так и случилось. Всю войну он бездействовал. В случае нападения противника советский Балтийский флот предельно уязвим. Противник может просто блокировать советский флот, выставив на мелководных подступах к базам несколько сот мин. Именно это и случилось в июне 1941 года. Корабли, особенно крупные, в оборонительной войне вынуждены прижиматься бортом к борту в мелководном и узком заливе, в слепой кишке, даже в аппендиксе. В 1939 году Гитлер вступил во Вторую мировую войну против всего мира, имея всего только 57 подводных лодок. Противниками гитлеровского флота были сверхмощные флоты Британии и Франции, потенциально США. Гитлеровскому флоту пришлось вести неравную борьбу в Атлантике и на Средиземном море. На Балтике у Гитлера почти ничего не осталось. Летом 1941 года герменский флот имел в Балтийском море 5 учебных подводных лодок и 28 торпедных катеров, часть из которых – учебные. Все остальное – вспомогательные силы. Минные заградители, тральщики, катера различного назначения. Руге. Война на море. 1939-1945 года. Военно-здат. 1957 год. Страница 209. Миролюбивый товарищ Сталин взирал на схватку Германии, Франции и Британии и наращивал мощь своего Балтийского флота. Зачем? Глава 3, часть 4. Еще в 1933 году Сталин сказал «Балтийское море – бутылка, а пробка не у нас». Свидетельство адмирала флота Советского Союза Исакова. Знамя 1988 год, номер 5, страница 77. И вот Сталин из трех своих линкоров почему-то два держал на Балтике. В закупоренной бутылке. В 1941 году только на Балтике Сталин имел 65 подводных лодок, включая крейсерские. Никто в мире не имел такого количества подводных лодок, собранных в одном месте. Давайте же посмотрим на карту глазами германского стратега. Какую задачу может поставить Сталин своим линкором и подводным лодкам в закрытой акватории Балтийского моря? Только одну – топить германские транспорты с рудой. Другой работы тут нет. Кроме подводных лодок и линкоров, Сталин имел на Балтике два крейсера, 21 лидер и эсминец, 48 торпедных катеров и другие силы. На Балтике германский флот своей авиации не имел. Военно-исторический журнал 1962 год, номер 4, страница 34. Советский Балтийский флот имел в своем составе 656 боевых самолетов, в основном бомбардировщиков и торпедоносцев. Боевой путь Советского военно-морского флота, страница 537. Снова спросим, зачем? Зачем такое количество торпедоносцев и бомбардировщиков, если крупных боевых кораблей у Гитлера на Балтике практически нет? А ответ тот же. Это не против боевых кораблей, это против транспортов с рудой. В любой момент советский флот мог сняться с якорей, выйти в район германских и шведских портов, заблокировать их тысячами мин. А беззащитные транспорты утопить. Это было бы концом войны для Германии. И этого не могли не понимать в Берлине. Гитлер воевал против Британии и Франции, а за его спиной над Балтикой сверкал занесенный топор Сталина. Жуков рассказывает, что Сталин не хотел дать Гитлеру повод к войне. А тут не повод. Тут причина. Германские стратеги видели угрозу со стороны советского флота на Балтике и искали пути ее нейтрализации. Глава 3, часть 5. В конце ноября 1939 года Сталин совершил весьма крупную ошибку. Начал войну против Финляндии. Война завершилась блистательной победой Красной армии. Никто в мире в таких снегах, на таком морозе, на практически непроходимой местности не штурмовал столь мощных укреплений. Такое было по силам только Красной армии. Однако победа в Финляндии была вторым звонком Гитлеру. Сталин подбирается к шведской руде. Красная армия по приказу Сталина прорвала финские укрепления и остановилась. Финляндия без укреплений беззащитна. В любой момент Сталин мог отдать приказ и наступление Красной армии могло возобновиться. С территории Финляндии можно было бомбить шведские рудники и железные дороги беспрепятственно. Помешать этому не смог бы никто. Один только захват Аланских островов, которые принадлежали Финляндии, позволял закрыть устья Ботнического залива. И это означало победоносное для Советского Союза завершение Второй мировой войны. И это не все. В оккупированной Гитлером Европе нет леса. Лес Финляндии и Швеции. Возможное прекращение поставок леса через Балтику тянуло за собой множество следствий. И все отрицательны. Лес – это шпалы. Нет леса, нет строительства и восстановления железных дорог. Лес в огромных количествах требуется угольным шахтам. Нет леса, нет угля. Уже в мирное время ежегодная нехватка древесины в Германии составляла 6 миллионов тонн. Вместо древесины приходилось использовать картофельную ботву. Об этом свидетельствует сам Фюрер. Застольные разговоры Гитлера. Запись 5 июня 1942 года. И это в мирное время, когда поставкам леса через Балтику никто не мешал. Стоило сталинским подводным лодкам ударить по немецким лесовозам, и Германия осталась бы без древесины. Не думаю, что картофельной ботвы хватило бы, чтобы эту нехватку восполнить. Да и не в каждом деле картофельная ботва может служить полноценной заменой древесине. Из ботвы можно делать бумагу низкого качества. Но нельзя делать шпалы. Нельзя ботвой крепить угольные шахты. Помимо прочего, Германия не имела никеля. Без никеля воевать нельзя. А никель в Финляндии. В начале 40-го года, в ходе войны против Финляндии, Красная Армия захватила никелевые рудники в Петцамо. А потом, весной 40-го года, согласно мирному договору, вернула их обратно. Но теперь никель добывался совместным советско-финляндским акционерным обществом с участием советских инженеров и рабочих. Советское правительство настаивало на том, чтобы директором был советский человек. Никель из спецамо поступал и в Германию, и в Советский Союз. Но в любой момент поставки никеля могли быть прекращены. 104-я стрелковая дивизия генерал-майора Морозова, 42-й стрелковый корпус 14-й армии, стояла прямо у самых никелевых рудников. Представляю, какой зубовный скрежет стоял в подземных бункерах германских штабов. Глава 3, часть 6. Германские стратеги вовсе не зря опасались нового советского вторжения в Финляндию. 25 ноября 1940 года Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Тимошенко и начальник генерального штаба Красной Армии генерал Мерецков направили в штаб Ленинградского военного округа директиву. Документ исполнен в одном экземпляре. Степень секретности ОВ, то есть совершенно секретно особой важности. Документ начинается так. В условиях войны СССР только против Финляндии для удобства управления и материального обеспечения войск создаются два фронта. Северный фронт для действий на побережье Баренцево моря и на направлениях Рованьями, Кеми, Улеоборгском. Северо-Западный фронт для действий на направлениях Коопио, Микиенли и Гельсингфорс. Командование Северо-Западным фронтом возлагается на командование и штаб Ленинградского военного округа. Приказываю приступить к разработке плана оперативного развертывания войск Северо-Западного фронта. Основными задачами Северо-Западному фронту ставлю разгром вооруженных сил Финляндии, овладение ее территорией в пределах разграничений и выход к Ботническому заливу на 45-й день операции. Справа Северный фронт, штаб Кандалакша. На 40-й день мобилизации переходит в наступление и на 30-й день операции овладевает районами Кеми, Улеоборг. Краснознаменному Балтийскому флоту, подчиняющимся в оперативном отношении военному совету Северо-Западного фронта, поставить следующие задачи. Первое. Совместно с авиацией уничтожить боевой флот Финляндии и Швеции в случае выступления последней. Второе. Содействовать сухопутным войскам, действующим на побережье Финского залива из полуострова Ханко, обеспечивая их фланги и уничтожая береговую оборону финнов. Третье. Обеспечить переброску двух стрелковых дивизий в первые же дни войны с северного побережья Эстонской ССР на полуостров Ханко, а также переброску и высадку крупного десанта на Аландские острова. Четвертое. Крейсерскими операциями подводных лодок и авиацией прервать морские сообщения Финляндии и Швеции в случае ее вступления против СССР в Ботническом заливе и Балтийском море. Настоящему плану развертывания присвоить условное наименование С-3-20. План вводится в действии при получении шифрованной телеграммы за моей и начальника генерального штаба подписями следующего содержания. Приступить к выполнению С-3-20. Полный текст этого плана опубликован в сборнике «1941 год. Москва. Демократия. 1998. Книга 1. Страница 418-423». Интересно отметить, что в этом плане не идет речь о том, что мы будем воевать ради обеспечения безопасности города Ленина. И нет намеков на то, что боевые действия надо начинать в ответ на вражеское нападение. Нет привычных слов, если враги навяжут нам войну. Тут проще. В любой момент из Москвы в штаб Ленинградского военного округа поступит шифровка, и советские войска пойдут вперед к Ботническому заливу, к границам Швеции на Аланские острова. А пропагандистское обеспечение не входит в задачу командования Ленинградского военного округа и Балтийского флота. Этим займутся другие. Соответствующие товарищи в нужный момент устроят новую провокацию финской военщины на наших границах. А те, кому положено, объяснят трудящимся всего мира смысл миролюбивой внешней политики СССР и необходимость наших контрударов, позорвавшимся финским агрессорам. Сборник 1941 год составлялся так, чтобы показать миролюбие Советского Союза и неготовность к нападению на Германию. Составители сборника пошли на признание малых грехов, чтобы не признавать больших. Вот, говорят они, план нападения на Финляндию мы нашли, а план нападения на Германию не нашли. Между тем, план С-3-20 мог быть как самостоятельным, так и частью более широкого замысла. План С-3-20 позволял войскам Ленинградского и Архангельского военных округов и силам Балтийского флота нанести удары по Финляндии до удара Красной Армии по Германии, одновременно с этим ударом или чуть позже. Но в любом случае удар по Финляндии был одновременно и ударом по Германии. В случае осуществления плана С-3-20 советские войска захватывали никелевые рудники в Петсама, Аланские острова и выходили к городу Кеми, не путать с нашим городом Кемь. Теперь на карте найдите финский город Кеми и шведский порт Лулео. Вовсе не случайно в 1940 году на Балтике была сформирована первая бригада морской пехоты под командованием матерого советского диверсанта полковника Терентия Парафила. Работу для морской пехоты товарищ Сталин уже подыскал, а сталинские генералы ее спланировали. Осталось только отправить в штаб Ленинградского военного округа шифровку, приступить к выполнению. И не надо искать план войны против Германии. Если бы план С-3-20 был осуществлен, то это означало нанесение смертельного удара не только Финляндии, но и Германии. Глава 3, часть 7. Летом 1940 года Сталин совершает еще одну ошибку. Присоединяет к Советскому Союзу Эстонию, Латвию и Литву. Создает на их территории прибалтийский особый военный округ и все силы этого округа сосредотачивает на границе с Восточной Пруссией. Для оборонительной войны это вовсе не нужно. И очень даже вредно. Говорят, что Сталин отодвинул свою границу на запад и тем укрепил безопасность СССР. Но дело обстояло как раз наоборот. До оккупации Прибалтики Красная Армия на этом направлении имела разделительный барьер. В случае агрессии войска Гитлера должны были последовательно сокрушать вооруженные силы трех государств перед тем, как встретиться с Красной армией. Даже если бы на сокрушение армии Литвы, Латвии и Эстонии ушло всего несколько дней, все равно при таком раскладе внезапный удар по советским аэродромам на этом направлении исключался. Красная Армия получала возможность поднять по тревоге свои войска и занять укрепленные районы. После разгрома армии трех прибалтийских государств войска Гитлера выходили к Чудскому озеру. Его невозможно форсировать. В случае обхода озера войска Гитлера упирались в советские укрепленные районы. Но все пошло по другому сценарию. Красная Армия вышла из своих укреплений на передовые рубежи в Литве к самой германской границе. Вынесла туда аэродромы, штабы, узлы связи, стратегические запасы. Для народов трех государств Прибалтики армия Сталина превратилась в агрессора и оккупанта. А Германия в случае нападения на СССР в освободителя. 22 июня 1941 года войска Красной Армии на всем протяжении границы, в том числе и в Прибалтике, попали под внезапный удар германской армии. Было нарушено управление войсками. Советская авиация понесла значительные потери на приграничных аэродромах. Против Красной Армии в государствах Прибалтики стихийно вспыхнуло народное восстание. По нашим освободителям стреляли с каждого чердака. Войска Красной Армии остались в Прибалтике без укрепленных районов, а за их спиной на территории России остались пустые укрепленные районы без войск. Манштейн их захватил сходу. Возражение скептиков. Если бы Сталин не оккупировал Прибалтику, то Гитлер мог ее захватить без войны, просто ввести туда войска, как в свое время, в Чехословакию. На такую возможность был ответ. Надо было ясно и четко объяснить Гитлеру, что в ответ на попытки ввести германские войска в Прибалтику, Советский Союз без предупреждения начинает топить на Балтике транспорты с рудой и лесом, минировать подходы к германским портам, бомбить Берлин, а на территорию государств Прибалтики бросит интернациональные бригады и миллионы советских добровольцев. А когда Гитлер истощится в войне против Советского Союза, Британия и Франция воспользуются ситуацией. В их интересах удушить Германию как опасного конкурента и снова наложить на нее контрибуции. Такое заявление было бы правильно понято во всем мире. В этом случае народы государств Прибалтики были бы не нашими врагами, а нашими союзниками. В этом случае лесные братья стреляли бы в спины не советских, а германских солдат. В этом случае на стороне патриотов Прибалтики воевали бы интернациональные бригады, а добровольцев во всем мире хватало. Имея такую перспективу, Гитлер вряд ли решился на ввод войск в Эстонию, Литву и Латвию. Но если и решился, то в этом случае война с нашей стороны стала бы справедливой, оборонительной, великой и отечественной. И нам бы теперь не пришлось стыдиться за свои освободительные походы, массовые расстрелы, за оккупацию. Нам не пришлось бы прятать архивы войны и выдумывать героические подвиги. В августе 1939 года позиция Советского Союза была объявлена четко и ясно. Территорию Монголии мы будем защищать от японской агрессии как свою собственную. И защитили. Эта позиция была правильно понята во всем мире, в том числе и в Японии. В результате этой решительности и твердости нападение Японии на Советский Союз было предотвращено. Почему Советский Союз в августе 1939 года не занял такую же позицию по отношению к государствам Прибалтики? Окупация Прибалтики Красной Армии имела смысл только в случае, если замышлялась наступательная война против Германии. Красная Армия вышла прямо на германскую границу и вынесла свои аэродромы на передний край. С аэродромов Литвы можно было поддерживать наступление советских войск до самого Берлина. Вдобавок, советский флот получил военно-морские базы в Таллине, Риге, Лиепае. Туда немедленно были перемещены главные силы флота и запасы. От Лиепае до путей, по которым идут караваны с рудой, никелем и лесом, рукой подать. Удар отсюда мог быть внезапным и сокрушительным. А Гитлеру третий звонок. Но при чем тут Жуков? А вот при чем. Нам рисует Жукова чуть ли не стратегом. Бросил взгляд на карту и понял всю стратегическую ситуацию. Так вот, если бы Жуков был стратегом, то он должен был видеть эти нити. В Германию из Швеции идет лес и железная руда, из Финляндии лес и никель. Жуков должен был во время встреч со Сталиным указать на ненормальность ситуации. Если мы намерены перекрыть поставки леса, никеля и железной руды в Германию, то должны сделать это немедленно. А если такого намерения нет, тогда надо отвести угрозу от рудников и портов вероятного противника. В 39-40-х годах Жуков по своему служебному положению не должен был заниматься Финляндией, Швецией, Балтийским морем. Но шла мировая война. Жуков – командир очень высокого ранга. Он был обязан следить за обстановкой в мире. У него было достаточно возможностей, чтобы указать руководству страны на пагубность сложившейся ситуации. Жуков должен был знать военную историю. В начале 20-го века на Дальнем Востоке Россия стремительно и решительно прибирала к рукам сырьевые ресурсы Маньчжурии и Китая, тем самым задевая жизненные интересы Японии. В ответ на такие действия Япония нанесла внезапный сокрушительный удар по российскому флоту. Последовавшая за этим русско-японская война завершилась поражением России и революцией 1905 года. Царь Николай уже в 1905 году чуть не лишился трона. Через 35 лет после русско-японской войны, то есть в пределах жизни одного поколения, сложилась точно такая же ситуация. Но теперь не в районе Желтого моря, а на Балтике. Преднамеренно или по недомыслию советские стратеги своими действиями в районе Балтийского моря угрожали самому существованию Германии. А раз так, следовало ожидать внезапного удара со стороны Германии. Причем в любой момент. С января 1941 года Жуков начальник генерального штаба. Теперь он не сторонний наблюдатель-профессионал, но глава всех стратегов. Самое главное в военном деле – умение посмотреть на ситуацию глазами противника. Жуков должен был прикинуть, как чувствует себя в Берлине, зная, что единственную тоненькую ниточку, которая связывает далекие шведские порты с металлургической базой Германии, советский флот может в любую минуту перерезать. Жуков был бы он стратегом, должен был ясно видеть сложившуюся ситуацию. Но Жуков за обстановкой у советских границ либо не следил, либо ее не понимал, либо побоялся высказать свое мнение. Глава 4. Жуков и нефть. Если бы не удалось во время вторжения русских в Румынию заставить их ограничиться одной лишь Бессарабией, и они забрали тогда себе румынские нефтяные месторождения, то самое позднее этой весной они бы задушили нас. Пикер. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск. Русич. 1993 год. Страница 303. Гитлер. 18 мая 1942 года. Часть 1. Представьте, что мы с вами заняты неким бизнесом. Торгуем, к примеру, нефтью, лесом, золотом, алмазами. Иногда промышляем грабежом, шантажом, заказными убийствами. У нас есть конкурент. С конкурентом мы обмениваемся любезностями, посылаем теплые поздравления в день его рождения. С представителями конкурента пьем шампанское. Но к жизненным ресурсам нашего конкурента мы последовательно и настойчиво подбираемся. Руки тянем к его горлу. Если мы так поступаем, то надо быть готовым к тому, что однажды в баньку, в которой мы паримся, ворвутся добрые молодцы с автоматами и патронов не пожалеют. Именно так дружил Сталин с Гитлером. Были взаимные любезности. Были поздравления ко дню рождения. Были клятвы верности. И пил товарищ Сталин шампанское с господином Риббентропом, а Молотов с Гитлером. Но к жизненным ресурсам Германии Сталин подбирался весьма нагло. Жуков, будь он стратегом, должен был предупредить Сталина об опасности внезапных и сокрушительных ответных действий Германии. Но Жуков молчал, когда Сталин наращивал мощь Балтийского флота, когда освобождал Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию. Этого было мало. И Сталин решил подобраться поближе не только к лесу Никелю и Руде, но еще и к нефти. И поручил это Жукову. В апреле 1940 года Жуков прибыл из Монголии в Москву и два месяца находился в распоряжении наркома обороны. В это время Жуков не имел никакой должности. Но из этого вовсе не следует, что он ничего не делал. Как раз наоборот. Это были месяцы напряженной работы. В эти месяцы Жуков имел как минимум четыре продолжительных встречи со Сталином. Нужно помнить, что Сталин просто так никого продолжительными встречами не баловал. Глава 4, часть 2. Перед проведением любой грандиозной операции на самых верхах идет подспудная невидимая со стороны работа. Два месяца работы Жукова в Москве – это нулевой цикл подготовки к войне за Бессарабию. Предстояло Бессарабию отбить у Румынии точно так, как Гитлер отбил судеты у Чехословакии. Если Румыния откажется Бессарабию вернуть, следовало Румынию сокрушить. В апреле и мае 1940 года о подготовке войны за Бессарабию знали только в стенах Сталинского кабинета и Генерального штаба. В штабы Киевского особого военного и Одесского военного округов из Генерального штаба поступали короткие распоряжения о том, что надо делать без указаний зачем. 4 июня 1940 года Жуков получил звание Генерал армии, в то время 5 звезд. 7 июня приказом НКО номер 2469 Генерал армии Жуков был назначен командующими войсками Киевского особого военного округа. 8 июня Генерал армии Жуков садится в поезд на Киевском вокзале Москвы и плачет. Провожающих было достаточно. Жуковский плач видели и многие потом допытывались о причине слез. Тут надо заметить, что биографы Жукова уделяют совершенно недостаточно внимания этой черте характера величайшего полководца, его невероятной плаксивости. В трудные моменты Жуков облегчал душу плачем. И вот загадка психологам. С одной стороны, самый кровавый полководец мировой истории, с другой заплаканная девица. Как сопоставить горькие слезы Жукова с феноменальной нахрапистостью и нечеловеческой жестокостью? По уровню садизма и зверства Жуков превосходил даже Тухачевского. Как увязать образ плачущего слюнтяя с легендами о якобы твердом характере Жукова? Рев Жукова на Киевском вокзале Москвы 8 июня 1940 года не был забыт и через много лет. Потому великий полководец после войны вынужден объяснить причину горьких слез. Вот его объяснение. Меня назначили на ответственный пост, командовать одним из важнейших приграничных округов. В беседах со Сталиным, Калининым и другими членами Политбюро я окончательно укрепился в мысли, что война близка, она неотвратима. Но какая она будет эта война? Готовы ли мы к ней? Успеем ли мы все сделать? И вот, с ощущением надвигающейся трагедии, я смотрел на беззаботно провожающих меня родных и товарищей, на Москву, на радостные лица москвичей и думал, что же будет с нами. Многие это не понимали. Мне как-то стало не по себе, и я не смог сдержаться. Я полагал, что для меня война уже началась. Но зайдя в вагон, тут же отбросил сентиментальные чувства. С той поры моя личная жизнь была подчинена предстоящей войне, хотя на земле нашей и еще был мир. На перроне было много свидетелей, потому Жуков признает, не мог сдержаться. А в вагоне провожающих не было, потому можно смело сказать, вошел в вагон и больше не плакал. Глава 4, часть 3. Проницательность Жукова потрясает. В июне 1940 года многие, как говорит Жуков, еще не понимали, что через год будет война. А он уже понимал. Дедуктивные способности величайшего полководца просто поразительны, если не сказать больше. Жуков предчувствовал беду больше, чем за год до германского нападения. 8 июня 1940 года великий стратег уж льет слезы печали по грядущим жертвам. В июне 1940 года ни Гитлер, ни его генералы не имели ни намерений, ни планов нападения на Советский Союз. Ни ОКВ, ни ОКХ не имели. Ни черновиков, ни набросков плана войны против СССР. Как не имели никаких указаний от Гитлера на этот счет. О войне против СССР не возникало даже речи. Июнь 1940 года – это момент, когда германские танковые клинья устремились к Атлантическому океану, огромным крюком обходя Париж. После разгрома Франции Гитлер приказал резко сократить германские вооруженные силы. И это сокращение проводилось широко и интенсивно. Ибо война против Советского Союза не намечалась, не предусматривалась и не планировалась. А Жуков уже плачет. 21 июля 1940 года Гитлер впервые в самом узком кругу высказал мысль о русской проблеме. 29 июля 1940 года генерал-полковник Гальдер поручил начальнику штаба 18-й армии генерал-майору Марксу подготовить наброски плана войны против СССР. Это самые первые эскизы плана. Первоначально план имел даже другое кодовое название – не Барбаросса, а Фриц. И вырисовывается. Вот какая картинка. Гениальный Жуков плакал о грядущих жертвах, ибо уже в начале июня 1940 года знал, какая идея придет в голову Гитлера через полтора месяца. Удивительно и другое. В беседах со Сталиным, Калининым и другими членами политбюро Жуков окончательно укрепился в мысли, что война близка, она неотвратима. Выходит, еще до бесед с товарищем Сталином и другими товарищами, то есть до прибытия в Москву в апреле 1940 года, Жуков уже знал, что будет война с Германией. Сталин и другие члены политбюро не противоречили Жукову. Наоборот, в беседах с ними Жуков окончательно убедился. Следовательно, и товарищ Сталин, и другие товарищи стояли на той же точке зрения еще за год до германского вторжения. Они знали, что война с Германией неотвратима задолго до того, как в Германии до этого додумались. Как в этом случае понимать поведение Сталина? Весной 1940 года он уверен, что войны с Германией не избежать. А через год, 22 июня 1941 года, тот же Сталин не верит, что война началась. Как понимать поведение Жукова? За год до войны он все уяснил, понял и даже поплакал о грядущих жертвах. А через год, роковым утром 22 июня 1941 года шлет войскам директивы – огня не открывать, самолеты не сбивать, на провокации не поддаваться. Он плакал о грядущих жертвах в 1940 году, но запрещал отвечать на огонь противника в 1941, подставляя своих солдат, офицеров и генералов под смертельный огонь противника. Мы не стратеги, нам этой мудрости не понять. Глава 4, часть 4. Утром 9 июня 1940 года заплаканный генерал армии Жуков прибыл в Киев. И в тот же день нарком обороны маршал Советского Союза Тимошенко направил командующим киевским особым военным и одесским военным округам директивы о создании Южного фронта. Командующим фронта был назначен генерал армии Жуков. В состав Южного фронта вошли 5-я и 12-я армии из состава КОВО и 9-я армия из состава ОДВО. Всего под командованием Жукова в составе фронта было 13 корпусов, 10 стрелковых, 3 кавалерийских. Общее количество дивизий 40, 32 стрелковых, 2 мотострелковых, 6 кавалерийских. Количество бригад 14, 11 танковых, 3 воздушно-десантных. Усиление. 16 тяжелых артиллерийских полков РГК, 4 артиллерийских дивизиона РГК БМ большой мощности. Авиация Южного фронта. 45 авиационных полков, в том числе истребительных 21, бомбардировочных 24. Общая численность войск 460 тысяч бойцов и командиров, 12 тысяч орудий, 3 тысячи танков, 2 тысячи самолетов. Сосредоточив такую мощь на границе Румынии, Сталин потребовал возвращения Бессарабии и Северной Буковины. Южный фронт Жукова был готов сокрушить Румынию, но воевать летом 40-го года не пришлось. Правители Румынии были свидетелями блистательных побед Красной армии в Финляндии и давали себе ясный отчет, что лучше Сталину уступить без боя. Стороны согласились на мирное разрешение конфликта. Румынские войска отошли, а войска Жукова вошли в Бессарабию и Северную Буковину. Для Советского Союза последствия этой бескровной победы были катастрофическими. Прежде всего, у нейтральной Румынии был выбор, на чью сторону встать. Европу рвут на части два людоеда, Гитлер и Сталин. Сталин внезапно потребовал Бессарабию и Северную Буковину, пришлось их отдать. Что Сталин потребует завтра? А Гитлер не требует ничего. Выбор прост, Румыния пошла под защиту Гитлера. Результат. А. На своей границе Советский Союз получил еще одно враждебное государство. Б. Фронт, который в случае войны надо будет защищать, увеличился почти на 800 километров. В. Гитлер получил дополнительный плацдарм для нападения на Советский Союз. Г. Гитлер получил союзника, который располагал нефтью. Без нефти Германия воевать не могла. Иными словами, получив Румынию в свои объятия, Гитлер мог напасть на Советский Союз. Без этого нападение было невозможным. Но главное в другом, Сталин вспугнул Гитлера. Именно освободительный поход Жукова в Бессарабию и Северную Буковину стал последним предупреждением Гитлеру. Возникла прямая советская угроза нефтяным месторождением Румынии. И именно из-за этой угрозы Гитлер приказал готовить упреждающий удар по Советскому Союзу. Все это известно. С этим никто не спорит. Сталин совершил самоубийственный просчет. Прощения сталинскому легкомыслию нет. Но у нас разговор о Жукове. Рассмотрим его роль в этом деле. Глава 4, часть 5. Сталин приказывает Жукову силой или угрозой силы отбить у Румынии Бессарабию и Северную Буковину. И выйти к незащищенным нефтяным полям Румынии на дистанцию вытянутой руки. 180 километров. Это перебор. Этого германские стратеги не вынесли. В Берлине наконец осознали, советская угроза Германии смертельна. С этого момента началась подготовка к сокрушениям Советского Союза. Наши официальные историки вынуждены признать, что летом 1940 года советским руководством была совершена ужасная ошибка. Основным своим противником германское руководство тогда после разгрома Франции в июне 1940 года продолжало считать Англию. 16 июля 1940 года Гитлер подписал директиву номер 16 о подготовке операции по высадке войск в Великобритании под кодовым названием «Морской лев» Зее Леве. План операции предусматривалось закончить 15 августа, а саму операцию провести в течение следующего месяца. Однако в июне-июле 1940 года Советский Союз провел ряд мероприятий на своих западных границах. Были возвращены Бессарабия, а также Северная Буковина. 26-29 июня 1940 года. Изменились политические режимы в прибалтийских странах, что отодвинуло советские границы дальше на запад. И далеко не случайно, видимо, что именно 21 июля 1940 года Гитлер на совещании в Берлине поднял вопрос о русской проблеме. Военно-исторический журнал 92-й год, номер 6, страница 45. Кстати, в этой же статье признается и еще один принципиальный аспект. Сталин тоже хотел использовать Гитлера для развала Британской империи и мировой капиталистической системы, страница 47. Если эту мысль выразить образно, то мы и получим ледокол, который расчищает путь для Сталина и мировой революции. И так все шло чудесно. Гитлер уже подписал директиву о подготовке к высадке в Британии. Но присоединение Бессарабии, Северной Буковины, Эстонии, Литвы и Латвии к Советскому Союзу заставило Гитлера резко развернуться и посмотреть, что творится у него за спиной. Летом 1940 года перед Советским Южным фронтом, которым командовал Жуков, лежало три пути – два правильных и один гибельный. Первый правильный путь – наносить удар в Бессарабию и идти дальше до нефтяных промыслов в Плоэште. Гитлер победоносно сокрушал Францию и британские войска на континенте. Против Франции и Британии Гитлер бросил весь флот, всю авиацию, все танки, всю тяжелую артиллерию. Там воевали все лучшие генералы Германии. А в своем тылу, на границе Советского Союза, Гитлер оставил всего 10 слабых пехотных дивизий. Тут не было ни одного танка, ни одного самолета, ни одного тяжелого орудия. Самое главное – все эти 10 дивизий в Польше и Словакии, в Румынии не было никаких германских войск. Перебросить их туда не было никакой возможности. 3000 советских танков и 2000 самолетов вполне хватало, чтобы дойти до нефтяных месторождений и устроить пожар. Это было бы концом Германии. Если бы Южный фронт Жукова в июне 1940 года нанес удар в Румынию, то Вторая мировая война завершилась в том же 1940 году победой Советского Союза и установлением коммунистического режима на всем европейском континенте. Под контроль Сталина при таком раскладе отходили гигантские колониальные империи Франции, Бельгии и Голландии. Второй путь был более рискованным, но сулил еще больший выигрыш. В июне 1940 года следовало просто ничего не делать. Надо было ждать. Ждать оставалось совсем недолго. После разгрома Франции Гитлер должен был наносить удар по Британии. Риск для Сталина заключался в том, что после разгрома Франции Британия и Германия могли заключить мир. В этом случае Сталин оставался один на один с Германией. Однако, если бы Гитлер, как он и планировал, высадил свои войска в Британии, тогда задача освобождения Европы предельно упрощалась. Жуков наносит удар по нефтяным промыслам Румынии. После этого Красная Армия начинает свои освободительные походы в Европу. А лучших германских войск на континенте нет, а не в Британии. И вернуть их оттуда невозможно. А третий путь был гибельным. В июне 1940 года Южный фронт Жукова захватил Бессарабию, Северную Буковину и остановился на пути к нефтяным промыслам Плаэште. Гитлер в 1942 году говорил, что он сумел заставить Сталина удовлетвориться в году одной лишь Бессарабией. Это не так. Во-первых, Сталин не ставил задачу Жукову сокрушить Румынию летом 1940 года. Во-вторых, у Гитлера в 1940 году, в разгар сражения за Францию, не было никаких средств повлиять на Сталина. Если бы Сталин приказал разгромить Румынию летом 1940 года, то остановить Южный фронт Жукова не смог бы никто. Вот это Жуков, будь он стратегом, и должен был подсказать Сталину. Глава 4, часть 6. Часто задают вопрос, не слишком ли большое значение я придаю фактору румынской нефти, ведь немцы освоили производство синтетического бензина. Такое производство действительно было налажено. Но проблема с топливом так и осталась неразрешенной. Прежде всего, нужно помнить, что синтетическое горючее ни в коей мере не может сравниться по качеству с горючим из нефти. Использование синтетического топлива резко снижает тактико-технические характеристики боевой техники, прежде всего самолетов, танков, кораблей. Ваши конструкторы могут создать великолепный самолет. Технологическая культура ваших заводов может быть самой высокой в мире. Ваши инженеры и рабочие могут вложить в постройку самолета весь свой талант и усердие. Но из-за плохого горючего самолет все равно будет тихоходным, слабосильным, неуклюжим. Вдобавок ко всему, синтетическое топливо еще и дорогое. В случае с древесиной проблем почти не было. Если не хватало древесины, вместо нее в гитлеровской Германии использовалась картофельная ботва. Ботва, хоть качеством и пониже древесины, зато дешевая. А производство синтетического горючего обходит совсем 12 раз дороже производства горючего из нефти. На использование синтетического бензина Гитлер решился не от хорошей жизни. Желающих повторить опыт Гитлера трудно найти. Судить о качестве и стоимости синтетического горючего позволяет такой факт. Во второй половине 20 века мир не раз потрясали нефтяные кризисы. Химическая промышленность всего мира в начале третьего тысячелетия куда как мощнее, чем химическая промышленность Германии в 41 году. Однако почему-то никто не спешит производить синтетическое горючее. Теперь о количестве. Минимальная потребность Германии в нефти на 41 год определялась 20 миллионов тонн. Яйдус – жидкое топливо в войне. Москва, Академис Датт, 1943 год, страница 74-75. Не забудем, что у Гитлера были союзники, у которых были армии, флоты и воздушные силы. Но у них тоже не было нефти. Их тоже надо было снабжать германским топливом. Производство синтетического горючего в Германии в 41 году – 4,1 миллиона тонн. То есть, одна пятая от самого крайнего минимума. Если вспомнить союзников, с которыми надо было делиться, тогда доля синтетического горючего в общем балансе 41 года совсем незначительна. Кроме синтетического горючего, настоящая нефть поступала в Германию из Австрии, Чехословакии, Франции, Венгрии и Польши. Всего за 1941 год – 1,3 миллиона тонн. Итого, за 41 год Германия произвела синтетического горючего и получила настоящей нефти из оккупированных стран 5,4 миллиона тонн. Если бы не было нефти Румынии, то при таком количестве горючего армии, авиации, флоту, транспорту и промышленности Германии пришлось бы работать и воевать три месяца в году, а девять месяцев в полном оцепенении ждать следующего года. Гитлер считал, что если бы Красная Армия сокрушила Румынию в 1940 или 1941 году, то без румынской нефти Германия могла продержаться до весны 1942 года. Этот оптимизм не выдерживает проверки арифметикой. Без румынской нефти потребности экономики и вооруженных сил Германии удовлетворялись только на четверть очень плохим и очень дорогим топливом. Захват Румынии Красной Армии в 1940 или 1941 годах оборачивался катастрофой для Германии в течение 2-3 месяцев. Сколько же нефти шло из Румынии? В 1941 году 5 миллионов тонн. Этого было совершенно недостаточно. Но без этого жить и воевать было невозможно. Получая нефть Румынии, Германия балансировала на проволоке. Кое-как обходилось количеством вдвое меньшим минимальной потребности. В ходе всей войны проблема с нефтью Германии так и не была решена. 6 июня 1942 года сложившуюся ситуацию оценивали так. Снабжение горюче-смазочными материалами в текущем году будет одним из самых слабых мест нашего военного потенциала. Недостаток горюче-смазочных материалов всех видов настолько велик, что будет затруднена свобода операций всех трех видов вооруженных сил. И это в такой же мере отрицательно скажется на военной промышленности. Небольшого улучшения можно ожидать к концу года, когда будут пущены в производство новые заводы синтетического горючего, что однако не принесет с собой решительного улучшения в снабжении ГСМ. Мюллер-Гилибрандт, том 3, страница 67. Чем дальше шла война, тем хуже становилось снабжение. К концу войны Германия первой в мире начала серийное производство реактивных самолетов. Истребитель Ме-262 превосходил все самолеты мира по скорости и вооружению. Их было построено 1433, но не хватило керосина. А без керосина лучший в мире истребитель летать не мог. Из почти полутора тысяч построенных самолетов этого типа в боях принимало участие чуть больше 200. Остальные так и остались на земле. До освободительного похода Жукова в Бессарабию Румыния была страной нейтральной. Поставки нефти из Румынии в Германию не были ничем гарантированы. И тут Гитлеру помог Жуков. Своим освободительным походом он толкнул Румынию в объятия Гитлера. В октябре 1940 года власть над румынской нефтью была фактически захвачена Германией. До этого нефть Румынии была ни советской, ни германской. Теперь она обрела берлинского хозяина. Глава 4, часть 7. Давайте же посмотрим правде в ее наглые глаза. Жуков не был военным мыслителем. Он не умел и не пытался смотреть на карту взглядом противника. Жуков был исполнителем. Сталин совершил роковую ошибку, а Жуков был не способен ее увидеть и Сталину на нее указать. Здравый смысл говорит, волка можно гнать в угол, но только для того, чтобы там немедленно его пристрелить. «Если же мы загнали волка в угол, но не убиваем, он может броситься». Прыжок волка внезапен и страшен. Прямо в лицо. Именно это и случилось в 1941 году. Уже в 1939 году Гитлер попал в стратегический тупик, из которого не было выхода. В 1940 году Сталин занес над Гитлером топоры с двух сторон. На севере – над железной рудой, лесом и никелем. На юге – над нефтью. Сталин медлил и выжидал, когда Гитлер бросится на Британию. Но в 1941 году Британия была не опасна Гитлеру. Опасность исходила от Сталина. Гитлеру не оставалось выхода. И он бросился на Сталина. 21 июня 1941 года Гитлер написал письмо Муссолини. «Россия пытается разрушить румынские нефтяные источники. Задача наших армий состоит в том, чтобы как можно быстрее устранить эту угрозу». Вот в чем причина нападения. Отнюдь не борьба за жизненное пространство. Жуков не понял стратегической ситуации 40-го года. И Сталина об опасности не предупредил. Скажу больше. Жуков и потом до конца жизни так и не сообразил, какой просчет совершил, сосредоточив на границе с Румынией свой Южный фронт. Вы можете смеяться, но в мемуарах Жукова нет ни слова о том, как создавался Южный фронт, какие имел силы и задачи, как удалось избежать войны с Румынией в 1940 году и к чему это привело. Жуков пишет о трудовых подвигах рабочих и крестьян Советского Союза. Он рассказывает в странице 197 о выполнении первого и второго пятилетних планов, о грандиозных замыслах на третью пятилетку. На следующей странице Жуков повествует о капиталовложениях в промышленность. Еще через страницу. О стоимости государственных материальных резервов, об организации руководства промышленностью, об укреплении дисциплины на предприятиях, о социалистическом соревновании, о мудрой политике коммунистической партии. Все это добросовестно переписано из журнала «Блокнот-агитатора». В книге Жукова вы найдете все что угодно, вплоть до описания переговоров военных миссий СССР, Великобритании и Франции, к которым Жуков не имел вообще никакого отношения. Но мы не найдем ни слова о Южном фронте, которым Жуков командовал. Особо подчеркиваю, я ссылаюсь только на первое издание мемуаров Жукова, Москва, АПН, 1969 год. Это издание вышло при жизни Жукова, и он несет за него ответственность. Остальные издания выпускались после его смерти. И, как мы увидим, постоянно претерпевали и претерпевают радикальные изменения. Между первым и десятым изданиями мало общего. Как видно, Георгий Константинович с того света из урны с прахом, которая замурована в Кремлевской стене, посылает сигналы, и его мемуары чудесным образом непрестанно совершенствуются в соответствии с установками сегодняшнего дня. Вывод. Если Сталин замышлял блистательную операцию, Жуков мог ее осуществить. Но если Сталин ошибался, как ошибся в 1940 году в Румынии, то Жуков бездумно выполнял порученное ему задание, не размышляя о последствиях. Возразят. Летом 1940 года Жуков не вник в стратегическую ситуацию, ничего в ней не понял. Но, может быть, в других ситуациях Жуков был мудрее и Сталину подсказывал правильные решения. Очень даже может быть. Однако, стратегический просчет 1940 года был настолько грубым, глубоким и страшным, что его катастрофические последствия для судьбы Советского Союза. Было невозможно потом перекрыть никакими гениальными решениями и блистательными победами. Из-за просчета Сталина и Жукова Гитлер напал на Советский Союз, разгромил кадровую армию и сокрушил большую часть советской промышленности. В результате Советский Союз не смог покорить Европу. Сталин проиграл войну за Европу и мировое господство. Свободный мир выжил, а существовать рядом с ним Советский Союз не мог. Поэтому крушение Советского Союза стало неизбежным. Корни крушения в победоносном походе Жукова в Бессарабию и Северную Буковину летом 1940 года. Советский Союз победил во Второй мировой войне, но почему-то исчез с глобуса после выдающейся победы. И когда коммунисты празднуют так называемый День Победы, я спрашиваю, а где же это великое победоносное государство? Куда оно провалилось? Германия проиграла войну, но мы ее видим. Вот она, величайшая сила современной Европы, у ворот которой мы попрошайничаем. А где же великий, могучий и несокрушимый Советский Союз? Германия проиграла, но она есть. Советский Союз победил, но его нет. Кому нужна такая победа? Красная пропаганда утверждает, что Советский Союз выиграл войну потому, что великий Жуков понимал стратегию. Возражаю. Война была проиграна потому, что Жуков не понимал простейших основ стратегии. Их можно выразить просто. Замахнулся – бей. Или не замахивайся. Глава пятая. Рецепт провала. Был ли Жуков великим стратегом? А мог ли вообще безграмотный солдафон им быть? Независимая газета. 5 марта 1994 год. Тонов. Часть первая. Летом 1940 года Сталин и Гитлер изменили лицо Европы. Германия разгромила и оккупировала Францию, Бельгию, Голландию, Люксембург. А Советский Союз присоединил к себе Эстонию, Литву, Латвию, Бессарабию, Северную Буковину, Кусок Финляндии. На европейском континенте остались только два мощных государства. Только две большие армии. Германская и советская. Сложившуюся ситуацию следовало осмыслить и обсудить. И вот в сентябре 1940 года все командующие советскими военными округами и армиями, начальники их штабов, некоторые командиры корпусов и дивизий получают сообщение о том, что в декабре в Москве состоится совещание высшего командного состава. Совещание собиралось весьма необычное. Было известно, что проводится оно по приказу Сталина. Ожидалось присутствие не только Сталина, но и всего состава Политбюро. На совещании предстояло заслушать и обсудить доклады. Центральный доклад. Характер современной наступательной операции. Подготовить его было поручено командующему Киевским особым военным округом генералу армии Жукову. В ледоколе я писал, что получив такое задание, Жуков провел единственное в своей жизни теоретическое исследование. Прошу прощения у своих читателей. Я ошибся. Никаких теоретических изысканий Жуков в своей жизни не проводил. Автором доклада был полковник Баграмян. Гениальный стратег Жуков любил поражать слушателей глубиной мысли, но мысли чужие. Жуков щедро рассыпал жемчужины военной мудрости, которые в изобилии готовили для него безвестные полковники. Но в данном случае получился сбой. Безвестный полковник Баграмян в ходе войны и после нее догнал Жукова в воинском звании. Сам стал маршалом Советского Союза. Вот он и поведал миру, что в 1940 году служил источником жуковской мудрости. О том, как был сотворен доклад Жукова, Баграмян рассказывал подробно и многократно. Жукову не оставалось иного, и он откровение Баграмяна вынужденно подтвердил. Да, занят я был ужасно, потому полковник Баграмян выполнял мою работу. Давайте же издадим вопль изумления или несколько воплей, ибо причин для изумления много. Часть вторая. Защитники жуковской гениальности могут найти множество неотложных и срочных дел, которыми по самое горло был загружен командующий войсками Киевского особого военного округа. Однако, чтобы апологеты не придумали, мы останемся при своем мнении. Не могло быть ничего более важного, чем выступление на этом совещании. Согласимся, Киевский особый военный округ могуч и важен. Не будем спорить, у командующего много дел. Однако, предстояло совещание наивысшего уровня, на котором должен был обсуждаться самый важный вопрос – как уберечь страну от разгрома и гибели? Что могло быть важнее? Проблемы Киевского особого военного округа меркнут в свете важности предстоящего события. Жукову дали возможность подняться над рутиной одного округа и окинуть взглядом в стратегические дали. Делами округа на короткое время могли бы заниматься заместители Жукова. Во главе округа стоит военный совет, который помогает командующему принимать решения. Военный совет способен управлять округом в отсутствии командующего. Есть у Жукова начальник штаба, есть первый заместитель и просто заместители. Есть начальник артиллерии, командующий ВВС, начальника разведки и еще целая ватага генералов. Пусть они занимаются Киевским округом, а сам великий стратег, пусть совсем немного времени, уделит раздумьям о грядущей войне и безопасности страны. Советский союз для Жукова должен быть превыше всего, не так ли? Если бы Сталин и члены Политбюро считали, что доклад может подготовить какой-нибудь полковник, то ему бы и поручили сочинить трактат и его зачитать. Но в Москве считали, что этим делом чрезвычайной важности должен заниматься стратег первого ранга. Жукова по недоразумению тогда считали стратегом. Потому из Москвы пришел приказ именно Жукову лично готовить доклад. Этот приказ как бы отодвигал на второй план дела Киевского округа. Временно освобождал Жукова от ответственности за округ и требовал заниматься делом государственного значения. Да ведь и Жуков поставлен командовать округом не для того, чтобы все проблемы решать самому, а для того, чтобы подобрать хороших помощников и заместителей и заставить их работать. У хорошего командующего все работает как отлаженный механизм, а сам он погружен в мысль. Если бы Жуков был хорошим командующим, то его отсутствие на время подготовки доклада не должно быть замечено никем. Командующий должен поставить работу в округе так, чтобы все его подчиненные действовали слаженно и четко, независимо от того, присутствует шеф на командном пункте или отсутствует, сидит в кабинете или не сидит. Если бы Жуков поставил управление округом правильно, то ему бы хватило времени заниматься безопасностью страны. Но у Жукова все наоборот. Сам он занимается делами Киевского округа и десятки генералов из его окружения заняты тем же. А о грядущей войне и безопасности страны за Жукова думает полковник. Да, полковник Баграмян, который написал доклад вместо Жукова, потом поднялся на большие высоты. Но в том-то и дело, что Жуков этого взлета не ожидал и не предвидел. Жуков заставил думать вместо себя заведомо малоизвестного человека, который в тот момент нигде ничем себя не проявил. Вот отношение Жукова к безопасности страны. Защитники Жукова утверждают, что великий полководец был ужасно занят, что у него просто не было времени думать о грядущей войне. Согласимся. Но если о грядущей войне не думать, тогда вся остальная кипучая деятельность стратега – бестолковая суета. Глава пятая, часть третья. Вспомним, как после войны Жуков объяснял свой плач при отъезде в Киев. Еще раз повторяю его слова. «С ощущением надвигающейся трагедии я смотрел на беззаботно провожающих меня родных и товарищей, на Москву, на радостные лица москвичей и думал, что же будет с нами?» Многие это не понимали. Итак, они глупенькие за год войны не чувствовали ее приближения и ничего не понимали. А гениальный Жуков все предвидел и все понимал. И вот ему, всевидящему, выпала уникальная возможность за полгода до войны высказать то, что наболело. Прямо Сталину в глаза в присутствии всего состава Политбюро и высшего командного состава Красной армии. Вот бы Жуков и рассказал Сталину, Молотову, Кагановичу, Маленкову и другим, что трагедия надвигается. Но о своем гениальном предвидении надвигающейся беды Жуков поведал доверчивым служителям после войны. А тогда, перед войной, со Сталином, членами Политбюро и всем высшим руководящим составом Красной армии, своими тревожными предчувствиями почему-то делиться не стал. А ведь не могла подготовка доклада быть трудной. Не надо мудрствовать. Не надо теории. Не надо заумных рассуждений. Если ты знаешь, что война неотвратимо надвигается, если знаешь, что готовность к войне не соответствует современным требованиям, выскажи это. То, о чем думаешь, то, о чем плачешь, то и скажи. Но хоть заплачь перед Сталином, как плакал на вокзале 8 июня 1940 года. И не могла подготовка доклада занять много времени. В августе 1939 года Жуков провел блистательную операцию по окружению и разгрому 6-й японской армии в монгольских степях. Это был первый в 20 веке сверкающий образец настоящего Блицкрига. Немецкое вторжение в Польшу произошло позже, в сентябре. Да, немецкий Блицкриг в Польше был шире по размаху. Однако советский Блицкриг в Монголии было гораздо труднее организовать. В Европе был хотя и напряженный, но мир. Внезапный удар в мирное время подготовить проще. А в Монголии уже шла война. Достичь внезапности в ходе войны труднее. Противник на чеку. Кроме того, германская армия в войне против Польши использовала свои стационарные аэродромы, базы снабжения, командные пункты, узлы связи, госпитали, ремонтные заводы и базы. А в Монголии не было ни железных, никаких других дорог, ни лесов, ни аэродромов, ни телефонных линий, ни телеграфных. Каждое бревно для строительства блиндажа, каждый телеграфный столб, каждая полена для солдатской кухни приходилось везти за сотни километров. Оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы приходилось везти по бездорожью иногда за тысячи километров. Японская армия – одна из сильнейших в мире. По уровню стойкости, дисциплины, отваги в бою и готовности к самопожертвованию, японская армия не знает себе равных. И вот, против этой армии была проведена молниеносная сокрушительная операция, в результате которой японские войска потерпели поражение, равного которому не было во всей предыдущей истории страны восходящего солнца. Во второй половине сорокового года из всех высших командиров Красной армии один только Жуков имел опыт проведения внезапной молниеносной наступательной операции с участием десятков тысяч солдат, сотен танков, самолетов и орудий. Вот он и должен был передать свой опыт остальным командирам, которые такого опыта не имели. И не надо помощи какого-то полковника Баграмяна, надо просто и ясно рассказать. Я готовил операцию так и так, а проводил ее вот эдак. Понятно, что будущие операции Красной армии по захвату Европы будут отличаться от операций в пустынных степях. Жукову следовало показать разницу между операциями в Центральной Азии и грядущими операциями в Центральной Европе. Вот и все. Представим, что Жуков сам готовил операцию по разгрому 6-й японской армии на Халхенголе. В этом случае ему не надо прилагать никаких умственных усилий для подготовки доклада, ведь он уже давно все продумал еще там, в степях Монголии. Остается только продиктовать машинистке свои воспоминания. Но Жуков не готовил сам операцию на Халхенголе, потому и не мог без чужой помощи внятно рассказать о ее подготовке и проведении. Вместо себя писать трактат о наступательной операции Жуков сажает полковника Баграмяна, который в тот момент опыта ведения современной войны не имел. Он тогда вообще никакого боевого опыта не имел. В Первой мировой войне Баграмян служил в запасных частях. В ходе гражданской войны был командиром кавалерийского эскадрона, но не в Красной армии. Он воевал против нее и не особенно успешно. В Армении, где командовал Баграмян, никаких достойных упоминаний о боев, операции и сражениях не было после гражданской войны, в декабре 1920 года Баграмян переметнулся на сторону победителей. Вот ему Жуков и поручил думать вместо себя о грядущей войне и готовить рецепты грандиозных побед. Глава 5, часть 4. Поражает тема доклада. Нас учили, что Советский Союз готовится к отражению вражеского нашествия. Если так, то на совещании высшего командного состава надо было решить один только вопрос. Как вражеское нашествие отразить? Почему же этот вопрос не обсуждался? Почему главной и единственной темой совещания была подготовка к вторжению в Центральную Европу? Мы видели горестного Жукова, который еще в июне 40-го года, подобно плачущей Ярославне, скорбил о грядущих жертвах. Коль так, откажись от доклада. Если в тебе осталось 40 граммов совести, если тебе дорога судьба страны и ее народа, стань и скажи. Не о наступлении надо думать, дорогие товарищи, а об отражении агрессии. Прежде чем насиловать чужую жену, надо подумать над тем, как свою собственную от изнасилования уберечь. Прежде чем планировать вторжение в Германию, давайте подумаем об обороне своей страны. После войны Жуков объяснял свои слезы при отъезде в Киев в июне 40-го года весьма возвышенно. Я окончательно укрепился в мысли, что война близка. Она неотвратима. Но какая она будет эта война? Готовы ли мы к ней? Успеем ли мы все сделать? Это он расскажет нам после драки. Почему эти красивые слова он не сказал там, на совещании высшего командного состава? Почему он не задал эти вопросы Сталину и другим товарищам из Политбюро? Вместо этого Жуков с высокой трибуны совещания говорил совсем другие слова. «Необходимо воспитывать нашу армию в духе величайшей активности, подготавливать ее к завершению задач революции путем энергичных, решительно и смело проводимых наступательных операций». Накануне войны. Материал о совещании высшего руководства состава РКК 23-31 декабря 1940 года. Москва. Терра. 1993 год. Страница 151. Вот его цель. Завершение мировой революции. Вот его метод. Внезапные сокрушительные наступательные операции. Глава 5. Часть 5. Историки-коммунисты нашли объяснение, почему Жуков на совещании говорил не об отражении агрессии, а о завершении задач мировой революции путем агрессивной войны. Объяснение вот какое. Жуков планировал быстренько отразить агрессию и тут же перейти в наступление. Хорошо придумано. Но придумано задним числом. И если Жуков планировал быстренько отразить агрессию, а потом бросить Красную Армию в решительное наступление на территорию противника, то следовало так и поступить. Следовало эту самую агрессию быстренько отразить. Отчего же не отразил? Одно из двух. Или никакое отражение агрессии вовсе не планировалось. Или планы отражения агрессии в два счета оказались нереальными и невыполнимыми. То есть дурацкими. Я склоняюсь к первому объяснению. Об отражении агрессии никто не думал. Агрессия Германии против СССР считалась невозможной. Потому стратегическая оборона Красной Армии не предусматривалась и не планировалась. Об этом говорит стенограмма совещания и множество других документов. Об отражении агрессии ни Жуков в своем докладе, ни другие докладчики и выступающие даже не вспомнили. Жуков говорил о внезапном нападении на противника. Победу обеспечит за собой та сторона, которая более искусна в управлении и создании условий внезапности и в использовании сил и средств. Внезапность современной операции является одним из решающих факторов победы. Придавая исключительное значение внезапности, все способы маскировки и обмана противника должны быть широко внедрены в Красную Армию. «Маскировка и обман должны проходить красной нитью в обучении и воспитании войск, командиров и штабов». Накануне войны. Материалы совещания Высшего руководства РГКА. 23-31 декабря 1940 год. Москва. Терра. 1993 год. Страница 151. Глава 5. Часть 6. В своих мемуарах Жуков назвал тему доклада на совещании, но текст почему-то не опубликовал и подробностей не сообщил. Вот они. Всего на площади 30 на 30 километров будет сосредоточено 200 тысяч людей, 1500, 2000 орудий, масса танков, громадное количество автотранспорта и других средств. Это Жуков говорил о концентрации сил одной из советских армий вторжения перед наступлением, добавляя, что таких армий будет много. Все, что написал полковник Баграмян, Жуков предложил Сталину, членам Политбюро и высшему командному составу Красной Армии. Эти предложения были приняты и осуществлены. Смотрите немецкую хронику, листайте немецкие журналы 41-го года, и вы увидите все то, о чем говорил Жуков. Масса танков, громадное количество автотранспорта и других средств. Все это было собрано у границ. И все сгорело. Немецким летчикам не надо было даже цели искать. Такую цель нельзя не заметить. Не надо было даже целиться. Тут не промахнешься. Если 200 тысяч солдат, полторы-две тысячи орудий, массу танков, громадное количество транспорта и других средств поставить в оборону, то можно создать непроходимый барьер на фронте в несколько сот километров. Если же поставить в оборону не одну армию, а все 26 советских армий, то фронт будет непробиваемым от Ледовитого океана до Черного моря. Но ни одна из 26 советских армий в Европе не стояла в обороне. Ни один корпус, ни одна дивизия, ни один полк. Все они были собраны в ударные группировки на предельно узких участках. Именно так, как рекомендовал великий стратег. У Жукова много рекомендаций в докладе. Раненых не надо вывозить далеко в тыл. Стратегические запасы надо сосредоточить у самых границ. Надо создать базы на грунте в 15-20 километрах от переднего края. Все было осуществлено. У самых границ германская армия захватила сотни тысяч тонн боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и прочего. А Красная Армия осталась без снарядов, патронов, без бензина и хлеба. Продолжим чтение доклада Жукова. Господство в воздухе – основа успеха операции. Это господство достигается смелым и внезапным мощным ударом всех ВВС по авиации противника в районах ее базирования. Для этого авиация располагается на аэродромах на удалении. Истребительная – 30-50 километров, бомбардировочная – 70-100 километров от переднего края. Но в этом случае наша авиация может попасть под внезапный удар. Как же уберечь свои самолеты от внезапного удара противника? Жуков дает простой ответ. Особой заботой командира и командующего ВВС армии будет не дать разбить свою авиацию на аэродромах. Лучшим средством для этого является внезапный удар нашей авиации по аэродромам противника. Внезапность является главным условием успеха. Вот видите, Жуков думает и о сохранении своей авиации. Точнее, Баграмян об этом думает за Жукова. Но рецепт сохранения своей авиации все тот же. Ударим внезапно по германским аэродромам и этим сохраним себя от внезапного удара. Других вариантов защиты наших аэродромов не предусматривалось. Глава 5, часть 7. Эти рекомендации тоже были приняты. Но потом, весной 1941 года, Жуков настоял на том, чтобы аэродромы придвинули к границе еще ближе. Истребительной авиации на 20-30 километров, бомбардировочной на 50-70. Не надо быть ни великим стратегом, ни ясновидящим, чтобы не понимать опасность такого расположения авиации. Давайте представим себе пост службы в нос. Воздушное наблюдение, оповещение, связь. И солдатика, который ранним воскресным июньским утром сидит на этом посту. Над его головой вдруг загрохотала армада германских бомбардировщиков. Наш солдатик поднял телефонную трубку и сообщил, куда следует. Слышу шум многих моторов. Идут. Высота. Курс. Прикинем, сколько потребуется времени, чтобы в соответствующем месте, куда стекаются сообщения от многих наблюдателей, информацию оценить, принять решение и отдать соответствующее распоряжение. Допустим, на это уйдет одна минута. А теперь представим себя в роли дежурного по авиационному полку или авиационной дивизии. Звякнул телефон. Боевая тревога. Дежурному надо разбудить командиров, летчиков, инженеров, техников, механиков. Всех их надо собрать из военного городка и доставить на аэродром. Ведь не под крыльями самолетов они спят. Потом надо снять маскировку с самолетов, снять чехлы, завести и прогреть двигатели. Вывести самолеты из укрытий, вырулить на старт, подняться в воздух, набрать высоту. А теперь задачи из элементарной математики для учеников третьего класса. Скорость самого тихоходного германского бомбардировщика Ю-87 – 350 км в час. Сколько минут ему потребуется для того, чтобы от государственной границы пролететь 20-30 км и бросить бомбы на взлетную полосу советского приграничного аэродрома. И еще одна задача для учеников начальных классов. Ситуация. Все советские командиры, летчики и техники не спят никогда. Все самолеты всегда готовы к взлету, и их двигатели постоянно работают. Все решения принимаются мгновенно и также мгновенно передаются исполнителям. Если советский авиационный командир, получив сигнал тревоги, начнет немедленно поднимать в воздух самолеты с интервалом в 30 секунд, то сколько потребуется времени, чтобы с одной взлетной полосы поднять в воздух и вывести из-под удара 120 бомбардировщиков? А если на аэродромах не по 120 боевых самолетов, а по 150-170, то сколько тогда потребуется времени? Не надо быть гениальным стратегом, не надо звать на помощь группы высоколобых экспертов, не надо современной электронной техники, чтобы понять. При таком расположении авиации использовать ее для обороны государства невозможно. И давайте оставим разговоры об устаревших советских самолетах. Если бы все они были сверхсовременными, то все равно при таком их расположении отреагировать на внезапный удар противника невозможно. И давайте не будем рассказывать басни о том, что мало было самолетов. Было их много, было их чудовищно много. Но что толку, если бы их было вдвое, втрое, в 10 раз больше? Представьте себя авиационным командиром. У вас на каждом приграничном аэродроме не по 120-150 самолетов, а по 300. Вам от этого легче? Воздушные армады противника, перелетев через границу, через 5-10 минут накрывают ваши аэродромы. А вам только на подъем в воздух 300 самолетов требуется 2,5 часа. Если они будут взлетать через 30 секунд. А если задержка на старте? А если они взлетают с интервалами в 40 секунд? Кстати, 300 самолетов на одном аэродроме – это не моя фантазия. Бывало и такое. Бывало и хуже. Генерал-полковник авиации Батюхин приводит сведения. 60-я истребительная авиационная дивизия базировалась на одном аэродроме размером 800 на 900 метров. Воздушная мощь Родины. Военный сдат. 1988 год. Страница 160. Дивизия – это 5 авиационных полков. Как правило. Бывает и больше. А может, дивизии были не полностью укомплектованы? К этому вопросу мы еще вернемся и увидим, что советские авиационные полки и дивизии самолетами были укомплектованы полностью. Кроме того, часто имели не по одному комплекту самолетов, а по два и более. И если бы все авиационные командиры, все летчики, техники, механики и прочие аэродромные братья каждую ночь спали под крыльями самолетов, то и тогда при внезапном нападении поднять авиацию в небо и вывести ее из-под удара было невозможно. Даже если бы вообще летчики никогда не спали, если бы они сидели, не вылезая в кабинах самолетов, если бы двигатели работали, не останавливаясь, то все равно при внезапном ударе противника наша авиация неизбежно погибала. А после этого гигантские скопления советских танков, пехоты и артиллерии превращались в циклопа с выбитым глазом. И хорошо, если ваш аэродром далеко от границы, в 12-15 километрах, тогда у вас 2-3 минуты времени от момента перелета противником воздушной границы до падения первой бомбы на взлетную полосу. За 2-3 минуты можно что-то предпринять. Но не все же аэродромы находились так далеко от границ. Генерал-полковник Сандалов свидетельствует. Штурмовой полк перебазировался на полевой аэродром в 8 километрах от границы. Военно-исторический журнал, 1971 год, номер 7, страница 21. Это 74-й штурмовой авиационный полк 10-й авиационной дивизии 4-й армии Западного фронта. Перебазирование 20 июня 41 года по приказу начальника генерального штаба РГКА генерала армии Жукова. Не позавидуем командиру этого полка. Если бы он, бедняга, все ночи напролет сидел с телефонной трубкой возле уха, и если бы в момент нарушения воздушной границы сигнал боевой тревоги был немедленно передан на аэродром, то у командира полка было бы в запасе чуть больше минуты времени в случае, если летят тихоходные немецкие Ю-87. А если удар наносили скоростные Ю-88, то времени у командира оставалось меньше минуты. Если же ударит с той стороны немецкая артиллерия, то времени вообще никакого не остается. В один момент снаряды перепашут взлетную полосу, разнесут в клочья боевые самолеты и будут долго рваться бомбы на складах, и долго будет смрадом застилать небо горящий бензин. Именно это и случилось утром 22 июня. Бывало и хуже. На советский аэродром Воронах, Литва, 22 июня 41 года ворвались немецкие танки. Тоже картина не для слабонервных. На аэродроме летчики, их вооружение пистолет ТТ. Против танка это не лучшее оружие. У охраны винтовки, у мотористов гаечные ключи. Хорошо нашим железнодорожникам. У границ по приказу Жукова были сосредоточены 10 железнодорожных бригад численностью в 70 тысяч человек для перешивки германской колеи на широкий советский стандарт. Так вот, бойцы железнодорожных бригад пробовали от немецких автоматчиков отбиваться кувалдами, лопатами, кирками, разводными ключами. А в авиации кувалда не у каждого. Как без кувалды от танков отбиваться? Совсем не один аэродром воронах. Первый день войны попал под танковые гусеницы. Много их было. Говорят, Сталин во всем виноват. Однако в данном случае мнение о сталинской вине не подтверждается. Накануне войны Сталин решил заслушать своих стратегов. Стенограмма совещания высшего командного состава РККА свидетельствует. Сталин в работу совещания не вмешивался, своего мнения не навязывал и не высказывал. Каждый маршал и генерал говорил то, что считал нужным сказать. То, что думал. Сталин намеревался заслушать мнения своих стратегов. Но у стратега Жукова не оказалось времени на подготовку к совещанию. Жуков не мог высказать того, что думал. Не потому, что ему мешали говорить, а потому, что он ничего не думал. Но я утверждаю. Жукова за разгром 41-го года ругать нельзя. Какой Жукова спрос? За Жукова думал другой дядя. Вот он во всем и виноват. Глава 6. Совещание в декабре. Огромное значение для успеха имеет применение новых средств борьбы и приемов нападения. Прежде чем противник найдет способ противодействия, наступающий может воспользоваться всеми выгодами, которые дает в этих случаях элемент внезапности. Доклад на совещании высшего командного состава РКК. 26 декабря 1940 года. Генерал армии Жуков. Часть 1. 23 декабря 1940 года в Москве открылось совещание высшего командного состава РКК. Оно продолжалось 9 дней без выходных и завершилось вечером 31 декабря. На совещании присутствовали руководители наркомата обороны и генерального штаба. Начальники центральных и главных управлений, командующие и начальники штабов военных округов и армий. Генералы-инспекторы родов войск, начальники всех военных академий, командиры некоторых корпусов и дивизий. Всего 276 маршалов, генералов и адмиралов. Как и предусматривалось, на совещании присутствовал Сталин и весь состав Политбюро. Совещание было собрано в обстановке строго секретности. Генералы прибывали в Москву в закрытых вагонах или на военных самолетах. Их встречали в укромных местах и в закрытых машинах доставляли во внутренний двор гостиницы Москва. Генералам, которые прибыли в Москву из других мест, выход на улицы столицы был запрещен. Газеты Дальневосточного фронта и военных округов продолжали печатать портреты своих командующих и репортажи об их повседневной деятельности, создавая впечатление, что они находятся не в Москве, а на своих боевых постах. Перед началом заседаний во внутреннем дворе гостиницы генералов сажали в закрытые автобусы и доставляли в генеральный штаб. Таким же порядком после завершения заседаний возвращали в гостиницу. Понятно, сама гостиница была очищена от постороннего элемента и находилась под особой охраной и наблюдением. Пока существовал Советский Союз, материалы совещания были закрыты грифом «совершенно секретно». Если бы Советский Союз не сгнил и не рухнул, то сейчас об этом совещании мы бы знали только то, что рассказывал Жуков. Почему-то ни наших официальных историков, ни наших многочисленных прикормленных друзей за рубежами эта секретность не удивляет. А ведь ситуация невероятная. За шесть месяцев до германского вторжения состоялось совещание, на котором девять дней сидел Сталин, весь состав Политбюро и все высшее руководство Красной Армии. Они о чем-то говорили, что-то обсуждали, о чем-то спорили. Они готовились к святой оборонительной войне, к отражению вражеского нашествия. И вот война началась, отгремела и завершилась. Прошло десять лет после ее начала, двадцать, тридцать и пятьдесят лет. Но нельзя рассказывать о том, как руководство Советского Союза и Красной Армии готовилось к отражению агрессии. Да почему же? И еще. Никому из участников совещания рассказывать о нем было нельзя, ибо тайна военная. А Жукову можно. Но тайна – это нечто вроде воздуха в резиновом шарике. Стоит шарик чуть иголочкой ткнуть, и все содержимое через дырочку вырвется наружу, а шарик лопнет. Стоит какому-нибудь Жукову болтнуть лишнего, и тайна перестает быть тайной. Но в нашем чудесном государстве этого почему-то не происходило. Жуков открыто рассказывал о совещании высшего командного состава, которое состоялось в декабре сорокового года, но от его болтовни тайна не переставала быть тайной. Материалы совещания все так же оставались совершенно секретными, несмотря на то, что Жуков эти секреты открыл всему свету. Что же это за тайна такая, если ее можно выбалтывать? Глава 6, часть 2. 3 января 1939 года Верховный Совет СССР пересмотрел и утвердил новый текст военной присяги, а также положение о порядке ее принятия. 23 февраля 1939 года вся Красная Армия была к присяге приведена. Весь личный состав от рядового до маршала принимал присягу в индивидуальном порядке. Каждый подписывался под ее текстом. В тот день военную присягу принял и сам Сталин. И вот через 30 лет, в 1969 году вышли мемуары Жукова. И Жуков рассказал, что на совещании высшего командного состава в декабре сорокового года обсуждались вопросы возможного нападения Германии на Советский Союз и отражение гитлеровской агрессии. Все это весьма интересно, но это разглашение секретов. Ведь в момент выхода мемуаров Жукова материалы совещания хранились как величайшая государственная тайна, которую предполагалось никогда не раскрывать. Жуков, принимая присягу, клялся хранить военную и государственную тайну. А завершалась присяга так. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Никто Жукова от военной присяги не освобождал. Он клялся быть верным присяге не до пенсии, а до последнего дыхания. Я-то, простой советский офицерик, прочитав в 1969 году откровение Жукова про совещание высшего командного состава, решил. Злой умысел налицо. Вот сейчас Жукова Георгия Константиновича постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Не тут-то было. За нарушение присяги Жукова тут же постигла всеобщая безумная любовь, обожание и обожествление. Я еще тогда подумал, ах вот где таится секрет успеха и всенародной любви. Глава 6, часть 3. Как же дошли мы до жизни такой? Жуков демонстративно, на виду всего мира, нарушил присягу. Но почему никто не обвинил его в предательстве? Жуков по злому умыслу разглашал военные секреты страны, а его почему-то не объявили во всесоюзный розыск. Куда смотрели наши компетентные органы? Как объяснить поведение Жукова и поведение руководителей страны, которые попустительствовали изменнику? Неясности прояснились после крушения Советского Союза. Оказалось, что Жуков нас обманул. Он только прикидывался предателем, но никаких военных тайн не раскрыл. В данном случае присяга Жуковам не была нарушена. О ходе совещания высшего командного состава Жуков просто врал. Он рассказывал в своей книге, все принявшие участие в прениях и выступившие с заключительным словом нарком обороны были единодушны в том, что если война против Советского Союза будет развязана фашистской Германией, воспоминания и размышления, страница 191. Это не так. Ни о каком нападении Германии на Советский Союз речь не шла. Речь шла о нападении на Германию. Вот потому материалы совещания и оставались совершенно секретными до тех пор, пока не рухнул Советский Союз. Сам Жуков говорил на том совещании о новых приемах нападения. Внезапного нападения. И все выступающие говорили только об этом. Например, начальник штаба Прибалтийского особого военного округа генерал-лейтенант Клёнов, который выступал первым после Жукова, говорил не о простых наступательных операциях, но о операциях особого рода. Это будут операции начального периода, когда армия и противника не закончили еще сосредоточение и не готовы для развертывания. Это операции вторжения для решения целого ряда особых задач. Это воздействие крупными авиационными и, может быть, механизированными силами, пока противник не подготовился к решительным действиям. Механизированные части придется использовать самостоятельно, даже несмотря на наличие крупных инженерных сооружений, и они будут решать задачи вторжения на территории противника. Накануне войны материалы совещания высшего руководства РКК 23-31 декабря 1940 года. Москва. Терра. 1993 год. Страница 153-154. После распада Советского Союза стенограмма совещания была опубликована отдельным томом, но в наши головы давно вбиты фантастические рассказы Жукова о том, что якобы накануне войны советские генералы обсуждали вопросы отражения германской агрессии. Потому мы не ищем новых материалов о начале войны. И так все ясно. Потом книгу о совещании высшего командного состава мало кто заметил. А зря. Всю книгу мне не пересказать. В ней 407 страниц. Ее надо найти и прочитать три раза. Или четыре. Глава шестая, часть четвертая. О характере этого совещания можно судить по короткому обмену репликами. Генерал-лейтенант Ремезов, командующий войсками Орловского военного округа, начинает свое выступление обращением к Народному комиссару обороны, маршалу Советского Союза, Тимошенко. Товарищ Народный комиссар обороны, современную оборону мы понимаем, прежде всего, Тимошенко. Мы говорим не об обороне. Накануне войны материалы совещания высшего руководящего состава РКК 23-31 декабря 1940 года. Москва. Терра. 1993 год. Страница 170. После войны была выдумана теория. Мы готовились остановить противника не обороной, а нанесением контрударов. Так вот, ни о каких контрударах на том совещании речь не шла. Наоборот, целесообразность нанесения контрударов активно отрицалась. Выступает командующий войсками Уральского военного округа генерал-лейтенант Ершаков. Я не согласен с контратакой и контрударом. Накануне войны. Материалы совещания высшего руководства РКК 23-31 декабря 1940 год. Страница 334. О контрударах говорили только тогда, когда речь заходила о противнике. Мы наступаем. Противник стоит в глухой обороне и наносит контрудары. Обсуждались вопросы не как нам наносить контрудары, а как отбивать контрудары противника. Глава 6, часть 5. Первым и центральным докладом был доклад Жукова о способах внезапного нападения на противника. Тема второго доклада «Военно-воздушные силы в наступательной операции и в борьбе за господство в воздухе». Докладчик начальник главного управления ВВС Красной Армии генерал-лейтенант авиации Рычагов. Жуков пишет. «Это было очень содержательное выступление». Воспоминание размышления, страница 191. Больше Жуков ничего не сказал. Пришлось ждать еще четверть века, пока не развалился Советский Союз и не была опубликована стенограмма совещания. Суть очень содержательного выступления Рычагова сводилась к тому, что лучшим способом поражения авиации на земле является одновременный удар по большому количеству аэродромов возможного базирования авиации противника. Накануне войны. Материалы совещания высшего руководящего состава РККА. 23-31 декабря 1940 год. Страница 177. И еще доклад. Использование механизированных соединений в современной наступательной операции и ввод механизированного корпуса в прорыв. Докладчик, командующий войсками Западного особого военного округа генерал-полковник танковых войск Павлов. Вот только один пассаж из его доклада. Польша перестала существовать через 17 суток. Операции в Бельгии и Голландии закончились через 15 суток. Операция во Франции до ее капитуляции закончилась через 17 суток. Три очень характерные цифры, которые не могут меня не заставить принять их за некое возможное число при расчетах нашей наступательной операции. Накануне войны. Материалы совещания высшего руководства РККА 23-31 декабря 1940 год. Страница 255. Глава 6. Часть 6. В те времена по советским уставам полоса обороны дивизии 8-12 километров. Выступающие на совещании единогласно выступают за расширение полосы обороны. Уж слишком высокая плотность войск в обороне получается. Зачем так много войск ставить в оборону, обрекая их на бездеятельность? Дать дивизии полосу обороны в 30 километров. Дать ей 40, а высвободившиеся войска бросить в наступление. Рассматривались другие возможности концентрировать все силы на тех направлениях, где мы будем наносить внезапные удары по Германии. А на второстепенных направлениях не обороняться вообще. На тех направлениях надо просто оголять границу. Выступает начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Понеделин. Иссылаясь на опыт гражданской войны, призывает смело снимать войска там, где мы наступать не намерены. Чтобы сконцентрировать огромные силы там, где будем наступать. Вы помните, наши руководители не боялись, идя на оголение целых больших пространств, с тем, чтобы собрать нужные войска на нужном направлении фронта. Накануне войны материалы совещания высшего руководящего состава РККА 23-31 декабря 1940 года, страница 321. Генерал-майор Понеделин не зря говорит о каких-то безымянных руководителях. В ходе гражданской войны ради создания ударных группировок весьма смело оголял второстепенные участки фронта Тухачевский. За эту смелость Тухачевский поплатился величайшим разгромом. Под Варшавой пан Пилсудский внезапно ударил со стороны фланга, который Тухачевский так смело оголил. Но урок Тухачевского ничему не научил некоторых наших полководцев. Вот Понеделин и требует повторить опыт Тухачевского, не называя его по имени. За несколько месяцев до этого совещания завершилась война против Финляндии. Главные силы Красной Армии штурмовали линию Маннергейма на Карельском перешейке. А Понеделин был командиром 139-й стрелковой дивизии и обеспечивал второстепенное направление. И вот он делится своим опытом. 139-я стрелковая дивизия построила прочную оборону на фронте 30 километров, имея справа открытое пространство в 50 километров и слева 40 километров. Страница 323. Не надо думать, что все высшие командиры Красной Армии слепо верили в ценность опыта гражданской войны, когда ради создания наступательных группировок некоторые полуграмотные стратеги типа Тухачевского оголяли второстепенные участки фронта. Были у нас и толковые полководцы. Против широкого использования старого опыта весьма резко выступал маршал Советского Союза Симон Михайлович Будённый. Когда Понеделин сказал о том, что его дивизия доблестно удерживала 30 километров, имея справа и слева оголенные участки границы общей протяженности в 90 километров, Будённый не выдержал и бросил из президиума. А противник перед вами был? На это зал ответил дружным хохотом. Но не все смеялись. Для генерала армии Жукова опыт гражданской войны был священным. Жуков держался за этот опыт, как слепой, держится за стену, и продвигал наверх тех, кто этим опытом дорожил. Через месяц после совещания Жуков стал начальником генерального штаба. Он не забыл Понеделина, который призывал смело оголять фронт. В своем докладе Жуков требовал собирать для удара гигантскую мощь на узких участках. Помните? Всего на площади 30 на 30 километров будет сосредоточено 200 тысяч людей, полторы-две тысячи орудий, масса танков, громадное количество автотранспорта и других средств. Для того, чтобы это сделать, надо где-то фронт оголять. Молодец, Понеделин! Должность Понеделина очень высокая. Начальник штаба Ленинградского военного округа. Ведь он еще только генерал-майор. Однако Ленинградский военный округ в предстоящем сокрушении Германии будет играть второстепенную роль. И Жуков предлагает Понеделину должность чуть пониже, зато на главном направлении войны. Там, где есть возможность отличиться. Понеделин становится командующим 12-й армией во Львовско-Черновицком выступе. Понеделин действует так, как требует интереса нападения. Силы в ударный кулак, а границу оголить. Результат. В июне 41-го года 12-я армия Понеделина была разбита, как все советские войска первого стратегического эшелона. Сам Понеделин попал в плен. После войны его под конвоем привезли в Москву, судили и расстреляли. А Жуков, который Понеделина поставил на границу и горячо поддержал идею смелого оголения фронта, остался в стороне. Жуков – герой и великий гений. Глава 6, часть 7. Доклад. Характер современной оборонительной операции прочитал командующий войсками Московского военного округа генерал армии Тюленев. Ага. Значит, все-таки рассматривали вопросы обороны. Да, рассматривали. Вот что Тюленев сказал в докладе. Мы не имеем современной обоснованной теории обороны. И это чистая правда. Советская военная мысль до декабря 40-го года этим вопросом обороны не занималась. И после декабря тоже. Ибо Тюленев тут же и доложил, что такая теория нам не нужна. Будем обороняться, но только в редких случаях. Только на отдельных второстепенных направлениях. Цель обороны не в том, чтобы защитить страну от агрессора. Цель другая. Мы будем проводить грандиозные, внезапные, наступательные операции на территории противника. Для этого требуется собирать огромные силы на узких участках. Чтобы такие силы собрать, мы будем снимать почти все со второстепенных направлений. И вот там, на оголенных направлениях, мы и будем иногда обороняться. Тюленев выразил мысль, с которой никто не спорил. Оборона будет составной частью общего наступления. Оборона является необходимой формой боевых действий на отдельных второстепенных направлениях в силу экономии общих сил для наступательных действий и изготовления для удара. Накануне войны. Материалы совещания высшего руководства состава РКК. 23-31 декабря 1940 год. Страница 210. Советское наступление в Европу готовилось не корпусами, не армиями и даже не фронтами. Народный комиссар обороны, маршал Советского Союза Тимошенко, в заключительном слове призвал присутствующих иметь в виду возможность одновременного проведения на театре войны двух, а то и трех наступательных операций, различных фронтов с намерением стратегически, как можно шире, потрясти всю обороноспособность противника. Накануне войны материалы совещания высшего руководящего состава РКК 23-31 декабря 1940 год. Страница 350. А оборона на главных направлениях не предусматривалась даже теоретически, только на второстепенных. На совещании было подтверждено мнение, которое господствовало в Красной Армии с момента ее создания. Главное – наступать целыми армиями, фронтами и группами фронтов, но на отдельных направлениях иногда будут переходить к обороне – полк или дивизия, ну, может быть, корпус. Договорились до того, что к обороне может перейти даже целая полевая армия. В июне 1941 года на европейской территории СССР в составе пяти фронтов и группы резервных армий находилось 26 полевых армий. Ситуация, когда две армии рядом могут перейти к обороне на одном направлении плечом к плечу, считалась совершенно невероятной и даже теоретически не рассматривалась. Об этом говорил и Жуков в своих мемуарах. Генерал армии Тюленев подготовил основной доклад – характер современной оборонительной операции. Согласно заданию, он не выходил за рамки армейской обороны и не раскрывал специфику современной стратегической обороны. Воспоминания и размышления, страница 190. И вот, наш великий стратег Жуков на такое положение вещей не реагировал никак. Ни в сороковом году, ни четверть века спустя. Согласно заданию, стратегическая оборона не готовилась и даже теоретически не рассматривалась. Раз задание никто не поставил, значит Жуков ничего в этом направлении делать не будет. Подход чисто солдафонский. Делаем то, что приказывают. То, что не приказывают, не делаем. Инициативу проявить не в характере нашего героя. Мог бы Жуков инициативу открыто и не проявлять, а просто намекнуть Сталину о стратегической обороне. Или на крайний случай, если Жуков боялся сам поднимать этот вопрос, он мог приказать кому-то из подчиненных невзначай об обороне государства заикнуться. Но не заикнулся никто. Вывод у меня вот какой. В июне сорокового года, уезжая в Киев, Жуков плакал не от того, что предчувствовал великие беды. Причина другая. После разгрома шестой японской армии на Халхенголе, он рассчитывал получить высокий пост в Москве, а его в Киев отправляют. Как не заплакать? Вот объяснение его горю. Если же поверить объяснению, которое дал сам Жуков, тогда картина получается куда более мерзкой. Давайте на мгновение поверим Жукову. В июне сорокового года он окончательно укрепился в мысли, что война близка и она неотвратима. Он уезжал в Киев с ощущением надвигающейся трагедии. Он плакал от того, что понимал неизбежность войны и знал о неготовности страны к обороне. И вот в декабре сорокового года, когда Сталин представил возможность говорить, Жуков ни словом не обмолвился о необходимости стратегической обороны. Я мог бы применить всякие эпитеты, но воздержусь. Вы уж сами решения выносите, исходя из следующих фактов. Жуков заявляет, что знал о грядущей трагедии, но никого об этом не предупредил. Он знал, что нападение Германии обернется гибелью десятков миллионов граждан страны, которая доверила ему свою безопасность. Понимая это, он горько поплакал и успокоился. Жуков знал, что в результате нападения Германии Советский Союз будет разорен и отброшен в Третий мир. Но из трусости, из карьерных или еще каких-то соображений. Он не вспоминал о стратегической обороне, когда была возможность о ней говорить. Жуков хвалился после войны, что все понял еще в июне 40-го года. С той поры моя личная жизнь была подчинена предстоящей войне, хотя на земле нашей еще был мир. Но Жуков не готовил стратегическую оборону. Он даже боялся о ней вспоминать. На совещании в январе 41-го года. Свою трусость он оправдывает тем, что ни ему, ни другим генералам такую задачу не ставили. Храбрость солдата в том, чтобы идти на вражьи штыки. Храбрость генерала в том, чтобы иметь свое мнение и отстаивать его перед кем угодно. Солдат идет на смерть, но и генерал обязан проявлять солдатское мужество. Убейте, но я останусь при своем. Нам нужно готовиться к обороне страны. Выбирайте одно из двух. Либо Жуков не стратег, а хвостун. Он ничего не знал и ничего не предвидел. Все свои предвидения он придумал после войны. Либо Жуков трус. Он все знал, все предвидел, но побоялся говорить. Я склоняюсь к первому решению. Хвостун. Ибо если предположить, что он трус, тогда получается очень нехорошо. Выходит, что трусость Жукова обернулась для нашего народа десятками миллионов ненужных жертв и распадом страны. Глава седьмая. Как Жуков громил Павлова. Священная война СССР против Гитлера была всего-навсего душераздирающей борьбой за право сидеть не в чужеземном, а в собственном концлагере, питая надежды расширить именно его на весь мир. Бабий Яр, страница 265, Кузнецов. Часть первая. Совещание высшего командного состава Красной Армии завершилось в 18.00, 31 декабря 1940 года. Большая часть генералов, которые принимали участие в совещании, была скрытна и срочно отправлена к местам службы. В Москве остались самые главные. Еще до завершения совещания в 11.00, 31 декабря, группе в составе 49 высших командиров были вручены задания на оперативно-стратегическую игру. Предстояло сражение на картах, между восточными и западными. По своему размаху и важности, эта игра была крупнейшей за все предвоенные годы. Военно-исторический журнал, 1986 год, номер 12, страница 41. Войска восточных, то есть советские войска, возглавлял командующий западным особым военным округом герой Советского Союза генерал-полковник танковых войск Павлов. Во главе войск западных, то есть германских, стоял командующим киевским особым военным округом герой Советского Союза генерал армии Жуков. В группе Павлова 28 генералов. Начальник штаба фронта Восточных, начальник оперативного отдела, заместитель начальника штаба по тылу, командующий ВВС фронта с начальником своего штаба, начальник службы военных сообщений, командующий армиями со своими начальниками штабов, командующий Балтийским флотом, командиры мех корпусов. В группе Жукова 21 генерал примерно с такими же функциями. Они изображали немцев. На изучение обстановки давалось 3 часа. Затем состоялось заключительное заседание совещания. После этого, уже в сам новогодний вечер, участникам игры давалось еще 3 часа на составление директивы в соответствии с занимаемой по игре должностью. После этого, все совершенно секретные документы у участников игры были изъяты. На осмысление полученного задания отводилось 2 ночи – с 31 декабря на 1 января и с 1 на 2 января. И один день – 1 января 1941 года. Но во время осмысления никаких документов и записей иметь на руках не полагалось. Игра началась утром 2 января 1941 года в генеральном штабе РККА. Разыгрывался сценарий будущей войны. Руководитель игры – Народный комиссар обороны СССР, герой Советского Союза, маршал Советского Союза Тимошенко. В руководстве игры – 12 высших военачальников РККА, включая 4 маршалов Советского Союза. Наблюдатели – Сталин Иосиф Виссарионович и весь состав Политбюро. Глава 7, часть 2. На огромных картах развернулось колоссальное сражение. Пока еще на картах сшиблись две самых мощных армии нашей планеты. Несколько дней и ночей, без сна и отдыха, штабы двух противоборствующих сторон оценивали обстановку, принимали решения, отдавали приказы и распоряжения. Пока еще на бумаге в сражения вводились тысячи танков, самолетов, десятки тысяч орудий и минометов, миллионные массы войск. Из столовых районов перебрасывали сотни тысяч тонн боеприпасов, топлива, инженерного, медицинского и другого имущества. В прорыв шли дивизии, корпуса и целые армии. Эту игру Жуков описал в своих мемуарах. Игра изобиловала драматическими моментами для восточной стороны. Они оказались во многом схожими с теми, которые возникли после 22 июня 1941 года, когда на Советский Союз напала фашистская Германия. Воспоминания и размышления, страница 193. Об этой игре Жуков рассказывал многократно. Вот один из вариантов его рассказа. Записал и опубликовал писатель Константин Симонов. Жуков рассказал следующее. В этой игре я командовал синими, играл за немцев. А Павлов, командовавший западным военным округом, играл за нас. Командовал красными, нашим западным фронтом. На юго-западном фронте ему подыгрывал Штерн. Взяв реальные исходные данные и силы противника немцев, я, командуя синими, развил операцию именно на тех направлениях, на которых потом развивали их немцы. Наносил свои главные удары там, где они их потом наносили. Группировки сложились так, как они потом сложились во время войны. Конфигурация наших границ, местность, обстановка – все подсказывало мне именно такие решения, которые они потом подсказали немцам. Игра длилась около восьми суток. Руководство игрой искусственно замедляло темп продвижения синих. Придерживало его. Но синие на восьмые сутки продвинулись до района Барановичей. Причем, повторяю, при искусственно замедленном темпе продвижения. Случилось вот что. В глубоком бетонном бункере в Цосине под Берлином несколько особо проверенных германских генералов и фельдмаршалов планировали операцию Барбаросса. 18 декабря 1940 года план операции был доложен Гитлеру и Гитлером утвержден. А через две недели, 2 января 1941 года, в Москве командующий войсками Киевского особого военного округа генерал армии Жуков посмотрел на карту, поставил себя на место немецких военных мыслителей и весь немецкий план мысленно воспроизвел. В тот момент Жуков не мог знать планов Гитлера. Если советская разведка и добыла такие планы, то все равно командующий округом ни при каких обстоятельствах не мог быть допущен к секретам такой важности. И тем не менее, Жуков весь германский план Барбаросса предвосхитил. Ничего удивительного в этом нет. Немецкие генералы и фельдмаршалы искали оптимальный, самый лучший вариант разгрома Красной Армии. Жуков встал на их место, посмотрел на карту немецкими глазами и нашел то же самое решение. Писатель Иван Стаднюк пишет о Жукове. Талант его был настолько ярким, что одного взгляда на карту ему было достаточно для того, чтобы оценить ситуацию. Ставя себя на место немецкого командования, он почти безошибочно предугадывал решения, которые принимались немцами. Военно-исторический журнал 1989 год, номер 6, страница 6. Именно это и случилось в январе 41-го года. Гитлер и его генералы принимали решения. А Жуков практически в тот же момент все эти решения предугадал. Оценивая этот случай, Стаднюк делает неоспоримый вывод. Гениальный полководец. На этой стратегической игре Жуков в пух и прах разбил генерал-полковника танковых войск Павлова. Жуков в январе 41-го года на картах гнал Павлова до Барановичей точно так же, как Гот и Гудериан полгода спустя в июне 41-го года гнали войска Павлова уже не в шутку, а всерьез. Войска Павлова сначала были разбиты Жуковым на картах, потом они были разбиты танковыми группами Гота и Гудериана уже на полях сражений. 4 июля 41-го года генерал армии Павлов по приказу Сталина был арестован, судим и 22 июля расстрелян. Во времена Брежнева, когда все силы идеологического аппарата страны были брошены на раздувание культа личности Жукова, на экраны вышла многосерийная киноэпопея Озерова о войне, среди прочего показана сцена ареста Павлова. Его упрекают «Как же ты допустил такой разгром?» А Павлов зло отвечает «Кто же думал, что немцы будут действовать так, как предсказал Жуков?» В уста арестованного Павлова создатели эпопеи вложили фразу, которой он со злостью признает гениальность Жукова. Глава 7, часть 3. «Когда вышли мемуары Жукова, я был совсем молодым лейтенантом. Читаю и переполняюсь удивлением. И не надо быть генерал-лейтенантом, генерал-полковником или маршалом. Не надо быть профессором или академиком, чтобы фальшь в Жуковском описании уловить. А ведь фальшь скрипит и скрижищет». Почему, во-первых, на стратегической игре наши войска возглавлял командующий военным округом генерал-полковник танковых войск Павлов? В тот момент в Советском Союзе было 16 военных округов и один фронт. Всем ясно сейчас, и ясно было тогда, что стратегическая игра была прямо связана с надвигающейся войной. Никогда таких игр в присутствии Сталина и Политбюро не проводилось. А тут, прямо в январе 41-го года, отрабатываются варианты обороны государства от страшного врага. Командующий округом не тот уровень, чтобы решать государственную задачу подобной важности. Если отрабатываются варианты отражения агрессии, то наши войска в игре должен возглавить начальник генерального штаба генерал-армии Мерецков. Он должен сам убедиться и продемонстрировать Сталину, что планы обороны, которые подготовил генеральный штаб, реальны и могут быть выполнены в случае войны. А задача присутствующих генералов, адмиралов и маршалов – углядеть, подметить и вскрыть недостатки в планах Мерецкова. И потом на разборе на промахе на просчеты указать. Стратегическая игра на картах – это то место, где можно делать ошибки. Интерес начальника генерального штаба в том, чтобы присутствующие нашли любую слабину в его планах и замыслах, отражение грядущей агрессии. Пусть ошибки в планировании будут выявлены сейчас, в тиши кабинетов, чем потом в грохоте сражений. Почему, во-вторых, Сталин не снял Павлова с должности? Уж на расправу товарищ Сталин был скор. Тех, кто работать не умел, Сталин смещал с должности немедленно, со всеми вытекающими последствиями. Но вот загадка. Жуков наглядно показал Сталину, что Павлов командовать не способен, что в случае войны войска Павлова будут немедленно разгромлены. Но Сталин никаких мер в отношении Павлова не принимает. Павлова с должности не снимает и другим генералам его не заменяет. Может быть, товарищ Сталин был добрым и мягким? Почему в-третьих? В феврале 41-го года генерал-полковник танковых войск Павлов получил следующее воинское звание. Сразу после той игры Павлов стал генералом армии. В то время по пять звезд на петлицах. В Красной армии генеральские и адмиральские звания введены в 1940 году. 4 июня 40-го года по становлениям Совета народных комиссаров СССР новые звания были присвоены 966 генералом и 74 адмиралом. В этой тысяче высшее генеральское звание генерал армии. Получили только трое – Жуков, Мерецков и Тюленев. 23 февраля 1941 года генералами армии стали еще двое – Апанасенко Иосиф Ордионович и Павлов Дмитрий Григорьевич. Что же получается? В январе 1941 года при всем честном народе в присутствии Сталина, всего состава Политбюро и высшего командного состава Красной армии Великий Жуков разбил беспомощного придурковатого Павлова и гнал его без остановок вглубь страны. И вот в феврале Сталин возводит этого непутевого Павлова в первую пятерку из тысячи своих генералов, уравняв в воинском звании с Жуковым. Почему в-четвертых в сражении на картах за немцев играет командующий в военном округе генерал армии Жуков, что он о немцах знает? За противника должен был играть никто иной, как начальник главного разведывательного управления генерального штаба РКК генерал-лейтенант Голиков. Ему по должности положено о противнике знать больше всех. Знать, кто такие Гитлер, Геринг, Кейтель, Йодль, Клейст. Начальник ГРУ обязан знать их планы. Он должен ясно представлять, на что они способны и на что не способны, какие у них силы и как они их могут использовать. Предвосхищать коварные планы супостата обязан не командующий округом, пусть и четырежды гениальный, а начальник ГРУ. И на стратегической игре должен был именно он продемонстрировать. Гитлер может действовать вот так и так. Ну-ка, что вы этому можете противопоставить? А ежели враг вот так ударит, что тогда запоете? Интерес начальника ГРУ на этой игре в том, чтобы поставить советские войска в самую тяжелую из всех возможных ситуаций. Если потом на войне возникнет кризис, начальник ГРУ может сказать. А ведь я вас всех еще в январе предупреждал. Но почему-то на этой игре начальник генерального штаба генерал армии Мерецков и начальник ГРУ генерал-лейтенант Голиков выступали не в роли самых заинтересованных игроков. Они сидели в руководстве и взирали на сражения Жукова и Павлова как судьи. Странно все это. Глава 7, часть 4. Удивительные рассказы Жукова о том, как он предугадал планы Гитлера, вошли не только в наши учебники. Многие историки Великобритании и США, Франции и Израиля, Италии и Германии тоже рассказывают своим читателям, как великий стратег Жуков предсказал все, что намеревался делать Гитлер и его генералы. Слова Жукова переведены на многие языки. Я развил операцию именно в тех направлениях. Я наносил свои главные удары. Все подсказывало мне. Слова Жукова красиво звучат не только на русском языке, но и в переводе на любой другой язык. Однако. Однако Жуков предугадывал планы Гитлера и громил Павлова на стратегической игре не сам. Кроме Жукова в группе, которая играла роль германского командования, было еще 20 советских генералов, адмиралов и офицеров. Вот некоторые из них. Генерал-полковник Штерн, командующий единственный в тот момент Дальневосточным фронтом. Генерал-лейтенанты Черевиченко, Херпонос. Оба в ближайшем будущем генерал-полковники. Оба командующие фронтами. Генерал-майор Толбухин. Через три года, пройдя на войне все ступени служебной лестницы, он станет маршалом Советского Союза, одним из выдающихся сталинских полководцев. Генерал-лейтенант авиации Жигарев и генерал-майор авиации Новиков. Оба в ближайшем будущем главные маршалы авиации. Оба, один за другим, будущие главнокомандующие ВВС Красной Армии. Генерал-лейтенанты Пуркаев и Курочкин. Оба будущие генералы армии. Оба в ходе войны успешно командовали армиями и фронтами. Генерал-лейтенант Герасименко. Легендарный командарм, будущий герой Сталинграда. После войны министр обороны Украины. Контр-адмирал Головко, будущий полный адмирал. Он бессменно командовал Северным флотом с первого до последнего дня войны. После войны первый заместитель главнокомандующего военно-морского флота. Вот такие люди составляли группу Жукова на стратегической игре. Но Жуков ни одного из них не вспомнил ни единым словом. Но Жуков бахвалится. Я наносил удары. Я развивал операцию. Предлагаю на выбор два варианта. Первый. Жуков все делал сам. А Жигарев, Штерн, Кирпонос, Пуркаев, Курочкин, Новиков, Головко, Герасименко, Толбухин и прочие к работе гения никакого отношения не имели. Если так, значит Жуков не стратег. Повторю в сотый раз. Роль руководителя не в том, чтобы самому вкалывать. А в том, чтобы организовать работы подчиненных и заставить их работать. А ведь команда подобрана такая, что грех ею не любоваться. Второй вариант. На стратегической игре войска непутевого Павлова громила вся дружная команда Жукова. Но великий гений потом про команду забыл. А запомнил и рассказал благодарным потомкам только про свой личный вклад. Если так, то возникает проблема этического порядка. И уже не в первый раз великий стратегический гений почему-то забывает о соавторах своих блистательных побед. Глава 7, часть 5. И Павлов был не один. Павлов всего только капитан мощной команды. Разгромив Павлова, Жуков опозорил перед Сталиным всех, кто был в группе Павлова. Но удивительное дело, сразу после стратегической игры не только на самого Павлова, но и на всю его группу посыпался золотой дождь генеральских звезд и новых назначений. В группе Павлова был командующий среднеазиатским военным округом генерал-полковник Апанасенко. После стратегической игры ему, как и Павлову, было присвоено звание генерала армии. Повторяю, генералов армии было три. Теперь их стало пять. В воинском звании Сталин уравнял с Жуковым не только Павлова, но и Апанасенко. Кроме звания, Апанасенко получил должность исключительной важности. Со среднеазиатского военного округа, которому явно не угрожала война, в составе которого не было полевых армий, Апанасенко переводят командовать Дальневосточным фронтом, в составе которого было три армии. Война на два фронта одновременно против Германии и против Японии не исключалась. В случае возникновения войны на два фронта генералу армии Апанасенко предстояло решать особо ответственную задачу – отражать агрессию Японии на Дальнем Востоке. Если Апанасенко в ходе стратегической игры показал полное неумение обороняться, то пусть бы и сидел в своей Средней Азии, которой никто не угрожал. В группе Павлова был командующий Северо-Кавказским военным округом генерал-лейтенант Кузнецов. Немедленно после игры он стал генерал-полковником и получил новое назначение с внутреннего военного округа, в составе которого полевых армий не было, его перевели командовать Прибалтийским особым военным округом, в котором было три армии. Только что Жуков бил Павлова и Кузнецова в Белоруссии и Прибалтике, и вот этого самого Павлова Сталин оставляет командовать войсками в Белоруссии. А в Прибалтику правым соседом Павлову Сталин ставит такого же битого Кузнецова. С чего бы это? В группе Павлова был командующий Забайкальским военным округом генерал-лейтенант Конев. В Забайкалье война пока не планировалась. Она планировалась в Европе. И вот сразу после игры Конева назначают командующим Северо-Кавказским округом на место Кузнецова с приказом тайно формировать 19-ю армию и готовить ее к переброске, опять же тайной, в район Черкасс. Казалось бы, Конев бит вместе с Павловым, так пусть он и возвращается в свое Забайкалье и там сидит, как сверчок за печкой. А на западных границах пусть командует люди умные. В группе Павлова был генерал-лейтенант авиации Рычагов. Немедленно после игры он был повышен в должности. Стал заместителем наркома обороны СССР. Он взлетел выше самого Павлова. Если Рычагова Жуков позорно разбил и унизил на стратегической игре, зачем Рычагову такое повышение? Ответ на загадки только один. Никто Павлова и его группу на той игре не разбил. В рассказы Жукова, видимо, вкрались неточности. Глава 7, часть 6. Теперь обратим нашу обостренную пролетарскую бдительность на факты вопиющего нарушения законности. Пока существовал Советский Союз, материалы стратегической игры были закрыты грифом «Совершенно секретно». Поэтому все участники той игры унесли с собой ее тайны в иной мир. В мемуарах других участников глухо говорится. Да, была такая игра. Мы готовились к отражению агрессии. Но подробности о том, как именно готовились, не ищите. А Жуков выболтал замысел игры и ее ход. Тем самым он совершал преступление. Константин Симонов слушал, записывал, публиковал рассказы Жукова. В разглашении военной тайны он виноват в такой же степени, что и Жуков. В момент, когда Жуков и Симонов творили свое черное дело, действовал Уголовный кодекс 1961 года. Для подобных деяний в нем содержался специальный раздел. Особо опасные государственные преступления. Раздел открывался статьей 64. Измена Родине. Среди прочих преступлений, которые квалифицировались как измена Родине, было и такое. Разглашение государственной тайны. Если бы материалы стратегической игры были просто секретными, то Жукову и Симонову следовало впаять по 15 лет тюремного заключения с лишением всех званий и наград. С конфискацией трудовых сбережений, золотых звезд и орденов Ленинской и Сталинской премий, дворцов, дач, квартир, катеров, яхт, бассейнов, оранжерей, конюшен и псарин, гаражей с набором машин, картинных галерей, коллекций бриллиантов и прочего. Однако, речь шла не о секретных сведениях, а о совершенно секретных. Поэтому суд должен был отмерить обоим изменникам и Жукову и Симонову наказание по высшей мере. Нашим вождям надо было делать одно из двух. Или материалы стратегической игры рассекретить, и пусть тогда Жуков и Симонов болтают сколько им угодно. Или материалы игры считать совершенно секретными, но тогда предателям Жукову и Симонову заткнуть болтливые рты расстрелом. Удивительное у нас правосудие. На глазах всей страны, на глазах правительства и генерального прокурора, изменники родины Жуков и Симонов творили преступления, но их никто не останавливал. Понятное дело, такая страна не могла выжить. Она рухнула, ибо при таких порядках устоять не могла. Кто же позволил Жукову и Симонову выдавать государственные секреты Советского Союза? И зачем? Глава 7, часть 7. Чтобы это понять, перенесемся в светлые залы Третьяковской галереи и остановим свой взор на картине Василия Перова «Охотники на привале». Старый охотник, выпучив глаза, вдохновенно врет. Молодой охотник, разинув рот, ошарашенно внимает. Старый мужик-егерь, ехидно улыбаясь, чешет затылок. Распределим роли. Вдохновенный, мягко говоря, рассказчик, это Жуков Георгий Константинович. Разинувший рот слушатель – это герой социалистического труда, кавалер трех орденов Ленина и других государственных наград, лауреат Ленинской и шести сталинских премий Симонов Константин Михайлович. А мы с вами выберем себе скромную роль – мужичка в лопатках. Мы послушаем захватывающий рассказ Жукова, почешем затылок и ехидно улыбнемся. Мели и меля. Старому охотнику можно было бы и не рассказывать про то, как он хватал за холку волков и медведей и бросал в свою сумку. Было бы проще молча показать шкуры убитых медведей. Жукову Георгию Константиновичу можно было бы не рассказывать, выпучив глаза о том, как он в гениальном озарении предугадал германский план Барбаросса. Достаточно было опубликовать материалы той игры. Такая возможность у Жукова была. И была острая государственная необходимость материалы игры публиковать. В 1956 году состоялся 20-й съезд КПСС. До него мы еще дойдем. Главные виновники – Хрущев и Жуков. Без них никакого 20-го съезда партии вовсе не было бы. Смысл происходящего на том историческом съезде. Банда людоедов на своей сходке списала общие грехи на мертвого пахана. После ритуальной очистительной церемонии людоеды с новыми силами занялись любимым делом – людоедством. На воровской сходке под названием 20-й съезд КПСС сталинские палачи, залитые по уши народной кровью, уверяли друг друга, что они ничего не знали. Сталинские люзоблюды вдруг осмелели, переполнились чувством собственного достоинства и дружно взвалили на Сталина все свои преступления. Обвинили усопшего вождя во всех грехах. Вот это и был Жукову момент обнародовать материалы стратегической игры и блеснуть величием. Я, великий и гениальный, еще в январе 41-го года предугадал германский план Барбаросса. А глупый Сталин не внял моим мудрейшим предостережением. Но почему-то скромнейший наш охотник тем моментом не воспользовался, и материалов стратегической игры так никому и не показал. Давайте же допустим, что товарищ Жуков предугадал планы Гитлера. И в январе 41-го года на стратегической игре действовал именно так, как через 5 месяцев действовали германские войска. Почему же в этом случае не опубликовать материалы этой самой игры? В чем загвоздка? Какую тайну Жуков прятал? И зачем материалы игры прятать, если война давно кончилась? И почему бы нашей пропаганде не объявить всему миру? Да, мы дураки. Мы к войне были совершенно не готовы. И все у нас было не так, как надо. Но был у нас великий гений. Он все предвидел, все понимал. Мол, и у нас не все идиоты. А нет. Материалы игры были заперты грифом совершенной секретности. Не проломиться любопытствующим. А ведь это уже не первый случай, когда скромнейший Жуков Георгий Константинович прячет доказательства собственной гениальности. 13 августа 1961 года поняли все. Советский Союз обречен. Все люди планеты вдруг увидели совершенно ясно. Советский Союз еще стоит, но он уже умер. Он может еще долго стоять, как мертвый Баобаб. Но это только видимость несокрушимой мощи. 13 августа 1961 года Берлин был разрезан пополам бетонной стеной. Назначение стены – удержать жителей восточной социалистической Германии от бегства в нормальный мир. Стена постоянно совершенствовалась и укреплялась, превращаясь из стены в систему непреодолимых инженерных заграждений с ловушками сложнейшей системой сигнализации, с бетонными огневыми точками, наблюдательными вышками, противотанковыми тетраэдрами и ежами, с хитроумными автоматами-самострелами, которые убивали беглецов даже без участия пограничников. Но чем больше труда, изобретательности, денег, бетона и стали коммунисты вкладывали в дальнейшее развитие стены, тем ясней становилось. Удержать людей в коммунистическом обществе можно только неприступными заграждениями, колючей проволокой, собаками, стрельбой в спину. Стена означала. Система, которую построили коммунисты, не привлекает никого. Она отталкивает. А это означало конец Советского Союза в обозримой исторической перспективе. А если рухнет Советский Союз, то некоторые архивы приоткроются. Жуков должен был понимать, архивы откроют. Его рассказы сопоставят с документами, и люди будут смеяться над его выдумками. Понимал ли Жуков? Если Жуков понимал, что его вранье скоро раскроется, но продолжал вдохновенно врать, значит он слабовольный и безответственный тип. А если Жуков врал в расчете на то, что Советский Союз будет стоять вечно, что архивы так и останутся закрытыми, значит он слабоумный. Глава 8. Про первый штурм Кенигсберга. Ни в первой, ни во второй игре перед Восточными вообще не ставилось в качестве основной задачи оборона западных рубежей страны. Главным в играх было наступление. Известие. 22 июня 1993 год. Боболев. Часть 1. В январе 1941 года в генеральном штабе РККА в присутствии Сталина и всего состава Политбюро на картах была разыграна война между СССР и Германией. В ходе этой стратегической игры Жуков, который играл роль германского полководца, разгромил генерал-полковника Павлова, который играл роль советского полководца. Прошел 51 год с момента стратегической игры и 23 года после выхода мемуаров Жукова. Кроме того, эпоха сменилась. Коммунистов, хоть и слегка, но потеснили. Материалы стратегической игры рассекречены. И вот разворот в известиях. 22 июня 1993 года. Название завораживает. В январе 41-го Красная Армия наступала на Кенигсберг. Затем большая статья в военно-историческом журнале 1993 год номер 7. Речь в статьях о той самой стратегической игре 41-го года. Оказалось, не отрабатывали наши стратегии никаких оборонительных планов. И над вопросами отражения возможной германской агрессии не задумывались. Наши генералы были заняты совсем другими проблемами. Они думали над тем, как захватить Кенигсберг, Варшаву, Прагу, Бухарест, Краков, Будапешт и еще кое-что. Тут самое время повторить слова генерала армии Майорова. Цитата. Но и тогда все понимали, что предстоящая игра будет иметь не столько теоретическое, сколько сугубо практическое значение. Военно-исторический журнал 1986 год номер 12 страница 41. Не ради академического интереса наши генералы отрабатывали на картах штурм европейских городов, а потому, что подготовка к вторжению в Европу находилась в завершающей фазе. Нас приучили к мысли о том, что Жуков мысленно воспроизвел германский план Барбаросса. И на стратегической игре действовал именно так, как полгода спустя действовали немцы. Этот интеллектуальный подвиг – высшее достижение Жукова как стратега. Это сверкающая вершина его мудрости. И вот вдруг выясняется, что не было никакой вершины. Жуков врал про сияющую вершину, ибо она была скрыта туманом государственной тайны. Но мрак рассеялся. Документы рассекречены, и перед нами голый хвостливый король. Рассказы Жукова о том, что он предвосхищал германские планы, что действовал так, как потом действовали немцы – это треп. Никаких государственных секретов о стратегической игре Жуков не выдавал. Он врал. Аратазеи, такие как Константин Симонов, генерал армии майоров, маршал Советского Союза Куликов, писатель Карпов и многие с ними слушали и повторяли безответственную маршальскую болтовню. Жуков – это наш родной советский Мюнхгаузен. Самый реалистичный памятник ему должен выглядеть так. Жуков верхом на ядре летит над городом Барановича и рассказывает, как громил Павлова, как гнал его на картах до этого самого города Барановича. Можно внутри медной статуи летящего на ядре Жукова поставить магнитофон, который приводился бы в действие вечным двигателем, чтобы рассказы Жукова о собственном величии гремели над планетой веками и тысячелетиями. А постамент памятнику – отара наших маршалов, генералов, академиков и придворных писателей. И у всех длинные уши, стоячие и остренькие на концах. Это чтобы лучше слышать рассказы стратегического гения. Глава восьмая, часть вторая. Жуков описывает подготовку к игре, передает прямую речь Сталина. Цитата. «После совещания на другой же день должна была состояться большая военная игра». «Когда начнется у вас военная игра?» – спросил Сталин. «Завтра утром», – ответил Тимошенко. «Хорошо. Проводите ее. Но не распускайте командующих. Кто играет за синюю в сторону? Кто за красную?» «За синюю, западную, играет генерал армии Жуков. А за красную, восточную, генерал-полковник Павлов». Воспоминания и размышления, страница 192. В этом коротком диалоге выдумано все. Совещание высшего командного состава завершилось 31 декабря. Не мог маршал Тимошенко сказать Сталину, что игра начинается завтра утром, ибо она началась 2 января. При всем сталинском зверстве и безумии он все же понимал, что начинать серьезную работу рано утром 1 января не стоит. Некоторые генеральские головы могут с перепою плохо работать. Но велика ли разница, 1 января началась игра или 2? Разница невелика. Но она указывает на то, что красочные диалоги со Сталиным выдуманы Жуковым или его соавторами. И это видно из данного примера. А пример до конца не исчерпан. Не мог маршал Тимошенко сказать Сталину, что за синюю сторону играет Жуков, а за красную Павлов. Ибо игра была не одна. Их было две. Сначала Жуков и Павлов выступали в одних ролях, а потом ролями поменялись. И это уже принципиальный момент. Если Жуков почему-то хорошо помнит первую игру во всех деталях, а о второй игре начисто забыл, то у нас появляются серьезные основания не верить ему ни в чем. Еще момент. Официально тема игры именовалась «Наступательная операция фронта с прорывом Ур». Жуков этого названия почему-то не вспомнил. А ведь тема отрабатывалась не просто наступательная. Ур – это укрепленный район. Это линия железобетонных и броневых фортификационных сооружений противника, которые прикрыты противотанковыми рвами, минными полями и другими заграждениями. На строительство укрепленного района требуются огромные расходы и много лет. На нашей территории укрепленных районов противника нет и быть не может. Укрепленный район противника может быть только на его территории. Если тема игры – прорыв Ур, значит наши войска действуют на территории противника. Уже сама тема игры указывала на то, что отрабатывалось не просто наступление, но наступление на Германию, точнее на Восточную Пруссию, которая была защищена линией укрепленных районов. Глава 8, часть 3. Рассказы Жукова о том, как он наступал до Барановичей – это хлистоковщина в чистом виде. В ходе игры германская армия под командованием Жукова вообще не наступала. Наступающей стороной был Советский Западный фронт под командованием Павлова. Павлов наносил удар в Восточную Прусию на Кенигсберг, а Жуков оборонялся. Кстати, после войны Кенигсберг был превращен в советский город Калининград. Причина – немцы на нас напали, и вот в качестве платы за агрессию мы забрали себе немецкий город. Но если бы Гитлер не напал, то все равно высшее руководство СССР под личным контролем Сталина уже в январе 1941 года отрабатывало способы захвата этого города. А идеологи коммунистической партии задолго до 1941 года обкатывали простую идею – Кенигсберг скоро будет нашим. Приятель Жукова Константин Симонов еще в 1938 году написал стихотворение «Однополчане». Смысл? Вот иду я по Москве навстречу толпа незнакомых людей. А ведь скоро мы встанем в солдатский строй в одном полку, и война нас породнит. А далее? Под Кенигсбергом на рассвете мы будем ранены вдвоем. Отбудем месяц в лазарете и выживем, и в бой пойдем. Святая ярость наступления – боев жестокая страда. И так далее в том же духе. Мотив ярости благородной звучал в наших стихах и песнях задолго до того, как Молотов и Риббентроп подписали Московский пакт о разделе Европы и начале Второй мировой войны. Этот самый Симонов был не просто поэтом, но сталинским любимцем, ибо говорил только то, что нужно вождю. И именно в данный момент. А последствия вот какие. В 5-м воздушно-десантном корпусе генерала-майора Безуглова в Даугав Пилсе и в 1-й бригаде морской пехоты полковника Терентия Парафила в Леепае в мае 41-го года вдруг появилось особенно много поклонников творчества Константина Симонова. В бараках десантных батальонов стихотворением однополчане были обклеены все стены. Глава 8, часть 4. Но вернемся к стратегической игре. Была одна тонкость. У нас так было принято. Выходит постановление ЦК КПСС о состоянии, скажем, животноводства в Рязанской области. Начинается постановление с ритуальных похвал. Достигнуты большие успехи там, там и вон там. За похвалами следует страшное слово «однако». Далее разгром. Все знали, что вступительная часть постановления – это преамбула, которая никакого отношения к основному содержанию не имеет. Наоборот, чем больше похвал в преамбуле, тем ужаснее обвинение в основной разгромной части. Тем более страшные кары обрушатся на виновников. Преамбула, зачин по-русски, ни к чему не обязывает. Просто мясники из ЦК, перед тем, как всадить нож в горло свинье, ее ласково за ушком щекочут. Именно эта традиция была вложена и в нашу военную науку. Наши вожди совершенно открыто говорили, что будем вести войну только на территории противника. Цитата. «И на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью и мощным ударом». Имелась в виду глубокая операция, то есть блицкрик. Но этим откровением всегда предшествовала присказка «если враг нам навяжет войну». Полевой устав трактовал четко, и если враг нападет, Красная Армия превратится в самую нападающую из всех когда-либо нападавших армий. Присказка никого не обманывала. Всегда выходило так, что враг нападал именно в тот момент, когда у нас было все подготовлено к захвату его страны. В ноябре 1939 года мы сосредоточили пять армий на границе с Финляндией. Изготовились. И тут финны, как по заказу, якобы один раз стрельнул из пушки. И тут же наши газеты взорвались с той самой яростью благородной. Отразим нападение Финляндии. Дать отпор взорвавшимся налетчикам. Ответим тройным ударом на удар агрессоров. Уничтожим гнусную банду. И потом, в сороковом году, на декабрьском совещании высшего командного состава, постоянно звучала мысль «Финляндия на нас напала, а мы, бедные, отбивались». Эта мысль была врезана во всю нашу историографию, идеологию, литературу. Образец. Сборник рассказов о создателе советских танков. Конструктор боевых машин. Ленинград. Ленсдад. 1988 год. В такой книге, тем более спустя полвека, можно было бы ограничиться рассказом о трудовом подвиге новатора, о смелых технических решениях, об остальном помолчать. Но нет. 30 ноября 1939 года Красная Армия приступила к ответным действиям. Началась «Советско-финляндская война». Страница 91. Подготовка к нападению на Германию шла с соблюдением тех же правил. Наши стратеги, загадочно улыбаясь, говорили, если враг навяжет нам войну, мы будем вынуждены отбиваться на его территории. Именно так и были составлены задания на стратегическую игру. 15 июля 1941 года Германия нападет на Советский Союз. Германские войска прорвались на 70-120 километров вглубь советской территории, но к 1 августа 1941 года были отброшены на исходное положение. РГВА, фонд 37-977, опись 5, дело 564, листы 32-34. Это такой зачин, это присказка, которая с самой игрой ничего общего не имела. Как именно западные нападали, как удалось их остановить и выбить с нашей территории, об этом в задании не сказано, ни единого слова. Это и не важно. Главное в том, что напали они, а мы их вышибли к государственной границе на исходное положение. Вот именно с этого момента, то есть с нашей государственной границы и началась стратегическая игра. С этого момента развернулись ответные действия Красной армии в Восточной Пруссии. Вторжение германской армии на нашу территорию и отражение агрессии совершенно не интересовали Сталина, Жукова и всех остальных. Их интерес в другом. Как вести боевые действия с рубежа государственной границы? Вот это и было темой первой игры. И если в преамбуле условия игры записано, что германские войска напали и продвинулись вперед, то в этом заслуги Жукова нет. Таковы условия. Их писал не Жуков. Для того, чтобы напасть и продвинуться на советскую территорию, Жукову, который играл роль германского стратега, не надо было ни размышлять, ни принимать решений. Если бы на место Жукова назначили другого гения, то все равно действовала бы все та же преамбула. Враги напали и продвинулись на несколько десятков километров вглубь нашей страны. Точно так же и Павлову, который играл роль советского полководца. Не надо было размышлять, как отбить вторжение. Обо всем этом было скороговоркой сказано во вводной части и к делу отношения не имело. Но даже если и считать, что в ходе стратегической игры гениальный Жуков продвинулся вперед на территорию Советского Союза, то следует помнить, что его тут же быстро и без труда вышибли на исходное положение. Глава 8, часть 5. В рассказе Жукова о стратегической игре вкрались следующие неточности. Жуков рассказывал, цитата, «Павлов, командовавший западным военным округом, играл за нас, командовал красными, нашим западным фронтом. На юго-западном фронте ему подыгрывал штерн. Тут двойное искажение. Во-первых, Павлов, как и Жуков, сначала командовал одной стороной, затем другой. Во-вторых, штерн Павлову не подыгрывал, и в команде Павлова его не было. В первой игре штерн был в команде Жукова, командовал 8-й германской армией, а во второй игре штерн участия не принимал». Жуков повествует, взяв реальные исходные данные и силы противника, немцев, Жуков ошибся. По условиям игры, германские войска, руководимые Жуковом, имели в Восточной Пруссии 3512 танков и 3336 боевых самолетов. На самом деле, армия Гитлера не имела такого количества танков и самолетов ни в Восточной Пруссии, ни на всем советско-германском фронте от Ледовитого океана до Черного моря. В ходе игры количество немецких дивизий у Жукова в Восточной Пруссии и оккупированных областях Польши было вдвое больше того, что было у немцев на самом деле. «Я, командуя синими, развил операцию именно на тех направлениях, на которых потом развивали их немцы, наносил свои главные удары там, где они их потом наносили». Тут опять наш рассказчик увлекся. В 1993 году группа российских военных историков составила официальную справку о тех играх. Группой руководил главный военный историк российской армии генерал-майор Золотарев, профессор, доктор наук. Вот официальное заключение 23 ведущих экспертов. В январе 1941 года оперативно-стратегическое звено командного состава РГКА разыгрывало на картах такой вариант военных действий, который реальными западными, то есть Германией, не намечался. Накануне войны материалы «Совещание высшего руководящего состава РГКА 23-31 декабря, 1940 год, страница 389». А Жуков не унимается. Цитата. «Группировки сложились так, как они потом сложились во время войны. Конфигурация наших границ, местность, обстановка – все подсказывало мне именно такие решения, которые они потом подсказали немцам. Игра длилась около восьми суток. Руководство игрой искусственно замедляло темп продвижения «Синих», придерживало его. Но «Синие» на восьмые сутки продвинулись до района Барановичей. Причем, повторяю, при искусственно замедленном темпе продвижения. Я с этим спорить не буду. Слово экспертам». Цитата. «В обоих играх действия сторон на направлении Брест-Барановичи, Восточный фронт Западных и Брест-Варшава, Западный фронт Восточных не разыгрывались». Накануне войны. Материалы совещания высшего руководства состава РКК 23-31 декабря 40-го года. Страница 389. Глава 8. Часть 6. Жуков с жаром рассказывает, как руководство игрой искусственно замедляло его победный марш на Барановиче. А оказывается, что не рвался вовсе Жуков на Барановиче, и никто его лихой удар не замедлял, ибо вообще действия германских войск на советской территории не отрабатывались. Результат первой игры. Сражение шло только на территории Восточной Бруссии и на территории Польши, оккупированной Германией. Павлов наступал, Жуков отбивался. В ряде книг и статей утверждается следующее. В этой игре Жуков якобы все спланировал и осуществил так, как это через полгода сделали немцы, и на восьмые сутки Северо-Восточный фронт Западных вышел Деужик Барановичам. Но все было далеко не так. Северо-Западный фронт Восточных, Павлова, выполняя задачу выйти к 3 сентября 1941 года на нижнее течение реки Висла, 1 августа перешел в наступление, и в первые дни его войска форсировали реку Неман, овладев Сувалкинским выступом, окружив крупную группировку западных. А на левом крыле прорвали фронт, возглавляемый Жуковым. В прорыв была введена конно-механизированная армия, которая к 13 августа вышла в район, расположенный в 110-120 километрах западнее государственной границы СССР. Известие 22 июня 1993 года. Так что не Жуков гнал Павлова, а Павлов Жукова. Правда, далее Жуков за счет резервов собрал сильную группировку и нанес контрудар. На этом первая игра завершилась. Руководство игры склонялось к ничейному результату с оговоркой, что положение Жукова предпочтительнее. Так было решено не потому, что Жуков находил какие-то гениальные решения, а по причинам, которые не зависели от талантов Жукова. Прежде всего, Жуков оборонялся, а это всегда легче, чем наступать. Во-вторых, нанося удар в Восточную Пруссию, Павлов вынужден был форсировать ряд полноводных рек в их нижнем течении. Для Павлова реки – преграды, для Жукова – удобные оборонительные рубежи. Кроме того, Восточная Пруссия перерезана множеством каналов и глубоких канав, которые являются препятствием для действий наступающих танков. В-третьих, Восточная Пруссия укреплялась веками. Каждый хутор – это крепкие каменные дома с подвалами, каменными конюшнями, амбарами. Каждый двор обнесен высокой мощной стеной. Все это выгодно обороняющимся и невыгодно наступающему. В Восточной Пруссии множество крепостей и замков. Кенигсберг – одна из самых мощных крепостей мира. Под этим городом-крепостью лежит еще один город – подземный. Восточная Пруссия защищена цепью почти неприступных укрепленных районов, которые были возведены накануне Второй мировой войны. Принимая все это во внимание, руководство игры пришло к выводу, что развертывание главных сил Красной Армии на Западе с группировкой главных сил против Восточной Пруссии и на Варшавском направлении вызывают серьезные опасения в том, что борьба на этом фронте может привести к затяжным боям. Военно-исторический журнал, 1992 год, номер 2, страница 22. Кроме всего прочего, Жуков в ходе игры имел в своем подчинении неоправданно большое количество германских войск, которых в реальной жизни там не было. В завершении игры Жуков собрал для контрудара войска, которых на самом деле не существовало. Только это и спасло Жукова от полного и позорного разгрома. В реальной обстановке Павлов сбросил бы Жукова в Балтийское море. Глава 8, часть 7. Удивительное рядом. Фантастические рассказы Жукова о том, как он предвосхитил германский план и как громил Павлова, повторены нашей пропагандой тысячи раз и на самом высоком уровне. О совещании высшего командного состава и стратегических играх писали множество раз наши маршалы и генералы. Вот типичный образец. Выступает генерал армии майоров. Цитата. Целью планировавшейся оперативно-стратегической игры являлось проверить возможность Красной армии по отражению надвигавшейся фашистской агрессии. В разработанном генералом армии Жуковом плане наступления были учтены все слагаемые военного потенциала фашистской Германии, полученные вермахтом опыт ведения молниеносной войны на Западе. И надо сказать, что Красным, обороняющейся стороне, представлявшей в ходе игры наши вооруженные силы, потребовалось немало усилий, чтобы остановить натиск синих. Военно-исторический журнал 1986 год, номер 12, страница 41. Нет, товарищ майоров, не разрабатывал Жуков никаких планов немецкого наступления и не учитывал никаких слагаемых военного потенциала Германии. И Красной стороне вообще не потребовалось никаких усилий, чтобы наступление Жукова остановить и вышвырнуть его на исходные рубежи, а затем и гораздо дальше, на Запад. Жуков врал о своих победах, а наши маршалы и генералы, такие как генерал армии майоров, проявили совершенно невероятное ратозейство. Они слушали Хвастуна, повторяли и разносили по миру его удивительные рассказы. У меня вопрос. Читал генерал армии майоров материалы этой игры или нет? А другие маршалы и генералы читали? Представим себе современного нашего полководца с четырьмя звездами на погонах или даже со звездами первой величины. Вот пишет сей стратег о том, как Жуков предвосхитил германские планы. Неужели неинтересно вникнуть в детали? Неужели неинтересно потребовать из архива документ и самому его прочитать? А если документы засекречены, тогда надо требовать от руководства страны объяснений? Великий гений все предсказал и все предвидел, почему мы прячем сие предсказания? Если предположить, что наши маршалы и генералы не читали материалов стратегической игры, тогда стратег майоров и целые атара полководцев подобного пошиба предстают перед нами в весьма странном свете. Высшие военные руководители страны верят в то, что Великий Жуков предвосхитил германский план. Все они об этом знают, все повторяют, но никто сам в руках документов не держал. Никто в подробности не вникал, никто не интересовался. Как же Жукову все это удалось? Но если предположить, что генерал армии майоров и такие же стратеги, как он, знакомы с содержанием документов об игре, но рассказывает, нечто противоположное тому, что в документах содержится, значит все они не генералы и не маршалы, а беспринципные агитаторы-горлопаны, которые за соответствующую мзду рассказывают все, что им заказывают. Но самое смешное впереди. Генерал армии майоров писал статью, или за него писали, когда материалы совещания и стратегических игр были закрыты соответствующими грифами. Но вот в 1992 году материалы открыли, гриф секретности снят и официальными военными историками сделан четкий вывод. Цитата. Ни на совещании, ни на играх их участники даже не пытались рассмотреть ситуацию, которая может сложиться в первых операциях в случае нападения противника. Поэтому утверждения, что игры проводились для отработки некоторых вопросов, связанных с действиями войск в начальный период войны, лишены основания. Эти вопросы не значились в учебных целях игр и поэтому не рассматривались. Накануне войны. Материалы совещания высшего руководства РКК 23-31 декабря 1940 год, страница 389. Однако легенда о том, что Жуков предвосхитил план Барбаросса, живет. В 1996 году выступает генерал-майор Борщов, кандидат исторических наук, заместитель начальника кафедры истории, войн и военного искусства Военной академии Генерального штаба. И рассказывает поразительные вещи. Цитата. «Еще одним событием предвоенной поры, подтвердившим высокий интеллектуальный потенциал Жукова, стали военные игры, проведенные в январе 1941 года. На первой игре, преследовавшей цель проверить реальность плана прикрытия госграницы и предполагаемых действий войск в начальном периоде войны, он выступал на стороне западных. В принятом решении Георгий Константинович по сути дела предвосхитил агрессивные планы немецко-фашистского командования на северо-западном направлении, грамотно используя имеющиеся силы и средства, одержал убедительную победу над красными». «Красная звезда. 15 июня 1996 года». «Меня призывают писать книги, опираясь не на открытые источники, а на архивы. Спасибо. Учту. Но вот перед нами генерал-майор, профессиональный историк, заместитель начальника кафедры истории воин и военного искусства военной академии генерального штаба. Ему по должности доступны все архивы. Но он почему-то пишет без опоры на архивы. Он почему-то и на открытые источники не опирается. Генералу Борщеву по должности положено читать газеты и журналы, в частности, военно-исторический журнал. Этот журнал издается генеральным штабом России. И вот в военной академии генерального штаба его не читают. А ведь военно-исторический журнал еще в 1993 году разоблачил хвастливые выдумки Жукова. Генералу Борщеву по должности положено читать книги о войне, которые выходят под общей редакцией главного военного историка России генерала Золотарева. Вышла такая книга, и в ней разоблачен сочинитель небывалых историй Жуков. Но на кафедре истории воин и военного искусства не читают даже трудов официальных военных историков России. Там изучают историю войны с опорой на выдумки стратегического хвастуна. А вот выступает генерал-полковник Барынкин и рассказывает о трагедии Жукова. Как непосредственный участник событий, Жуков весьма болезненно воспринимал тот факт, что за послевоенное десятилетие нашей военной науки не удалось создать оригинальных трудов, правдиво освещающих события Великой Отечественной войны. Красная звезда. 31 мая 1996 года. От таких болезненных переживаний бедный Жуков и решил правдиво рассказать о том, как накануне войны он предвосхитил германский план Барбаросса. Глава 9. На Будапешт. По смыслу обоих игр высшее командование Красной армии совершенствовало в них свое умение наступать, а не обороняться. Известие. 22 июня 1993 год. Боболев. Часть первая. Действия германских и советских генералов почти зеркальное отражение. В Германии играли в те же игры, правда с опережением в один месяц. Но разрыв во времени в действиях советского и германского командования медленно сокращался. 29 ноября 1940 года в Берлине началась большая стратегическая игра на картах. Руководитель игры первый обер-квартермейстер генерального штаба сухопутных войск генерал-майор Фридрих Паулюс. Отличие состояло в том, что в Москве проводилось две игры, а в Берлине одна, но она была разделена на три этапа. Первый этап. Вторжение германских войск на территорию Советского Союза и приграничные сражения. Второй этап. Наступление германских войск до линии Минск-Киев. Третий этап. Завершение войны и разгром последних резервов Красной армии, если таковые окажутся в восточнее линии Минск-Киев. После каждого этапа игры следовал разбор. Общий разбор всех этапов игры завершился 13 декабря 1940 года. Через 19 дней начались стратегические игры в Москве. Вторая из которых, как мы теперь знаем, была успешно завершена 11 января 1941 года. Историю пишет победитель. Архивы вермахта были захвачены Красной армией и наши историки продемонстрировали всему миру агрессивную сущность германского империализма. Вот какие у них были замыслы. А наши архивы были крепко заперты. Это давало возможность пропагандистам и агитаторам говорить, что советские генералы, адмиралы, маршалы и сам товарищ Сталин страдали тяжелым хроническим миролюбием. Это состояние военно-исторический журнал описывал так. «Советский Союз, мирный, еще не проснувшийся от своего пацифизма, несмотря на только что закончившуюся войну с Финляндией». 1990 год, номер 1, страница 58. Миролюбие и пацифизм товарища Сталина и других товарищей вызывают сожаление и сочувствие, но при внимательном рассмотрении любой читатель мог обнаружить в рассказах ученых товарищей и великих героев почти неприметные шероховатости и нестыковки. Вот они-то и указывали на то, что не все было так, как нам сегодня рассказывают. Пример. Выходит официальный труд «История советской военной мысли». Он подготовлен Академией наук Советского Союза и Институтом военной истории Министерства обороны Советского Союза. Опубликован издательством «Наука» в 1980 году. В этом труде на странице 142 сообщается, в начале 1941 года были проведены две оперативно-стратегические игры на картах – со 2 по 6 января и с 8 по 11 января. Разыгрывался начальный период войны – вариант нападения западных и обороны восточных. Начиная с середины 50-х годов, звучало множество заявлений о том, что в январе 1941 года восточные отрабатывали вопросы отражения агрессии западных. Рассказам о нашем врожденном миролюбии мы привыкли верить на слово. Но следовало обратить внимание на совсем неприметный пустячок. Во всех официальных исследованиях речь идет о двух играх, а в мемуаре Жукова сообщается, что была всего только одна игра. Наши официальные историки должны были указать Жукову на неточность или искать ошибку в своих исследованиях. Но они этого почему-то не делали. Вот академик Анфилов сообщает, что якобы имел несколько продолжительных бесед с Жуковым, и что якобы Жуков ему сообщил множество интересных вещей о предвоенном периоде и о начале войны. Допустим. Сам Анфилов пишет про две оперативно-стратегических игры. Бессмертный подвиг, Москва, военный сдат, 1971 год, стр. 137. Разница во времени между выходом книги Жукова и книги Анфилова два года. Получается, что почти одновременно маршал и академик сообщили миру разные версии событий. По Анфилову две игры, по Жукову одна. Тут же маршал и академик встречаются, вместе пьют чаи и беседуют о высоких материях. Вот бы академику Анфилову и воспользоваться моментом. Георгий Константинович, по моим сведениям, было две игры, а вы пишете про одну. Кто из нас не прав? Давайте разберемся. Да и Жукову не мешалось сделать встречный шаг. Положение обязывало. Он величайший полководец XX века. Перед ним академик Анфилов, величайший эксперт в вопросах начального периода войны. Жукову следовало просто ради интереса прочитать книги Анфилова. А прочитав, следовало выразить изумление. Я помню только одну игру, а вы, уважаемый, пишете про две. Один из нас заблуждается. Давайте вместе искать истину. Но истину не искали. Ни вместе, ни раздельно. Ни стыковок в своих бессмертных творениях они не замечали. И устранить их не спешили. Да почему же? Да потому, что расхождения были только в мелочах. В главном оба врали об оборонительной направленности игры. Или двух игр. Ни тому, ни другому, ни целой ватаги номенклатурных вралей не было резона вникать в детали и ворошить подробности. И вот прошли годы и выплыли подробности тех игр. И оба, величайший полководец и величайший исследователь начального периода, оказались в числе, мягко говоря, источников ложной информации. Но архивным документам, при всей их пробивной силе, не проломить устоявшихся оценок и мнений. Через семь лет после того, как материалы стратегических игр были рассекречены, выступает мой давний оппонент, заместитель главного редактора «Красной звезды» полковник Мороз Виталий Иванович. Он привычно срамит меня и рассказывает изумленным читателям, что в генеральном штабе РККА надо было бы на всякий случай проводить игры с наступательной направленностью, но их не проводили. Вместо этого на стратегических играх отрабатывались только варианты отражения агрессии. «Красная звезда» 13 января 2000 год. Такое простительно было писать, когда архивы были недоступны. Но сведения о стратегических играх давно из разряда секретных выпали. Мы давно знаем, что об обороне на тех играх никто даже не заикался. Отрабатывались только вопросы сокрушения Европы и установления кровавой коммунистической диктатуры на всем континенте. Но в «Красной звезде» об этом не знают. И никто из читателей «Красной звезды» не возмущается неосведомленностью центрального органа Министерства обороны России. Прочитав заявление полковника Мороза, я ринулся писать ему письмо. Я хотел объяснить заместителю главного редактора, что он занимается промыванием мозгов своих читателей, да и сам является жертвой такого промывания. А потом сообразил, что тут имело место не долголетнее промывание мозгов, а как раз обратный процесс. «Виталий Иванович, специально для вас рассказываю о второй стратегической игре. А вы сами судите, в какие игры играли наши полководцы в январе 41 года». Глава 9, часть 2. Из двух игр первая была решающей. Разбор первой из них осуществлен на уровне высшего политического руководства страны. Генерал-майор Золотарев, «Красная звезда», 27 декабря 1990 года. Высшее политическое руководство страны – это Сталин. Он внимательно следил за ходом первой игры и убедился в том, что в Восточной Пруссии может увязнуть. Потому сразу после первой игры Сталин сделал свой выбор. Удар в Европу наносим не севернее Полесье, а южнее, то есть не из Белоруссии и Прибалтики, а с территории Украины и Молдавии. Интересно, как Жуков описывает разбор первой игры. Цитата. «Ход игры докладывал начальник генерального штаба генерал армии Мерецков. Когда он привел данные о соотношении сил сторон и преимуществе синих в начале игры, особенно в танках и авиации». Сталин, будучи раздосадован неудачей красных, остановил его, заявив «Не забывайте, что на войне важно не только арифметическое большинство, но и искусство командиров и войск». Воспоминания и размышления, страница 193. Рассказ Жукова можно понимать только так. Мерецков якобы докладывал Сталину, что у немцев и на игре, и в реальной жизни больше танков и самолетов. А Сталин якобы на это с досадой отвечал «Сам знаю, но не это главное, не арифметическое большинство, а искусство командиров и войск». Но не мог Мерецков такого говорить, как не мог Сталин так отвечать. Ибо оба знали, что Красная Армия по количеству танков, самолетов, артиллерии превосходит армию Гитлера в несколько раз. И в реальной жизни и на стратегической игре преимущество было на стороне Красной Армии. По условиям игры, синие, то есть западные, имели 3512 танков и 3336 самолетов. А красные, то есть восточные, 8811 танков и 5652 самолета. Потому не мог Мерецков докладывать Сталину о преимуществе синих в начале игры. И не был Сталин раздосадован неудачей красных, ибо Красные под руководством Павлова прорвали фронт Синего, Жукова в двух местах. Окружили крупную группировку войск Жукова в районе Сувалки и на 12-й день операции вели боевые действия на территории Восточной Пруссии, 110-120 километров западнее государственной границы Советского Союза. Жуков продолжает. «В чем кроются причины неудачных действий войск Красной стороны?» – спросил Сталин. Павлов пытался отделаться шуткой, сказав, что в военных играх так бывает. Эта шутка Сталину явно не понравилась. Воспоминания и размышления, страница 193. «Оставим на совести Жукова все эти диалоги. У меня деловое предложение. Надо изготовить несколько сот тысяч штампов с коротким словом «ложь» и все книги Жукова проштамповать, желательно красной краской поперек каждой страницы, а новые издания книги Жукова сразу печатать с предупреждением поперек каждой страницы, что правды тут нет». Глава 9, часть 3. 8-11 января состоялась вторая стратегическая игра, о которой Жуков забыл. Преамбула была вполне схожей. Советский Союз живет мирной жизнью и о войне не помышляет. Коварные враги напали на миролюбивый Советский Союз, но теперь не из Восточной Прусии, а с территории Венгрии и Румынии. Согласно заданию Второй Игры, 1 августа 1941 года войска Германии и ее союзников вторглись на советскую территорию. Однако они были быстро выбиты на исходные рубежи. Мало того, к 8 августа восточные не только вышибли западных со своей территории, но и перенесли боевые действия на территорию противника на глубину 90-180 км и вышли армиями правого крыла на рубеж рек Висла и Дунаец. Расклад по времени такой. Озверевшие враги внезапно напали на нашу страну и два дня успешно наступали. На третий день наши войска под руководством Жукова противника остановили. Еще два дня требовалось на то, чтобы врагов со своей территории выбросить. Потом за два дня, к исходу 7 августа, наши войска по вражьей земле прошли 90-180 км. Темп наступления 45-90 км в сутки. Все это предисловие. Собственно, игра началась уже на территории противника в 90-180 км западнее государственных границ Советского Союза. Содержание игры – ответные действия Красной Армии в Германии, Чехословакии, Венгрии и Румынии. В каждой группе играющих произошли незначительные изменения. Некоторые генералы были переброшены из группы Павлова в группу Жукова. И наоборот. Ряд генералов не принимали участия во второй игре. Вместо них играли другие. Но главные противники остались те же. Только теперь Жуков, командуя советскими войсками, наносил ответный удар на вражеской территории. А Павлов, командуя германскими и венгерскими войсками, советское наступление пытался отразить. В этой игре было новшество. Ответные действия Красной Армии отражал на этот раз не один фронт противника, а два. Войсками Германии и Венгрии командовал генерал-полковник танковых войск Павлов, а войсками Румынии – генерал-лейтенант Кузнецов. Кузнецов прибыл на совещание в Москву как командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. Сразу после первой игры его назначили командующим Прибалтийским особым военным округом. Он еще не принял должность. Он еще не был на новом месте службы, а ему приказывают играть роль во второй игре – командовать войсками Румынии. Как такое понимать? Если Кузнецова в реальной жизни только что назначили командовать советскими войсками в Прибалтике, то зачем ему поручают на игре командовать войсками Румынии? Это совсем другой географический район, другое стратегическое направление. Кузнецов тут никогда не служил и в обозримом будущем ему предстоит служить в Прибалтике. Почему бы на стратегической игре не назначить на роль румынского генерала кого-нибудь из наших генералов, который служит на границе с Румынией, который знает тот район и армию Румынии? Странно все это. Но только на самый первый взгляд. Именно это назначение Кузнецова вдруг открывает нам глаза, и мы видим ослепительную красоту сталинского замысла. Глава 9, часть 4. Перед нами стояло несколько вопросов. Зачем надо было проводить не одну игру, а две? Почему советскими войсками на этих играх командовал не начальник генерального штаба? Почему войсками противника командовал не начальник ГРУ? Почему эти роли играли командующие военными округами? Почему Жуков и Павлов менялись ролями? Роль, которую играл командующий Прибалтийским особым военным округом во второй игре, это ключ к пониманию всего происходящего. Все просто и запредельно логично. Логика вот в чем. В пространстве между Балтикой и Черным морем лежит Полесье. Это сплошные непроходимые болота. Полесье – самый большой район болот в Европе, а возможно и во всем мире. Полесье непригодно для массового передвижения войск и ведения боевых действий. Полесье делит западный театр военных действий на два стратегических направления. Главный принцип стратегии – концентрация. Стремление быть сильным везде ведет к распылению сил и общей слабости. Если мы будем стараться быть одинаково сильными и севернее Полесье и южнее, то просто раздробим свои силы надвое. Этого делать нельзя. Потому на одном стратегическом направлении мы должны сосредоточить главные силы и нанести решающий удар. А на другом стратегическом направлении наносим удар вспомогательный. И вот вопрос. Какое направление считать главным? Какое второстепенным? Споры об этом не утихали никогда. Оба варианты имели как свои плюсы, так и минусы. Вторжение севернее Полесье – это прямой удар на Берлин. Однако впереди Восточная Пруссия, сверхмощные укрепления, Кенигсберг и вся германская армия. А удар южнее Полесье – это отклонение в сторону. Это обходной путь. Однако это удар в нефтяное сердце Германии. Сердце, которое практически ничем не защищено. На одном синтетическом горючем далеко не уедешь. Потому было решено провести две игры. Сопоставить результаты и сделать выбор. На первой игре основной удар в Европу наносится севернее Полесье с территории Белоруссии и Прибалтики. На второй игре вторжение в Европу происходит с территории Украины и Молдавии. Советские стратеги готовили сокрушительный удар в Европу. Для Германии этот удар мог быть смертельным. Это осознавал и сам Гитлер и его генералы. Я приводил немало высказываний и самого Гитлера и его генералов на этот счет. Каждый желающий может найти в изобилии и подобные высказывания и факты, которые подтверждают такую оценку ситуации. Если сокрушить Германию, то вся остальная континентальная Европа будет засыпать сталинские танки цветами. Если сокрушить Германию, дорога сталинским танкам будет открыта до самой Атлантики. Если наносить главный удар севернее Полесье из Белоруссии и Прибалтики, тогда командующий западным особым военным округом генерал-полковник танковых войск Павлов соберет все лавры и имя его будет прославлено в веках. Подобная слава ждет и командующего прибалтийским особым военным округом генерал-лейтенанта Кузнецова. Но в этом случае роль командующего Киевским особым военным округом генерала армии Жукова будет второстепенной. И еще более скромной будет роль командующего Одесским военным округом генерал-полковника Черевиченко. Если же удар наносить южнее Полесье, с территории Украины и Молдавии, тогда все лавры достанутся командующему Киевским особым военным округом Жукову и частично командующему Одесским военным округом Черевиченко. Но тогда командующие в Белоруссии и Прибалтике останутся в тени. И Сталин решает столкнуть лбами тех, кто больше всего заинтересован, чтобы направление Севернее Полесье стало главным, с теми, кто заинтересован в обратном. Глава 9, часть 5. В том, чтобы наносить главный удар из Белоруссии и Прибалтики, больше всего заинтересован командующий войсками Западного особого военного округа генерал-полковник Павлов. А раз так, ему главная роль в первой игре. Задача – прорываться Севернее Полесье в Восточную Пруссию. Команда Павлова сформирована в основном из генералов Прибалтийского военного округа и Западного военного округа. В этой команде начальники штабов из Западного и Прибалтийского военных округов, их заместители – четыре командующих армии, которые находятся в Прибалтике и Белоруссии. Командующие военно-воздушными силами и Прибалтийских и Западных военных округов, все они имеют единый интерес, чтобы Сталин направление Севернее Полесье выбрал главным направлением войны. Кому же этот вариант больше всего не подходит? Тем, чьи войска находятся Южнее Полесье. Командующим Киевского военного округа и Одесского военного округа. Вот им-то Сталин и поручает отбивать вторжение Павлова в Восточную Пруссию. Во главе этой команды – командующий киевским особым военным округом генерал армии Жуков. В его команде – командующий Одесским военным округом, начальник штаба Киевского военного округа и другие генералы. Обе команды разбавлены других военных округов и центрального аппарата НКО. Однако основное ядро первой команды составляют генералы, чей интерес в том, чтобы направление севернее Полесье стало главным, а вторая команда укомплектована теми, кому такой выбор крайне не нравится. Во второй игре все наоборот. Теперь Сталин дает Жукову и его команде показать, что направление южнее Полесье более перспективно, потому вновь в команде Жукова мы видим командующего Одесским военным округом, начальника штаба Киевского военного округа, командующих двух армий, которые находятся на территории Украины, начальника штаба Харьковского военного округа и других. Ясно, что генералам, которые служат в Белоруссии и Прибалтике, очень не хочется, чтобы был выбран вариант вторжения в Европу с территории Украины и Молдавии в качестве главного. Вот им-то и ставят задачу. Остановите вторжение Жукова в Венгрию, Румынию, Чехословакию, Южную Германию. Вот почему командовать войсками Венгрии и Румынии Сталин приказывает командующим Западного военного округа и Прибалтийского военного округа. И в их команды приказывает включить начальника штабов Прибалтийского и Западно-военных округов, командующих армиями, которые расположены в Белоруссии и Прибалтике. Глава 9, часть 6. На второй игре Жуков, командуя советскими войсками, наносил удар в Румынию и Венгрию. Наступать ему тут было легко. Прежде всего тут не было современных укрепленных районов, подобных тем, которые были в Восточной Пруссии. У Жукова было подавляющее превосходство в авиации, танках и десантных войсках. В первой игре Жуков оборонялся в Восточной Пруссии, имея в подчинении только германские войска. А во второй игре Павлов и Кузнецов оборонялись, имея в подчинении войска, половина которых румынские и венгерские. Их боеспособность, выучка и вооружение уступали германским. Наконец, руководство игры пошло на весьма странный шаг. У Жукова много войск, и он командует ими единолично. А у Павлова мало войск. Кроме того, половину войск у Павлова забрали и поставили Кузнецова ими командовать. И Кузнецова по условиям игры Павлову не подчинили. Одной мощной группировке советских войск Жукова противостояли две слабые группировки, которыми раздельно командовали Павлов и Кузнецов. По условиям игры эти группировки не имели общего командования. Руководители игры в лице маршалов Тимошенко, Буденного, Кулика и Шапошникова поставили Павлова и Кузнецова в заведомо проигрышную ситуацию. Все четыре маршала, которые игрой руководили, склонялись к варианту вторжения в Европу на направлении южнее Полесья. К этому же решению после первой игры пришел и сам Сталин. Потому на второй игре, чтобы окончательно убедить Сталина в правильности выбора южного варианта, четыре маршала преднамеренно создали для Жукова ситуацию, в которой нельзя проиграть. В реальной жизни такого разнобоя в управлении войсками гитлеровской коалиции не было. Решения для войск Германии и ее союзников принимались в едином центре, в Берлине. А на стратегической игре для Павлова и Кузнецова была искусственно создана система двоевластия. Павлов и Кузнецов были поставлены перед выбором. Или каждое решение принимать вдвоем и терять на обсуждение время, которого нет, или каждый принимает свое решение. Тогда получается разнобой. Правая рука не знает, что делает левая. Глава 9, часть 7. Сталин на второй игре не присутствовал и не проводил ее разбор, ибо уже сделал свой выбор после первой игры. Сталин уже решил, вторжение в Европу надо проводить южнее Полесья. Руководители игры, зная, что контроля над ними нет, совершенно открыто подыгрывали Жукову. Жуков и в первой, и во второй игре держал управление в своих руках. А Павлову во второй игре такой возможности не дали. И это не единственная, явная и дикая несправедливость, которая была допущена руководством игры. В первой игре Жуков оборонялся в Восточной Пруссии. Он опирался на современные сверхмощные приграничные оборонительные укрепления. Игра началась с государственной границы. А на второй игре Павлов таких оборонительных укреплений не имел. Да его еще и отбросили в глубину обороняемой территории. Вторая игра началась не на границе, а в 90-180 километрах западнее государственной границы. Павлов уже находился в ситуации, когда оставалось только его добить. Даже современные официальные российские военные историки удивляются такому подходу. О том, как же удалось Восточным, то есть Жукову, не только отбросить противника к государственной границе, но и местами перенести военные действия на его территорию. Этот вопрос остался обойденным. Накануне войны материалы совещания высшего руководства состава РКК с 23 по 31 декабря 1940 год, страница 389. Другими словами, Жуков за два дня отбил вражеское вторжение, а потом еще за два дня вырвался на территорию противника на глубину от 90 до 180 километров. Вышел к рекам Висли и Дунаец, но никто, включая руководителя игры и самого великого стратегического гения, понятия не имели, как удалось сотворить такое чудо. Павлов мог бы построить оборону, опираясь на горные хребты. Горы – естественный рубеж для обороняющегося и преграда для наступающего. Но условия игры были составлены так, что горы у Павлова отобрали, его отбросили на равнины. Не Жуков, а руководители игры сбросили войска Павлова с удобных оборонительных рубежей. А войска Жукова руководители игры чудесным образом перебросили через хребты. Воюй не там, где будет трудно, а там, где будет легко. Подыгрывая Жукову, маршалы Тимошенко, Буденный, Кулик и Шапошников совершили преступления. Их действия можно образно сравнить с действиями неких руководителей учений, которые сказали бы американским генералам «Представьте, что во Вьетнаме нет джунглей и болот» и планируйте войну, исходя из этого. Или бы сказали советским генералам «Представьте, что в Афганистане нет гор». Но даже и после всех этих явных и преступных натяжек, возможности Павлова и Кузнецова продолжать борьбу не были исчерпаны. Потому Жукову записали не победу, а только некоторое преимущество над противниками. Официальная кремлевская пропаганда сделала все, чтобы опорочить Павлова и Кузнецова и на их фоне возвеличить Жукова. Жертвами пропаганды становятся даже честные исследователи. Игры доказали, что как полководец Жуков явно превосходил своих коллег. Отмечу, что оба его противника по игре, Павлов и Кузнецов очень неудачно командовали своими войсками в первые дни Великой Отечественной войны. Борис Соколов, неизвестный Жуков, портрет без ретуши, страница 198. Борис, ты не прав. Действительно, Павлов и Кузнецов в первые дни войны очень неудачно командовали своими войсками. Но хотелось бы добавить, а гениальный Жуков в первые дни войны командовал своими войсками крайне удачно. Вторая игра завершилась принятие Восточными решения об ударе на Будапешт. Известие 22 июня 1993 год. Восточными во второй игре, как мы помним, командовал Жуков. Это он принимал решение о прорыве к озеру Болотон и форсированию Дуная в районе Будапешта. Решение принималось пока только в ходе стратегической игры. Однако сам Жуков сообщает, что игрища эти имели отнюдь не академический характер. Они были прямо связаны с грядущей войной. Теперь вспомним стихотворение Михаила Исаковского. «Враги сожгли родную хату, убили всю его семью». Написано стихотворение сразу после войны. Более мощного и горестного произведения о войне не написал никто. «Вернулся солдат с войны, я три державы покорил. А его никто не встречает. Сидит солдат на заросшей бурьяном могиле и пьет один». Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за взятие Будапешта учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР 9 июня 1945 года. А Жуков Георгий Константинович еще 11 января 1941 года позаботился о том, чтобы возникла ситуация, в которых наших освободителей, покоривших по три державы, можно было бы такой медалью награждать. Вот тут Жуков явно предвосхитил события. Глава 10. Он не успел вникнуть. О стратегической обороне, которая была нам навязана противником летом 1941 года. О стратегической обороне, которая была нам навязана противником летом 1941 года, наше руководство даже не думало. Военно-исторический журнал 1988 год, номер 11, страница 21. Генерал-лейтенант Павленко. Часть первая. В результате проведенных стратегических игр основным направлением вторжения в Европу было выбрано пространство Южнее Полесье, то есть главный удар было решено наносить с территории Украины. Таким образом, решающая роль в войне выпадала Киевскому особому военному округу, который в случае войны превращался в Юго-Западный фронт. А если так, то действия всех остальных войск следовало планировать в интересах боевых действий Юго-Западного фронта. В соответствии с этой логикой, через два дня после завершения второй стратегической игры, командующий Киевским особым военным округом генерал армии Жуков был назначен начальником генерального штаба РККА. Если бы главным направлением вторжения в Центральную Европу было выбрано пространство Севернее Полесье, тогда начальником генерального штаба был бы назначен Павлов. Задача Жукову – готовить главный удар с территории Украины, вспомогательные удары с территории остальных приграничных военных округов – Одесского, Западного, Прибалтийского и Ленинградского. Действия Жукова накануне войны и в начальном ее периоде я выделяю в особое производство. О его кипучей деятельности в первые дни войны надо писать отдельную книгу. Этой, пока еще не написанной книге, я даю рабочее название «Медный лоб», чтобы подчеркнуть фантастическое упорство, небывалые волевые качества и невероятные интеллектуальные способности великого стратега. Сейчас только одно замечание. Когда говорят, что Жуков не имел ни одного поражения в жизни, мы возразим. Правда заключается в том, что ни один полководец мира не имел таких грандиозных и позорных поражений, какие имел Жуков. Разгром Красной Армии летом 1941 года – это величайший срам мировой истории. Такая катастрофа не постигала никогда ни одну армию мира. Вся великолепно подготовленная Красная Армия была разгромлена и захвачена в плен в первые месяцы войны. В 1941 году Красная Армия потеряла 5,3 миллиона солдат и офицеров убитыми, попавшими в плен и пропавшими без вести. Военно-исторический журнал 1992 год, номер 2, страница 23. Это не считая раненых, контуженных и искалеченных. Вся предвоенная кадровая Красная Армия была разгромлена. В четыре года войны против германской армии воевала не кадровая армия, а резервисты. А что могли сделать резервисты? Так ведь не все резервисты и воевали. Из-за поспешного бегства 1941 года на оккупированных противникам территориях осталась еще целая армия. 5,360,000 военно-обязанных, которых не успели призвать в Красную Армию. Военно-исторический журнал 1992 год, номер 2, страница 23. В 1941 году Красная Армия потеряла 6,290,000 единиц стрелкового оружия. Военно-исторический журнал 1991 год, номер 4. Этого оружия было бы вполне достаточно, чтобы вооружить весь Вермахт. Красная Армия за тот же период потеряла 20,500 танков. Этого могло хватить на укомплектование 5 таких армий, как Вермахт. Такого количества танков было достаточно, чтобы вооружить ими не только армию Германии 1941 года, но все остальные армии планеты – США, Великобритании, Японии, Италии, Испании. Причем не дважды, а трижды. Причем танками такого качества, каких ни в одной из этих стран не было. Красной Армией в 1941 году было потеряно 10,300 самолетов. Этого вполне хватило бы на полное перевооружение Люфтваффе. И не один раз. И опять же, самолетами очень высокого качества. Ничего равного нашим Ил-2, П-2, Як-2, Як-4, Ер-2, ДБ-3Ф, П-8 в 1941 году у Гитлера не было. Потери советской артиллерии за первые 6 месяцев войны, 101,100 орудий и минометов. Этого было достаточно для укомплектования всех армий мира вместе взятых. И опять же, не один раз, а многократно. И опять же, самыми лучшими в мире образцами пушек, гаубиц, мортир и минометов. На границах было брошено более миллиона тонн боеприпасов. Неужели начальник генерального штаба РККА, величайший стратег 20 века Жуков Георгий Константинович за весь этот позор не несет ответственности? Глава 10, часть 2. Возражают. Жуков тут ни при чем, во все вмешивался Сталин. Накануне войны Сталин не давал великому гению возможности принять мудрые решения. Это возражение отметем. На это возражение следует отвечать словами нашего героя. Жуков рассказывал, что якобы 29 июля 41 года он заспорил со Сталином. Сталин якобы сказал, что Жуков внесет чепуху. На это Жуков якобы ответил. Если вы считаете, что начальник генерального штаба способен только чепуху молоть, тогда ему здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанности начальника генерального штаба и послать на фронт. Там я, видимо, принесу больше пользы родине. Воспоминания и размышления, страница 301. Допустим, на минуту, что такой разговор был, что Жуков так вел себя после германского вторжения. Возникает вопрос, почему именно так Жуков не вел себя до германского вторжения? В случае, если Сталин накануне войны действительно не соглашался с мнением великого стратега, тогда стратегу надо было быстро и четко определиться. Сталин не слушает моих советов. Зачем я тут протираю штаны? Если с моим мнением Сталин не считается, пусть отправит меня в войска. Не надо скандалов. Не надо громких фраз. Надо было просто объясниться с вождем. Товарищ Сталин, наши мнения не совпадают. Я вам ничем помочь не могу. Мы друг друга не понимаем. Зачем вам нужен советник, мнение которого безразлично для вас? Почему бы вам, товарищ Сталин, не найти другого начальника генерального штаба, мнение которого совпадало бы с вашим? А можно было бы то же самое выразить ультиматумом. Бейте, расстреляйте, но я ответственности перед народом и историей за вашу глупость, товарищ Сталин, нести не намерен. У каждого руководителя высокого ранга есть средство заставить считаться с собой. И это средство – отставка. Во все времена министры, генералы-маршалы пользовались этим средством. За чужую дурь не ответчик. Увольте. Если у человека есть принципы, он обязан их отстаивать. Так вел себя в октябре 1941 года командующий Дальневосточным фронтом генерал армии Апанасенко Иосиф Родионович. Он считал, что последние противотанковые пушки с Дальнего Востока забирать нельзя. Пусть даже и ради спасения Москвы. Он покрыл Сталина матом и объявил «Сорвись меня генеральские лампасы, расстреляй, пушек не отдам». Вот это смелый и принципиальный человек. В первой половине 1941 года на повестке истории стоял вопрос о судьбе страны. Быть ей или не быть. Начальник генерального штаба генерал армии Жуков обязан был занимать позицию несгибаемую. Или, товарищ Сталин, отрешите меня от должности, или не мешайте работать. Поступил ли так Жуков? Предлагаю на выбор одну из двух. Первое. Сталин не мешал Жукову работать и не вмешивался в его деятельность. В этом случае вся ответственность за разгром 1941 года ложится на Жукова, ибо Жуков начальник генерального штаба, а генеральный штаб – мозг армии. Второе. Сталин вмешивался в работу Жукова, не давал ему развернуться, но Жуков был слабовольным человеком, он не нашел в себе мужества потребовать отставки с высокого поста. Если так, то Жуков несет полную ответственность за разгром. Если не было в Жукове решимости и храбрости отказаться от выполнения преступных приказов, значит он должен отвечать как виновник и соучастник преступлений. Выход был. В крайнем случае, от необходимости принимать преступные решения, Жуков мог уйти в смерть. Пожертвовав собой, Жуков мог открыть глаза Сталину и другим руководителям на их ошибочные действия и тем самым спасти миллионы своих соотечественников. Если бы Жуков застрелился накануне войны в знак протеста против неправильных действий Сталина, вот тогда ему следовало ставить памятник. Вот тогда ответственность за разгром нес бы кто-то другой. Ответственность начальника генерального штаба в 100 миллионов раз тяжелее ответственности любого другого генерала. От личных качеств начальника генерального штаба зависит судьба страны и народа в данный момент и на десятилетия, а может и на столетия вперед. Начальник генерального штаба должен обладать сильным характером. Для этой должности требуется твердость особого рода и храбрость. Начальник генерального штаба не имеет права подстраиваться под чужие мнения. Он обязан иметь собственное. Но этого мало. Начальник генерального штаба обязан свое мнение не только иметь, но отстаивать его на каком угодно уровне. В крайнем случае он обязан отказаться от высокого поста, если его заставляют идти на компромисс со своими убеждениями и совестью. Но Жуков не ушел с поста начальника генерального штаба и никаких следов его протестов против действий Сталина не удалось обнаружить, несмотря на многолетние старания всего идеологического аппарата огромной страны. Накануне войны Жуков не сделал ничего против воли Сталина. Поэтому он несет полную ответственность за величайший разгром. Потому он не только самый жестокий и самый кровавый полководец мировой истории, но еще и самый слабовольный, трусливый и бездарный. Глава 10, часть 3. Есть еще возражения. Жуков не виноват в разгроме 1941 года, ибо до начала войны он находился на должности начальника генерального штаба всего только пять месяцев. Он не успел вникнуть в дела. Этот довод повторялся многократно. Исходил он от самого великого стратега. Академик Анфилов опубликовал воспоминания о том, как через 20 лет после войны встречался с Жуковым. И был разговор примерно следующего содержания. Анфилов. Как же Георгий Константинович промашка такая в начале войны вышла? Жуков. А вот вы пришли на новую должность. Сколько времени потребовалось, чтобы вникнуть? Анфилов. Ну, один год. Жуков. То-то. А я всего-то пять месяцев имел. И хозяйство у меня вон какое. Анфилов, понятно, с доводом стратега согласился. Согласимся и мы. Но возникает нестыковка. Жуков и его защитники не понимают, в какую яму угодили. Сопоставим два рассказа Жукова. В январе 41-го года великий стратег Жуков якобы бросил взгляд на карту и мысленно воспроизвел весь германский план Барбаросса. Жуков якобы сразу все понял и якобы громил Павлова на стратегической игре точно так, как германские генералы громили войска Павлова полгода спустя на полях сражений. Но потом, в том же январе 41-го года, Жуков был назначен начальником генерального штаба. И вот теперь он в обстановку никак вникнуть не смог. Не сумел ничего понять, ни в чем разобраться. В начале января 41-го года Жуков был всего лишь командующим округом. Доступа к самой важной информации не имел. На осмысление обстановки, на предстоящую стратегическую игру давался всего один день, 1 января 41-го года. А по воспоминаниям Жукова, вообще никакого времени на осмысление обстановки не давалось. По мемуарам Жукова, стратегическая игра началась прямо на следующий день, после совещания высшего командного состава. Но никаких проблем не возникло. Не раздумывая долго, великий стратег сразу все оценил, мгновенно указал, где и как немцы будут наступать. И вот Жукова ставят во главе генерального штаба. Перед ним открыт доступ к любой информации. В его подчинении все. Жуков может вызвать на ковер командующего любого военного округа, любой армии, командира любого корпуса, дивизии, бригады, полка, начальника любого штаба, любого управления, направления, отдела и потребовать в 5 минут обрисовать обстановку. Прямо в Москве, на Ходынском поле, в распоряжении начальника генерального штаба, самолет. Жуков в любой момент может вылететь в любой штаб, в любой гарнизон, на любой участок границы. Что тут у вас? Жуков может потребовать к себе на доклад любого разведчика, от нелегального резидента в Женеве до начальника главного разведывательного управления. Ну-ка обрисуй ситуацию. 2 января 41 года, командующий Киевским особым военным округом генерал армии Жуков с первого взгляда оценил и понял всю обстановку. И понимал ее до 11 января, пока продолжалась игра. Но вот 13 января 41 года генерал армии Жуков назначен начальником генерального штаба. Он смотрит в ту же карту и ничего не может понять. Смотрит весь день, всю ночь, никак вникнуть не может. Смотрит неделю, месяц, два, ничего не понимает. Призывает на помощь весь генеральный штаб, штабы всех военных округов, флотов, армии, флотилий. Требует на помощь сотни генералов и тысячи полковников, но никак в обстановку не проникает. Проходит третий месяц, четвертый, пятый. Жуков пытается разобраться, но нет, мудрена. Кажется и легко на вид, а раз смотришь, просто черт возьми, никак не выходит сообразить, что к чему. С 13 января до 22 июня, 5 месяцев, неделя и один день. Так бедный Жуков в обстановку и не вник. Времени не хватило. Так ничего и не понял. Нападают враги, а у него даже приказ об отражении агрессии не подписан. Глава 10, часть 4. С заявлением о том, что Жуков не успел уяснить обстановку, мы не поверим. И вот почему. В западных районах Советского Союза 5 военных округов. Ленинградский, Прибалтийский, Западный, Киевский и Одесский. В военное время эти округа превращаются во фронты. Соответственно, Северный, Северо-Западный, Юго-Западный и Южный. Ситуацию в Ленинградском военном округе Жукову можно было не изучать. Природные условия таковы, что боевых действий грандиозного масштаба в Карелии быть не может. Тут непроходимые лесные чащи, тайга, тундра, озера, топки и болотра, быстрые речки с каменистыми перекатами и обрывистыми берегами. Огромные валуны, скалы, комары и мошкара, которые заедают до смерти. Полное отсутствие дорог, лютый климат. А ближе к северу еще и полярная ночь. Боевые действия тут неизбежно распадаются на мелкие бои местного значения. Ясно, что главный удар противник будет наносить в другом месте. Так что обстановку в Ленинградском военном округе Жуков мог не изучать. Оставались еще четыре округа. Но и они, неравноценны. Германское вторжение могло быть осуществлено в основном через Белоруссию и Украину. В сравнении с Украиной и Белоруссией, остальные направления второстепенные. Вот Жукову и следовало разобраться в первую очередь с обстановкой в Белоруссии и Украине. Но она ему известна. После Гражданской войны и до начала Второй мировой в строевых частях Жуков служил только в Белоруссии. Из этой службы выпадают короткие периоды на кавалерийских курсах в Ленинграде и служба в Москве в инспекции кавалерий. Но на строевые должности Жуков неизменно возвращался в Белоруссию. Тут, с 1922 по 1939 год, он прошел путь от командира эскадрона до заместителя командующего округом. Тут, в Белоруссии, Жуков прошел все ступени служебной лестницы, не пропустив ни одной. Тут он был и командиром полка, и бригады, и дивизии, и корпуса, и пошел еще выше. По долгу службы Жуков должен был знать обстановку в Белоруссии, как статьи боевого устава. Он должен знать каждую кочку и каждый кустик. Должность заместителя командующего Белорусским военным округом Жуков сдал в конце мая 1939 года. На должность начальника генерального штаба назначен в январе 1941. За это время ситуация в Белоруссии несколько изменилась. Однако на фоне того, что было раньше, изменения видны особенно четко. Эта дивизия была тут, теперь ее двинули к границе. А здесь была дивизия, теперь ее развернули в корпус. Там был корпус, теперь целая армия. Неужели за пару часов эти изменения нельзя изучить? Тем более, что начальнику генштаба Жукову самому даже не надо было никаких бумаг искать. Не надо их читать. Подними трубочку. И тут же, как чертик из табакерки, выпрыгнет бодрый полковник-направленец из оперативного управления и четко в пять минут доложит. Было так, а стало вот так. И карту развернет, и справочку представит, если потребуется. Кроме всего, в январе 1941 года на стратегической игре Жуков, по его рассказам, воевал на картах именно на территории Белоруссии. И на картах, по словам Жукова, была нанесена реальная обстановка. И была она для Жукова кристально ясной. Откуда же потом в его светлую голову закрались неясности? Самые мощные из всех военных округов – киевские. Обстановку в Киевском особом военном округе Жукову изучать тоже не надо. Жуков пришел в генеральный штаб с поста командующего Киевским особым военным округом. Обстановку в нем Жуков обязан был знать лучше, чем кто-либо на нашей планете. Кроме того, когда Жуков был командиром бригады, дивизии, корпуса, заместителем командующего в Белорусском военном округе, он должен был знать обстановку и в других военных округах, прежде всего в соседнем, Киевском. А когда Жуков командовал Киевским округом, он по долгу службы должен был знать обстановку во всех остальных округах, прежде всего в соседних, Белорусском и Одесском. Если вы командир стрелкового отделения, то должны наладить взаимодействие с соседями. Вы обязаны знать, какое отделение действует правее вас, какое левее. Вы должны знать, какие у ваших соседей силы, какое вооружение, сколько людей и боеприпасов, на что они способны и какие задачи выполняют. Если вы командир взвода, то ваша прямая обязанность знать все о соседних взводах. Это относится к командирам всех рангов, до самого верха. Если вы командующий Киевским округом, так уж извольте изучить обстановку и у своих соседей. Положение обязывает. Остаются еще два направления – Прибалтика и Молдавия. С точки зрения обороны страны, это явно не главное направление. Обстановку в Молдавии, то есть на территории Одесского военного округа, Жуков обязан был знать по двум причинам. С одной стороны, Одесский округ – это сосед Киевского особого военного округа. С другой стороны, полгода назад, в июне 1940 года, Жуков командовал войсками Южного фронта в ходе похода на Бессарабию, то есть в Молдавию. Южный фронт разворачивался на территории Киевского и Одесского округов и имел в своем составе войска как Киевского, так и Одесского округов. Перед тем, как принять под командование Южный фронт, Жуков два месяца работал в Москве. Его специально освободили от всех должностей с тем, чтобы дать возможность изучить обстановку в Одесском и Киевском округах и на сопредельных территориях. И тогда, в июне 1940 года, все было Жукову ясно и с Киевским округом, и с Одесским. Так что же Жукову непонятно? Если непонятна ситуация в Прибалтике, то опять же нужно вызвать направленца из оперативного управления Генштаба, который коротко и ясно доложит все, что потребуется. Если этого мало, то можно вызвать командующего Прибалтийским особым военным округом, начальника его штаба, командующих армии, которые находятся в Прибалтике. Пусть докладывают. Но даже если Жуков за пять месяцев упорных трудов не смог сообразить, где находится 8-я армия Прибалтийского округа, а где 11-я, что входит в их состав и какие они решают задачи, то ничего страшного в этом нет. Пусть бы Жуков остановил вторжение противника через Украину и Белоруссию, а уж с Прибалтикой как-нибудь справились бы и без Жукова. Глава 10, часть 5. Зададим вопрос. А что делал Жуков для того, чтобы обстановку понять? Ведь был простой путь вникнуть в ситуацию. Допустим, глупый Сталин, который вообще ничего не понимал, приказал провести две стратегические игры. И обе с наступательной тематикой. Ладно, чем бы дитя не тешилось. Но кто мешал Жукову провести еще одну игру на оборонительную тему? Не надо новой встречи в верхах. Не надо собирать совещания высшего командного состава. Следовало просто в рамках генерального штаба собрать самых толковых офицеров и генералов, прежде всего из оперативного управления. Они готовят планы войны, потому знают обстановку лучше всех. Вот им и задать задачу. Немцы могут наступать вот так и так. На восьмые сутки они могут выйти к Барановичам. Что мы, братцы, будем делать при таком раскладе? Жукову следовало просто провести опрос подчиненных офицеров и генералов. А что бы я делал на месте начальника генерального штаба накануне скорой и неизбежной агрессии противника? И почему бы на эту оборонительную игру не пригласить Сталина? После смерти вождя Жуков рассказывал, что Сталин боялся войны. Раз так, то следовало усадить пугливого Сталина в уголок и перед ним разыграть оборонительное сражение. Не бойся, товарищ Сталин, если немцы на восьмые сутки выйдут к Барановичам, мы выставим на пути танковых колонн 100 тысяч противотанковых мин. А за минными полями мы уже в мирное время выраем противотанковые рвы. А тут в лесах посадим партизан. А вот тут у нас в засаде истребительно-противотанковая артиллерийская бригада. Но Жуков никакой игры на оборонительную тему не проводил. А ведь странно. Глава 10, часть 6. Самое смешное в этой истории вот что. Жуков множество раз рассказывал о том, как он планы Гитлера предвосхитил. Однако стратегический гений никогда, нигде, ни словом не обмолвился о том, что же следовало предпринять, чтобы избежать разгрома. Выходит, что мудрость Жукова какая-то однобокая. Давайте на пару минут поверим рассказам великого полководца и представим финал первой стратегической игры в январе 41 года. Командующий Киевским военным округом генерал армии Жуков демонстрирует вождю. Вот, товарищ Сталин, таким образом Гот и Гудериан разобьют Павлова. Товарищ Сталин видит разгром. Беспомощно разводит руками и ничего больше не делает. А мы спросим, неужели Сталин не выразил интереса, как же решить проблему обороны Белоруссии? Неужели он не спросил Жукова, так что же ты предлагаешь делать в такой ситуации? По рассказу Жукова выходит, что Сталин решения проблемы не искал. Жуков продемонстрировал Сталину, каким образом немцы разобьют Павлова. На том все и успокоились. Сталин просто пожурил Павлова за то, что тот проиграл битву на картах, присвоил ему очередное звание, ввел его в пятерку своих высших генералов и больше об обороне Белоруссии ни разу не вспомнил. Давайте посмеемся над Сталином. Дурачок он и есть дурачок. К тому же и трусишка. Но Жуков – гений. Неужели Жукову неинтересно найти решение проблемы? Жукову, если он действительно предвидел действия противника, следовало сказать Павлову, давай, Дмитрий Григорьевич, сядем вдвоем потолкуем. Давай решение проблемы найдем. Сам ты дурак, на игре решение найти не смог. Кончилась игра, но решение все равно искать надо. Твои войска – правый сосед войск моего Киевского округа. Черт с тобой, если тебя разобьют. Но если немцы нападут и на восьмой день выйдут к Барановичам, то это угроза моим войскам на Украине. Они разобьют тебя и выйдут во фланг моего Киевского округа. Из Белоруссии они могут ударить в мой тыл. Жуков был обязан искать способ остановить танковые клинья Гота и Гудериана в Белоруссии по многим причинам. Во-первых, ради самосохранения, Павлов правый сосед. Во-вторых, Жуков – русский генерал. Назревает разгром сверхмощной группировки Красной Армии в Белоруссии. Из простой любви к своему народу, своей стране и своей армии, патриот Жуков обязан был найти способ противостояния вторжению и сообщить его и Павлову, и Сталину. В-третьих, ради спортивного интереса, просто ради того, чтобы решить головоломку. Вот гимнастика для мозга. Известно, как будет действовать нападающая сторона, но неизвестно, что же делать обороняющейся стороне. Павлов на стратегической игре найти решение не сумел. Поэтому решение, интереса ради, должен был найти Жуков. Он должен был поставить себя на место Павлова и сообразить, что же надлежит делать командующему Западным фронтом, для того, чтобы предсказания не воплотились в кошмарную реальность. В-четвертых, ради карьерных интересов. Возникла возможность отличиться. Жуков показал Сталину, как немцы будут действовать в первые дни войны. Тут же следовало показать товарищу Сталину обратный фокус. Не надо бояться, товарищ Сталин. Я бы на месте Павлова поступил вот так. Вот, товарищ Сталин, решение. Если немцы будут действовать таким образом, мы им противопоставим контрманевр. В-пятых, через несколько дней после игры Жуков был назначен начальником генерального штаба. Теперь он уже не сосед Павлова, а прямой ему начальник. Жуков знает, что немцы нападут и на восьмой день могут выйти к Барановичам. Кроме того, Жуков знает, что Павлов остановить вторжение не сумеет. Павлов не знает, как надо действовать. Если так, прямая обязанность Жукова найти решение для Павлова. Жуков должен был Павлову приказать. Действуй вот так, так и так. Вот там рой противотанковые рвы. Тут ставь 4-ю армию в глухую оборону с этого рубежа. Готовь контрудар 6-го мехкорпуса. Тут ставь минные поля. Отводи авиацию с приграничных аэродромов. Вывози стратегические запасы подальше от границ. Проведи эвакуацию семей военнослужащих в районы страны. Если Павлов не способен командовать, Жуков должен был поставить перед Сталиным вопрос о смещении Павлова. Но Жуков почему-то этот вопрос не ставил. Если Павлов не способен командовать, а сместить его невозможно, начальник генерального штаба Жуков был обязан связаться прямо с командующими армиями, командирами корпусов и дивизий. В случае нападения, что вы намерены делать. Как намерены отбиваться, Жуков был обязан требовать от всех подчиненных Павлова искать решение. Что будет делать командующий 3-й армии в случае нападения? А у командующего 10-й армии какое решение? Но Жуков и этого почему-то не делал. На самый крайний случай Жуков должен был подумать о себе. Если Павлова разобьют, если на 8-й день германские танки выйдут к Барановичам, что должен делать я, начальник генерального штаба. Но Жуков почему-то решения для Павлова не искал и никаких приказов ему не отдавал. Вернее отдавал приказы, но совсем другого рода. На провокации не поддаваться, окопов не рыть, в оборону войска не ставить, границу оголять, войска собирать огромными массами, аэродромы строить у самых границ, авиацию перебазировать к границе, стратегические запасы туда же. Семьи военнослужащих из приграничных районов не вывозить. Спрашивается, а почему, если мы готовимся к обороне? Не будем спорить. В Минске сидел глупый, ни на что не способный Павлов. Он не знал, как отразить германское вторжение. Но ведь в Москве сидел, высоко возвышаясь над Павловым, мудрейший полководец 20 века. Но удивительное дело, Жуков сумел поставить себя на место Гитлера и гитлеровских стратегов и предсказать их замыслы. Но Жуков забыл поставить себя на свое собственное место начальника генерального штаба и найти решение проблеме обороны Белоруссии и всего Советского Союза. Глава 10, часть 7. Генерал армии Павлов не знал, как остановить удар германских танковых клиниях на Барановичи, Бобруйск, Минск и Витебск. А знал лишь Жуков. Если Жуков знал, как предотвратить разгром, почему не попросился у Сталина на должность командующего Западным особым военным округом? В генеральном штабе Жукову все равно нечего делать. Сталин, говорят, его гениальных советов не слушал. Поэтому надо было сказать, товарищ Сталин, чую беду. Павлов фронт в Белоруссии не удержит. Да вы и сами это на игре видели. А я удержу. Снимите Павлова, отправьте меня в Белоруссию. Я ни Гота, ни Гудериана не пропущу. И вот дилемма. Было ли в принципе возможно остановить германские танки в Белоруссии летом 41-го года? Было ли решение проблемы? Если решения не было, то Жукову не стоило после войны выпячивать свою гениальность на фоне неспособности Павлова. А если решение было, то почему начальник генерального штаба Жуков не сообщил его своему подчиненному Павлову и своему прямому начальнику Сталину. Жукову не хватило ума даже после войны задним числом выдумать решение и сообщить его своим поклонникам. Мол, дурачки не знали, как защищать Белоруссию. А я-то знал, что надо действовать вот так и вот так. Вся история войн и военного искусства состоит только из примеров двух категорий. Или полководец, король, князь, генерал, адмирал, фельдмаршал не разгадал замыслов противника и зато поплатился разгромом. Или он замысел противника предсказал, что-то этим замыслом противопоставил и в результате получил блистательную победу. Один полководец понимал, что центр его боевого порядка прорвут. Потому позади своих дружин сцепил возы цепями для устойчивости, чтобы некуда было пятиться. Другой полководец сообразил, что противник перед боевыми порядками своих войск вырл ямы, прикрыл их хворостом и присыпал землей. Чтобы в эти ямы не угодить, мудрый вождь свои войска удержал от самоубийственной атаки. Третий полководец, разгадав замысел противника, поставил в соседнем лесу засадный полк и в решающий момент битвы ударил во фланг и тыл врагам. Но вот уникальный случай истории. Гениальный полководец Жуков мгновенно разгадал замысел противника, но гениальности его хватило только на это. Никаких выводов из своих предсказаний он не делал. Ему даже в голову не пришло соврать, мол, я Сталину предлагал отражать германское вторжение вот так и так. И в своих мемуарах он ограничился заявлениями о том, что занимался предсказаниями. Но кому нужны предсказания, если из них никто, начиная с самого предсказателя, не делает выводов? Давайте представим такую ситуацию. Перед выходом Титаника в море некий штурман собрал огромное количество сведений о морских течениях, о путях айсбергов в океане, последние сообщения очевидцев о положении айсбергов в данный момент, изучил ледовую обстановку и провел весьма сложные расчеты. И становится ему понятно, что если вот идти таким курсом, с такой-то скоростью, то в Акурат, ночь на 14 апреля, Титаник царапнет айсберг вот в этой точке океана. Штурмана все хвалят за мудрейшие предсказания и тут же назначают капитаном Титаника. И вот он на полной скорости гонит свой корабль сквозь черную ночь и в той самой точке, где предсказал, врезается таки в тот самый айсберг. И радостно объявляет, все случилось так, как я предвидел. И восхищенный мир рукоплещет гениальному предсказателю. Вот именно в таком положении оказался сказочник Жуков. Своим хвастовством он сам загнал себя в глупейшее положение. Если бы Жуков был умным человеком, то его рассказ должен выглядеть так. Я рассчитал, что немцы на восьмой день выйдут к Барановичам. И они туда вышли. И там они попали в ловушку, которую я им подстроил. Но рассказывает Жуков, вот что. Я все понимал. Я предсказал катастрофу. Меня назначили начальником генерального штаба. И за пять месяцев я не сделал ничего для предотвращения своих собственных предсказаний. И катастрофа таки случилась. Точно в соответствии с моими пророчествами. И мир рукоплещет стратегическому предсказателю. И тысячи жуковских почитателей платочками вытирают слезы умиления. Гений. Чистый гений. Как сказал, так и вышло. А мы снова перед выбором. Или Жуков хвастун. Он врет про свои предсказания. Или он враг народа. Знал, где и как немцы будут действовать, но не сделал ничего, чтобы им помешать. Глава одиннадцатая. Действовать по-боевому. Печать личности Жукова, его полководческого таланта, лежит на ходе и исходе важнейших стратегических операций советских вооруженных сил. Военно-исторический журнал, 1986 год, номер 12, страница 40. Генерал армии, майоров. Часть первая. Не боюсь повторить. Штаб – это мозг. Удар по штабу – это кувалда по черепу. Чтобы лишить противника приятной возможности бить ломом или разводным ключом по вашей голове, вы обязаны свой штаб спрятать и защитить. Противник не должен знать, кто, где и когда принимает решения, в чем они заключаются, когда и как передаются исполнителям. Принято считать, что работа начальника штаба сводится к добыванию, сбору, изучению, обработке, отображению, анализу и оценке обстановки, подготовке решений, приказов, планированию боевых действий, организации взаимодействия, контролю за исполнением. Это так. Но это не все. И это даже не главное. Вы можете придумать гениальные планы, но до войск они не дойдут. Что толку от такой гениальности? Поэтому перед тем, как принимать решения, надо создать систему управления, то есть места, где вы будете решения принимать, и каналы связи, по которым принятые решения будут передаваться исполнителям. Проще говоря, прежде чем думать над тем, вправо рулить или влево, надо иметь в руках рулевое колесо. Работа начальника любого штаба должна начинаться не с принятия мудрых решений и отдачи гениальных приказов, от создания системы управления войсками. Эта система должна быть устойчивой, неуязвимой, скрытной. Это первая работа начальника любого штаба от батальона и выше. Начальник любого штаба лично отвечает за оборудование, маскировку, охрану и оборону командного пункта и узла связи. Имея это в виду, вернемся к величайшему полководцу 20 века Георгию Константиновичу Жукову, который 13 января 1941 года был назначен на пост начальника генерального штаба РКК. Если вы водитель, если вы получили от предшественника старый самосвал, то первым делом интересуетесь, есть ли в нем место для водителя, есть ли руль, рычаги и педали. Смею предположить, что получив назначение в генеральный штаб, великий стратег Жуков первым делом спросил, а где будет мое рабочее место в случае войны? Где тот подземный командный пункт, в котором я буду находиться в последние часы мира? В первые и все последующие мгновения дни и годы войны? Не из своего же высокого кабинета я буду управлять войной. Где они, спрятанные от вражеских глаз и надежно защищенные бункеры для моих помощников, для операторов, разведчиков, шифровальщиков, связистов и всей остальной штабной братьи? Командный пункт генерального штаба должен быть прикрыт, защищен и от вражеского огня спрятан. Итак, где же подземные бетонные казематы для генерального штаба и его выдающегося начальника? Я предположил, что великий стратег такие вопросы задал. Но мое предположение оказалось ошибочным. Великий стратег таких вопросов не задал. Жуков не интересовался, откуда и как он будет руководить отражением гитлеровского нашествия. Он сидел в генеральном штабе день, два, неделю, месяц, пять месяцев. Он никак не мог сообразить, что Красной Армией все же надо будет как-то управлять в ходе войны. Для этого надо создавать систему управления. Надо начинать с командного пункта генерального штаба. Одновременно надо потребовать от командующих военными округами, флотами, армиями и флотилиями, чтобы они тоже построили, оборудовали и замаскировали свои командные пункты. Систему командных пунктов надо объединять узлами и линиями связи, которые тоже должны быть хорошо прикрыты от любой опасности, защищены и спрятаны. Часть 2. В Красной Армии существовала великолепно отлаженная система управления боевыми действиями в ходе захватнической войны на чужой территории. Для наступательной войны были подготовлены командные пункты в поездах. Эти командные пункты можно было решительно и быстро перемещать вслед уходящим вперед войскам. Для этих подвижных командных пунктов уже в мирное время вблизи государственных границ были подготовлены укрытия с выходами подземных кабелей правительственной связи. Были также созданы поезда связи, которые могли разворачивать узлы стратегической системы связи в районах расположения поездов управления. Для защиты подвижных командных пунктов и поездов связи были сформированы дивизионы, как обычных бронепоездов с танковым вооружением, так и дивизионы зенитных бронепоездов. А для войны оборонительной не было сделано ничего. Система управления боевыми действиями Красной Армии в оборонительной войне начисто отсутствовала. Сам Жуков ситуацию описывает так. Цитата. Воспоминания и размышления. Страница 218-219. Когда речь идет о победах, то великий полководец говорит «Я предположил», «Я предвидел», «Я знал», «Я решил», «Я потребовал», «Я настоял», «Я отстоял». А когда речь заходит о просчетах и ошибках, о преступной халатности, тот же стратегический гений использует неопределенную форму, кем-то неодушевленным и бестелесным, было упущено время на строительство командных пунктов. Красная Армия не имела системы управления войсками на случай оборонительной войны. И в этом, понятно, кто-то виноват. Но только не начальник генерального штаба генерал армии Жуков, который персонально за систему управления отвечал. Виноваты ли предшественники Жукова? Несомненно. Но мы их не причисляем ни к гениям, ни к святым. А тут почти святой стратег был назначен начальником генерального штаба 13 января 1941 года. Но только весной он сообразил, что у него нет ни места водителя, ни руля, ни рычагов, ни педалей. Если великий стратегический гений сообразил весной 1941 года, что генеральный штаб не имеет командного пункта на случай оборонительной войны, значит, предполагаем мы, а значный гений тут же распорядился командный пункт построить. Увы, мы с вами снова ошиблись. Это нам легко рассуждать. Нет командного пункта, значит, его надо возводить. А у гениев все не так. Прежде чем предпринять какие-то действия, им надо думать, думать и думать. Неделями и месяцами. Жукову подчиненные напоминали. Надо строить КП. А Жуков запрещал. Подчиненные требовали. А Жуков снова запрещал. И уже не просто, а категорически. Маршал Советского Союза Василевский в 1941 году был генерал-майором в оперативном управлении генерального штаба. Не называя никого по имени, но мы-то знаем, кто персонально отвечает за командный пункт генерального штаба. Василевский сложившуюся ситуацию описывает так. Цитата. Несмотря на все наши настояния, до войны нам не разрешили даже организовать подземный командный пункт. Подземное рабочее помещение. Только в первый день войны, примерно в то же время, когда началась мобилизация. А мобилизация, как ни странно это звучит, была объявлена в 14 часов 22 июня. То есть через 12 часов после начала войны. В это время во дворе первого дома наркомата обороны начали ковырять землю, рыть убежище. Знамя, 1988 год, номер 5, страница 90. В январе 1941 года гениальный Жуков пришел в генеральный штаб. Весной он сообразил, что нет командного пункта. Но пока война не грянула, он созданием, развитием и совершенствованием системы управления вооруженных сил не занимался. То есть он не выполнял своих прямых служебных обязанностей. Часть третья. Одновременно с созданием системы управления Красной Армией, Жукову надо было готовить планы оборонительной войны. Планов не надо было много. Следовало набросать на карте общий замысел, что мы намерены делать в случае нападения противника. Затем распределить боевые задачи, кто и что обязан делать в случае нападения противника и непосредственно перед этим нападением. Если бы Красная Армия готовилась к оборонительной войне, то каждому командиру от командующего округом и ниже следовало только указать боевую задачу. Сказать, что надо делать. А на вопрос как, каждый командир и его штаб должны были искать свои ответы. Каждый командир и его штаб должны были сами составлять планы обороны. Однако Красная Армия готовилась не к оборонительной войне на своей территории, а к какой-то другой войне. Потому всем командирам и всем штабам запретили составлять какие-либо планы на случай войны. Все в свои руки взял начальник генерального штаба генерал армии Жуков. Генеральному штабу под руководством Жукова пришлось составлять планы не только для высшего руководства, но и для всех нежестоящих эшелонов командной структуры. В случае войны приграничные военные округа превращались во фронты. Каждый фронт – это группа армии. Генеральный штаб готовил подробные планы боевых действий для каждого фронта. Каждой армии – корпуса дивизии полка. Все эти планы упаковывали в так называемые «красные пакеты». Каждый командир от полка и выше в своем сейфе имел красный пакет, но не имел представления, что в нем содержится. В случае опасности из генерального штаба должен был поступить приказ на вскрытие пакетов. Получив приказ, каждый командир должен был вскрыть красный пакет и действовать в соответствии с указаниями, которые в нем содержались. Была проделана огромная работа по составлению планов. Однако действия Красной армии 22 июня 1941 года – это разнобой и полная анархия. Создается впечатление, что все от рядовых солдат до Жукова и Сталина не знали, что кому надлежит делать. Так были ли у Красной армии планы войны? Планы были. Маршал Советского Союза Василевский объясняет, цитата, «Разумеется, оперативные планы имелись и весьма подробно разработанные, точно так же, как и мобилизационные планы. Мобилизационные планы были доведены до каждой части, буквально включая самые второстепенные тыловые части, вроде каких-нибудь тыловых складов и хозяйственных команд. Беда не в отсутствии у нас оперативных планах, а в невозможности их выполнить в той обстановке, которая сложилась». Знамя 1988 год, номер 5, страница 82. Если верить Василевскому или любому нашему полководцу и академику, то получается вот что. Величайший стратег 20 века Жуков составил планы отражения агрессии. Планы были воистину великолепными. Но у этих планов был совсем небольшой недостаток. В случае агрессии их было невозможно выполнить. Представьте себе самого лучшего в мире специалиста по тушению пожаров. Он составил невероятный по красоте и изяществу план тушения пожара в вашем доме. Всем этот план хорош. Но у него совсем мелкий изъян. В случае пожара от этого плана нет толка. А в остальном этот документ – образец для подражания и предмет зависти для соседей. Именно такой план защиты Родины составил Жуков. А ведь это анекдот, из разряда нарочно не придумаешь. Надо иметь воистину неземной талант и феноменальные способности, чтобы придумать такой план обороны страны, который нельзя использовать для обороны страны. И нас разрывает любопытство. Покажите нам этот план. Но нам отвечают. План Жукова – это величайший государственный секрет Советского Союза. На это мы мягко возражаем. Сгнил ваш Советский Союз и рухнул. Ничего, отвечают хранители секретов. А план все равно никому показывать нельзя. Ситуация становится совсем смешной, если вспомнит рассказы самого Жукова о том, как в январе 1941 года он мысленно предвосхитил весь германский план Барбаросса. Бывает же такое. Наш стратегический гений с расстояния в полторы тысячи километров видел насквозь все германские штабы, все их сейфы и документы, которые в них содержались. А потом, основываясь на результатах своего ясновидения, тот же гений составил свои собственные планы, которые оказались совершенно непригодными для противодействия германскому вторжению. Часть четвертая. Сам Жуков знал, что его план отражения агрессии годится для любого употребления, для любого развития событий, но не годится для применения по прямому назначению. Потому Жуков даже не пытался ввести свой план обороны государства в действие. Читайте мемуары Жукова. Он рассказывает, что чувствовал приближение войны. Коли так, вводи в действие свой гениальный план. Прикажи всем командирам вскрыть красные пакеты. Но Жуков не спешил. Вот рассказ Жукова. И вот поймите наше с Тимошенко состояние. С одной стороны, тревога грызла души, так как видели под окладом из округов, что противник занимает исходное положение для вторжения. А наши войска из-за упорства Сталина не приведены в готовность. С другой же, сохранялась все еще, пусть и небольшая, вера в способность Сталина избежать войны в 41 году. В таком состоянии мы находились до вечера 21 июня, пока сообщения немецких перебежчиков окончательно не развеяли эту иллюзию. Военно-исторический журнал, 1995 год, номер 3, страница 41. Итак, вечером 21 июня 41 года у Жукова больше нет иллюзии. Он понимает, это война. Но почему не вводит в действие свой гениальный план? И вот с границы каскадом пошли сообщения. Враг бомбит аэродромы. Артиллерия противника открыла ураганный огонь. Подводные лодки минируют подходы к нашим портам и базам. Диверсионные группы противника захватывают пограничные мосты. По этим мостам на нашу территорию лавины идут танки. Что же должен делать Жуков, получая такие сообщения? Ясное дело, вводить в действие план отражения агрессии. Но он упорно этого не делает. Жуков описал беспомощного и растерянного бестолкового Сталина и себя, спокойного, рассудительного, трезвомыслящего. Если дело именно так и обстояло, то в первые минуты войны Жуков должен был успокоить товарища Сталина. У нас есть план войны, его просто надо ввести в действие. Интересно, что и четверть века спустя, когда гениальный полководец створил свой бессмертный шедевр, он даже и не пытался оправдываться и валить вину на Сталина. Я, мол, имел план обороны страны и хотел его ввести в действие, но мне помешал Сталин. Нет таких оправданий, как нет у Жукова и никаких упоминаний о существовании плана войны. Начальник генерального штаба в момент начала войны или вовсе оказался без планов, или попросту забыл, что они у него есть. В момент начала войны Жуков не вспомнил о своих планах, но он о планах войны не вспомнил и через десятилетия после войны, когда работал над своим эпохальным шедевром. Опубликованы тысячи книг и статей участников тех событий, и ни один маршал, ни один генерал или адмирал, ни один офицер, ни один историк-исследователь не сообщил о том, что Жуков или кто-то еще приказал ввести в действие заранее разработанные планы и задействовать в соответствии с инструкциями, которые хранились в красных пакетах. Ни один командующий фронтом, флотом, армией, флотилией, ни один командир корпуса, дивизии, бригады или полка никогда не получал приказа на вскрытие красного пакета. Часть пятая. В ледоколе я писал, что планов отражения агрессии не было, зато существовал план внезапного нападения на Германию и захвата Европы. Кодовое название операции «Гроза». План был детально отработан. Он должен был вводиться в действие немедленно после того, как командующие фронтами и армиями получали короткий сигнал «Гроза». Существовал ли план «Гроза»? Был ли установлен такой сигнал? Или это мои фантазии? Отрицать существование такого сигнала Министерство обороны России не может. Однако этому сигналу дали другое объяснение. Сигнал «Гроза» был действительно установлен. Но означал он совсем иное. По нему командиры дивизии армии прикрытия должны были вскрыть красные пакеты. В последних содержались приказы с указанием мероприятий по занятию боевых позиций для отражения атак противника в случае агрессии. Красная звезда. 30 июля 1993 год. Если мы поверим объяснениям Министерству обороны России, то попадем в глухой тупик. Получается странная картина. Каждый командир имел красный пакет и был установлен сигнал «Гроза», который предписывал командирам вскрыть красные пакеты. И вот вопрос. Когда сигнал «Гроза» был передан войскам? Когда Великий Жуков этим сигналом ввел в действие планы войны? Ответ. Никогда. Ключ от всех планов у Жукова. Стоит Жукову дать сигнал, и тогда каждый командир вскроет красный пакет. И все будут действовать согласно по единому заранее разработанному плану. Но Жуков сигнал не дал. Красные пакеты так и остались в сейфах. А каждый командир действовал по своему усмотрению. Естественно, что получился разнобой, который привел к величайшему разгрому в мировой истории. Разгром с 1941 года повлек за собой многие следствия, включая и крушение Советского Союза. Официальная кремлевская пропаганда опрокинула самосвалы Блевотины на командный состав Красной Армии. Ныне миру внушено, что командиры Красной Армии были трусливы, глупы и ленивы. По приказу Министерства обороны России, некий ученый муж из Университета Тель-Авива даже провел специальное расследование и с научной точностью вычислил в процентах количество идиотов среди командиров Красной Армии. Но давайте попробуем поставить себя на место тех несчастных красных командиров. Давайте попробуем посмотреть на мир из-под козырьков их фуражек. Командирам советских полков, бригад, дивизий, корпусов, командующим армиями и фронтами категорически запрещалось разрабатывать какие-либо планы на случай войны. За всех думал Жуков. Планы войны поступали из Генерального штаба, хранились в опечатанных пакетах, как величайшая государственная тайна. Что там Жуков запланировал, знать до начала войны не полагалось. И вот война. Своего плана у вас нет. И не по вашей вине. На вскрытие Красного пакета требуется разрешение того же Жукова. Но разрешения тоже нет. За самовольное вскрытие пакета вас уничтожат. В таком же положении вся Красная Армия. Сотни тысяч командиров не имеют никаких планов и гибнут зря. Сговориться о совместных действиях тысячи командиров не имеют ни времени, ни возможности. Да они и не имеют права это делать. Для того, чтобы организовать совместные действия всей армии, существует Генеральный штаб. Но свою задачу не выполнил. Потому лучшие командиры, лучшие штабы и боевые части Красной Армии без толку погибали на границе. А вот после смерти всех этих командиров обливают грязью. Называют дураками и вычисляют процент идиотов в их рядах. Жуков по злому умыслу, по глупости или с перепугу забыл отдать приказ на вскрытие пакетов. Тем самым Жуков оставил Красную Армию без планов. Следовательно, подставил ее под разгром. И вот его называют гением. Даже орден Жукова учредили для таких же, как он, гениев. Для тех, кто не способен справляться с простейшими обязанностями в критической обстановке. Часть шестая. Без дисциплины нет армии. Дисциплина – это фундамент и стальной каркас вооруженных сил. Дисциплина армейская бывает слепой. На войне весьма часто слепая дисциплина оправдана. Вы полководец, вы не имеете права раскрыть свой замысел. Потому десятки, сотни тысяч, а то и миллионы людей вынуждены выполнять ваши приказы, не понимая их смысла. Вы просто отдаёте распоряжение. Что надо сделать, не объясняя зачем? Однако дисциплина становится самоубийственной, если войскам отдают дурацкие приказы. Начальник генерального штаба, генерал армии Жуков, перед войной отдал достаточно приказов, которые полностью парализовали Красную Армию. Самолётов противника не сбивать. Патроны и снаряды у передовых полков дивизий изъять. Чтобы не было случайной артиллерийской стрельбы, замки с орудий снять и сдать на склады. Пограничные мосты разминировать. На провокации не поддаваться. За попытки стрелять по германским самолётам-нарушителям, всех виновных судить судом военного трибунала. За выполнением приказов Жукова весьма бдительно следили товарищи из НКВД и НКГБ. В марте 1941 года, когда Жуков уже был начальником генерального штаба, всё руководство флота чуть не пошло под расстрел за то, что флотские зенитчики открывали огонь по германским самолётам-нарушителям. Жуков не сделал ничего, чтобы оправдать флотских командиров и отменить приказ самолёта-нарушителей не сбивать. Наоборот, товарищи из НКВД предъявили обвинение руководству флота не по своей инициативе, а по записке Жукова, который требовал примерно наказать всех, кто стреляет без приказа. После войны своё поведение Жуков объяснял весьма удивительным образом. Мы боялись спровоцировать войну, не хотели давать Гитлеру повода для нападения. Ну и что из этого вышло? Вы не давали Гитлеру повода? Разве это могло его удержать? Разве удержало? Красная армия была вынуждена слепо повиноваться приказам Жукова. Но где грань между провокацией и войной? Вы командир авиационного полка. Бомбят ваш аэродром. Если бы вы знали, что все аэродромы бомбят, тогда ясно – война. Но вам этого знать не дано. В данный момент вы видите только свой аэродром и только 100 своих горящих самолётов. И каждый из миллионов солдат и офицеров на границе мог видеть только свой малый кусочек происходящего. Что это – провокация или уже не провокация? Вы начнёте стрелять, а вдруг потом выяснится, что только на вашем участке противник предпринял провокационные действия. Что с вами сделает Жуков и палачи из НКВД? Приказы Великого Жукова и воинская дисциплина требовали от войск на провокации не поддаваться. Вся армия выполняла приказ. Вся армия на провокации не поддавалась. 22 июня передовые дивизии без боя сдавали пограничные мосты. Лишь бы выполнить приказ стратегического гения не поддаваться на провокацию. Ах, глупые, негодуемые, не могли сообразить, что война началась. Мы возмущаемся действиями солдат, которые выполняли приказ Жукова, но почему-то не возмущаемся действиями Жукова, который эти приказы отдавал. Но неужели солдатам на границе было неясно, что это война? Да, им было неясно. У них приказ. Никакой другой информации к размышлению они не располагали. Давайте всех их считать идиотами. А в генеральном штабе сидел великий стратег. Он обладал всей информацией. Уже вечером, 21 июня, он знал, что сейчас начнется война. По его собственным словам, у него рассеялись последние иллюзии. Но он почему-то не вводил в действие свой план войны. Давайте считать его выдающимся мыслителем. Часть 7. Думал ли сам Жуков, что лично он будет делать в начале войны? Может быть и думал, но ничего не придумал. Все действия Жукова в первые минуты, часы и дни войны – это экспромт. Это действия, которые ранее не планировались и даже не обдумывались. До германского нападения Жуков засыпал армию запретами на применение оружия. Даже 22 июня 1941 года в 0 часов в 25 минут войскам была передана директива номер один. Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия. Директива была подписана маршалом Тимошенко и генералом армии Жуковым. Она завершалась категорическим требованием. Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить. Проверено вековым опытом. Лучше прикидываться дураком, чем прикидываться умным. Маршал Советского Союза Тимошенко никогда не заявлял, что вечером 21 июня 1941 года он якобы сообразил, что войны не избежать. Потому к маршалу Тимошенко претензий нет. А Жуков постоянно прикидывался умным человеком. Потому с завидным постоянством попадал в дурацкое положение. Он сам заявил, что якобы вечером 21 июня все иллюзии рассеялись, и он якобы понял – это война. Признание Жукова опубликовано в официальном органе Министерства обороны России в военно-историческом журнале. И вот, сообразив вечером 21 июня 1941 года, что начинается война, Жуков в 0 часов 25 минут 22 июня отдает приказ войскам на провокации не поддаваться и никаких мероприятий не проводить. Стал бы умный человек такое рассказывать. Ведь если сопоставить два заявления Жукова, и если им поверить, то великого стратега следовало повесить на площади вверх ногами за вредительство, за сознательное истребление своей собственной армии, за содействие врагу и измену родине. Стал бы умный человек отдавать приказ войскам не поддаваться на провокации после того, как понял, что речь идет не о провокациях, а о нападении противника. Директиву номер один передали в штабы военных округов. Там ее расшифровали, и на ее основе начали писать указания штабам армии. Зашифровали, отправили. В штабах армии получили, расшифровали, прочитали и начали сочинять указания штабам корпусов. Когда мудрейшие указания Жукова дошли до войск, уже давно горели аэродромы, рвались склады с боеприпасами, густо дымили хранилища нефти. Германские танки давили передовые советские дивизии, а нашим войскам объявляли категорические требования величайшего полководца 20 века. Не поддаваться на провокации, никаких мероприятий без особого распоряжения не проводить. Директива номер один была по существу смертным приговором Красной Армии. Не сопротивляться, когда в тебя стреляют. Генерал, подписавший этот бредовый документ, был бы у него ум, должен был прикидываться дурачком. Да, я такое подписал, ибо обстановки не понимал. Но наш стратег решил прикидываться умным. Я первым понял, что это война. Я сообразил еще вечером 21 июня. А глупый Сталин даже 22 июня отказывался ситуацию понимать. Жукову верить нельзя. Но если мы Жукову поверим, тогда возникает много вопросов. Жуков понял, это не провокация, а война. И после этого отдал приказ войскам. На провокации не поддаваться. Зачем? Он враг народа? Вредитель? Он был завербован гитлеровцами и по их приказу подставил Красную Армию под разгром? Или он совершал злодеяния по собственной инициативе? Зачем он эту гадость сотворил? Из любви к Гитлеру? Из-за ненависти к своему народу? Если поверить рассказам Жукова, тогда возникают вопросы и к нашим вождям. Вы знали, что Жуков отдал преступный приказ, который погубил Красную Армию. Сделал это он не по глупости, а преднамеренно. Почему же вы его прославляете? Вы тоже являетесь врагами народа и вредителями? Чтобы не нарваться на такие обвинения, нашим вождям и всем нам лучше не принимать всерьез выдумки Жукова. Нам описывают трусливого Сталина, который ничего не делал в момент начала войны, и мудрого Жукова, который слал директивы войскам. А по мне, лучше ничего не делать, чем слать такие директивы. Часть восьмая. Жуков должен был или подобных приказов не отдавать, или создать такую систему управления, которая позволяла бы в момент начала войны, а еще лучше до ее начала, все ранее наложенные ограничения на применение оружия отменить. Надо было придумать какой-то сигнал, который можно было бы довести сразу до всех войск. Любая армия вступает в оборонительную войну без всяких приказов, точно как часовой на посту отражает нападение, не дожидаясь никаких дополнительных распоряжений, директив или сигналов. Но Жуков строжайше повелел в бой не вступать, огня не открывать. Раз ввел такие запреты, изволь придумать одно короткое звучное слово «заслон», «сапфир», «тайга» и заранее оговорить их значения. Пусть подчиненные знают, если такое слово передал начальник генерального штаба, значит все запреты отменяются, этот сигнал разрешает вести бой, он означает «война». Но начальник генерального штаба генерал армии Жуков год назад публично плакал о грядущих жертвах. С того момента он всю свою жизнь посвятил грядущей войне. Пять месяцев, сидя в кресле начальника генерального штаба, думал о войне, но не придумал короткого слова на случай, если потребуется оповестить страну и армию о начале войны. Мало того, что Жуков оставил всю армию без всяких планов, но он еще наложил запрет на ведение боевых действий. Но и этого мало. В момент начала войны Жуков забыл снять наложенные им запреты. А разгром 41-го года он объяснил тем, что враг был сильнее, что войска были неустойчивыми, они впадали в панику и бежали. Жуков постоянно рассказывал о глупом и трусливом Сталине. Ранним утром 22 июня 41-го года Сталин не верил, что началась война. А мудрый Жуков понимал – это война. «Если ты понимаешь, звони во все колокола, дави на все кнопки, срывай пломбы на рычагах, включай сирены. По всем каналам гони шифровки командующим фронтами и армиями и ори в телефон открытым текстом, чтобы вскрывали красные пакеты. Передай свое понимание обстановке подчиненным. Они, дураки, не понимают, что началась война. Но ты-то гений. Сообщи же им, что мир кончился». Но Жуков не делает ничего. «Так объясните же мне, кому нужна мудрость Жукова, если эта мудрость не выходит за стены кремлевского кабинета? Что толку от такой мудрости? Что толку, если Жуков все понимает и все знает, но войскам своего знания и понимания обстановки не сообщает? Обязанность командующих фронтами, флотами, армиями, флотилиями, командиров корпусов, дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов – командовать своими войсками, отражать удары противника. Но они не выполняют своих обязанностей, ибо связаны приказами огня не открывать. А обязанность Жукова – оповестить войска о начале войны. В своих действиях Жуков не связан ничем. Так почему он не выполняет свои обязанности? Сам Жуков описал эти первые минуты и часы войны. Вот в кабинет Сталина входит Молотов и заявляет, что имел встречу с германским послом. И тот передал официальные документы германского правительства об объявлении войны Советскому Союзу. Жуков описывает реакцию Сталина на это сообщение, но почему-то не описывает свою собственную реакцию. Сам Жуков якобы давно знает, что война началась. Вот еще и Молотов принес официальное подтверждение. Реакция Жукова на слова Молотова должна быть однозначной и мгновенной. Каждая секунда промедления означает все новые захваченные противником мосты, склады оружия и боеприпасов. Каждая минута промедления – это новые километры, намотанные на гусеницы танков Гота, Гудериана, Манштейна. Каждый час промедления означает новые сотни сгоревших на аэродромах самолетов. Новые сотни тонн бестолку пролитой крови. Поэтому, услышав официальное подтверждение Молотова о том, что война объявлена, Жуков должен был хватать трубку телефона и орать во все адреса «Война! Война! Война! Война!». Но мудрый Жуков ходит по кабинету, говорит умные слова и ничего не сообщает войскам, которые не имеют никаких указаний, кроме категорических требований, никаких мероприятий не проводить. Не имея указаний Москвы, командующий Западным фронтом генерал армии Павлов на свой страх и риск в 5 часов 25 минут отдает приказ, ввиду обозначившихся со стороны немцев массовых военных действий, приказываю поднять войска и действовать по-боевому. Что это означает действовать по-боевому? Наступать? Обороняться? Отходить? Или вот конкретная ситуация. Пограничный мост. Приказано действовать по-боевому. Это значит пограничный мост удерживать или взорвать его? Или по нему двинуть на территорию противника разведывательные батальоны танковых дивизий? Приказ действовать по-боевому означал, что каждый может действовать как найдет нужным. И получился полный разнобой. Каждый командир отдавал свои собственные приказы, понятия не имея, что делают соседи. Наступают, обороняются, бегут или прячутся в лесах. Такая ситуация именуется страшным термином – потеря управления. Это происходило не только в Западном особом военном округе, но и во всех остальных. Одни войска по приказам своих командиров или без приказов отходили. Другие встали в глухую оборону. Среди них 99-я стрелковая дивизия, которую генерал-майор Власов перед войной сделал лучшей дивизией Красной Армии. Власовцы стояли насмерть, защищая свою родину. Кстати, в ходе войны 99-я стрелковая дивизия, 1-я в Красной Армии, была награждена боевым орденом. Это случилось 22 июля 1941 года. Третьи перешли в решительное наступление. Например, боевые корабли Дунайской флотилии высадили мощный десант на румынских берегах и водрузили красные знамена освобождения на всех колокольнях. И все это вместе называется хаосом. Ничего хорошего из этого выйти не могло и не вышло. Над приказом генерала Павлова действовать по-боевому нас приучили зубоскалить. Дурачок отдал приказ, который каждый мог трактовать как угодно. Но мы над Павловым смеяться не будем. Павлов проявил инициативу. Павлов, нарушив указания и директивы Жукова, приказал на провокации поддаваться. Генерал армии Павлов Дмитрий Григорьевич, не имея на то полномочий, не зная, что Германия объявила войну Советскому Союзу, по существу самостоятельно объявил войну Германии. В своем приказе командующий Западным фронтом генерал армии Павлов сказал «Главное – это война. Воюйте, кто как знает, я разрешаю воевать». Что он еще мог приказать? Наступать? Но, может быть, остальные фронты отступают. Отступать? Но, может быть, остальные фронты обороняются? Не зная обстановки на других фронтах и не имея указаний Москвы, Павлов просто разрешил своим войскам воевать, не указывая конкретно, кому и что делать. Можно сколько угодно смеяться над Павловым и его приказом. Но давайте помнить, что гениальный Жуков сидел в Москве, знал, что война началась, но вообще никаких приказов не отдавал. Последнее, что от него слышали – не поддаваться на провокации. Представьте себя командиром дивизии на самой границе. Есть два указания. Одно от Жукова – не реагировать на действия германской армии, которая давит гусеницами в ваших солдат, засыпает их снарядами и бомбами. Другое от Павлова – действовать по-боевому. Какое из этих указаний вы, командир дивизии, считаете преступным? Автора «Мерзавца» какого из этих указаний вы пристрелили бы, как бешеного пса? Чем же в эти минуты и часы занят наш великий стратег Жуков? Он пишет директиву с указаниями, что войскам надлежит делать. И это позор. Инструктировать командующих военными округами и армиями, командиров корпусов, дивизий, бригад и полков надо было до войны. А в момент ее начала надо только передать исполнителям петушиное слово. В любом подразделении, части, соединении, действия в чрезвычайных обстоятельствах всегда отрабатываются заранее. Когда чрезвычайная ситуация возникла, командир отдает совсем короткие приказы. В ружье, к бою. А уж каждый знать обязан, что ему надлежит делать. Так принято везде, на всех уровнях, от взвода начиная. Но только не у Жукова. Зачем Жуков пишет директиву? Ведь каждый советский командир уже держит в руках красный пакет, не смея его распечатать. Нужно только дать разрешение. Но Жуков разрешение не дает. Он сочиняет новые инструкции. 1 января 41 года он бросил взгляд на карту и тут же предвосхитил германский план войны. Потом, почти полгода, он составлял какие-то планы, которые в случае нападения противника использовать нельзя. И вот, 22 июня нанесен внезапный удар. И великий стратег решил написать директиву войскам. Он решил объяснить командующим фронтами и армиями, что же им надлежит делать в случае нападения, которое уже совершилось. В своей книге Жуков сообщает, цитата, 7 часов 15 минут, 22 июня, директива Наркома обороны номер 2 была передана в округа. Но по соотношению сил и сложившейся обстановки, она оказалась явно нереальной, а потому и не была притворена в жизнь. Воспоминание размышления, страница 248. Можно было написать директиву номер 2, но Жуков уточняет. Директива Наркома обороны номер 2. Этим жестом Жуков снимает с себя ответственность и вежливо перекладывает ее на Наркома обороны маршала Советского Союза Тимошенко. Но каждый знает, что любая директива Наркома готовится начальником Генерального штаба. В данном случае директива не только подписана Жуковым, но и написана его собственной рукой. Удивляет и то, что текст самого первого документа войны, который к тому же был написан собственной рукой великого стратега, почему-то в мемуарах Жукова не приводится. Мы только узнаем, что директива эта была нереальной и невыполнимой. То есть дурацкой. Нам постоянно напоминают, что печать личности Жукова, его полководческого таланта лежит на ходе и исходе важнейших стратегических операций советских вооруженных сил. Вот это верно. Печать личности Жукова и его полководческого таланта лежит на разгроме Красной Армии в июне 1941 года. И эта печать несмываема. Глава 12. Наражен. План отражения фашистской агрессии носил контрнаступательный характер. В основе подготовки начальных операций лежала идея мощного ответного удара с последующим переходом в решительное наступление по всему фронту. Этому замыслу была подчинена и вся система стратегического развертывания вооруженных сил. Введение стратегической обороны и другие варианты действий практически не отрабатывались. Военно-исторический журнал. 1991 год. Номер 5. Страница 13. Министр обороны Советского Союза. Маршал Советского Союза. Язов. Часть 1. Жуков сообщает, что 22 июня 1941 года в 7 часов 15 минут директива номер 2 была передана в военные округа. Великий гений ошибся. Военно-исторический журнал. 1991 год. Номер 4. Опубликовал фоксимильную копию директива номер 2, которую Жуков писал утром 22 июня 1941 года. Это грязная, вся исчерканная бумажка, исписанная неразборчивым почерком. В ней масса поправок. Прежде всего. Документ должен иметь гриф секретности. Жуков пишет. Шифром. Зачеркивает. Пишет. Секретно. Далее следует список адресов рассылки. Военным советом Ленинградского военного округа. Севера. Тут же недописанное слово «севера» Жуков зачеркивает. Вместо этого пишет. Приб. ОВО. Зап. ОВО. К. ОВО. ОД. ОВО. За этим скрывается вот что. Для нападения на Германию, Венгрию и Румынию войска Прибалтийского, Западного и Киевского особых военных округов уже в мирное время были тайно преобразованы соответственно в Северо-Западный, Западный и Юго-Западный фронты. Но об этом можно будет сообщить только в тот момент, когда начнется вторжение в Германию, Венгрию и Румынию. До начала вторжения наши развернутые фронты для отвода глаз продолжают все так же мирно именоваться военными округами. Жуков хотел было писать директиву «Военным советам фронтов», но вспомнил, что наше наступление еще не начинается, потому сведения о том, что фронты уже созданы, нельзя сообщать даже в секретном документе. Потому Жуков черкает недописанное обращение к военным советам Северо-Западного и других фронтов и обращается к военным советам округов. Потом в готовый документ между строчек мелкими буквами добавлен еще один адрес – «Копия наркому внутренних дел». Жуков за пять месяцев мучительных размышлений не удосужился составить список тех, кого в первую очередь следует оповестить о начале войны. Перед войной Жукову не приходила в голову мысль, что в момент ее начала надо об этом сообщить пограничным, конвойным, охранным, оперативным и другим войскам НКВД. Но в последний момент Жуков спохватился, вспомнил о чекистах и вписал в ведомство Берии в число адресатов. Но Жуков не вспомнил народного комиссара военно-морского флота. Тут в Москве из здания генерального штаба, в здании НКВД на Лубянке, народному комиссару внутренних дел Лаврентию Павловичу Берия срочно передают копию директивы начальника генерального штаба Жукова, чтобы Берия знал – война началась. Но тут же в Москве такую же копию не передают народному комиссару военно-морского флота адмиралу Кузнецову. Правда, снизу под документом приписано. Снята копия от руки в одном экс-точка и вручена капитану Голубеву НКМФ. Расписка на обороте. В критические минуты и часы эта директива не была передана флоту. Кто-то потом от руки переписывал каракули Жукова и доставлял директиву в наркомат ВМФ. Жуков не вспомнил про начальника главного управления ПВО и начальника главного управления ВВС. Потому директиву Жукову не передали в главное управление военно-воздушных сил и в главное управление противовоздушной обороны тоже не передали. О них стратег просто по-человечески забыл. Далее, после перечисления адресов рассылки, дата и время 22.6.41.7.15. Так что 7 часов 15 минут – это не время, когда директиву передали в округа. 7 часов 15 минут Жуков только сел ее писать и в левом верхнем углу поставил время. Директиву еще надо сочинить, а нужные слова как назло не шли. Потом ее надо передать шифровальщикам. Им тоже нужно время на то, чтобы документ зашифровать. А потом его надо отнести на узел связи. Его надо передать, его надо принять и расшифровать. А в это время давно горели аэродромы. А в это время чекисты хватали тех немногих летчиков, которые на свой страх и риск успели поднять самолеты в небо, вступить в бой и вернуться живыми на землю. До войск дошла пока только директива Жукова номер один – на провокации не поддаваться. Тот, кто вступил в бой – провокатор. Тому тут же на аэродроме среди горящих самолетов и рвущихся боеприпасов чекисты отбивают почки, чтобы другим неповадно было на провокации поддаваться. И пока в войсках каждый делает то, что придет на ум, Жуков мучительно сочиняет документ. Он черкает, сверху пишет нечто другое, снова черкает, стороне пишет нечто совсем другое и стрелкой показывает, куда эту вставку вписать в текст. Не имея времени и возможности ждать указаний от великого стратега, командующие фронтами и армиями генералы Кузнецов, Павлов, Черевиченко, Кирпонос были вынуждены превышать полномочия и нарушать преступные запреты Жукова. Они отдавали свои собственные приказы действовать по-боевому. А это означало, централизованное управление Красной Армией потеряно. Такая ситуация нашими трибуналами во все времена квалифицировалась как преступная халатность и каралась расстрелом. После войны Жуков валил вину на Павлова, Кузнецова, Кирпоноса и других командующих округами. Но они ли виноваты? Дирижер репетиций не проводил, ноты исполнителям не раздал. Ноты были опечатаны и доступа к ним у исполнителей не было. Дирижер даже не сообщил, что предстоит исполнять. Начался концерт, а дирижера нет. Каждый музыкант, действуя по-боевому, исполняет то, что ему нравится. Кто танец с саблями, а кто умирающего лебедя. Наш оркестр забросали тухлыми яйцами. И тут появляется гениальный, почти святой дирижер. Весь в белом. И он выносит свои оценки. И он в своих исполнителей тоже тухлые яйца мечет. Он рассказывает о недостатке образования у исполнителей. И мы верим дирижеру в белом. Мы лепим ему памятник. И навеки покрываем позором тех, кто хоть что-то делал, когда Жуков не делал ничего. Так вот, управление Красной Армией было потеряно не на уровне командующих военными округами, а на уровне генерального штаба. Управление Красной Армией было потеряно не в первые минуты войны, а до ее начала. В первые часы войны Жуков не давал Красной Армии никаких указаний о том, что нужно делать в случае нападения. Но и перед войной Жуков не давал никаких указаний военным округам, что надо делать в случае внезапного нападения. Следовательно, Красная Армия была неуправляемой не только с первых мгновений войны, но и до ее начала. Глава 12, часть 2. Жуков имел еще одну возможность оповестить войска о начале войны. Объявить мобилизацию. Маршал Советского Союза Баграмян сообщает, что перед войной был приказ под германским самолетом не стрелять. И было разъяснение, открывать огонь можно при объявлении мобилизации. Так шли мы к победе. Москва. Военный сдат. 1988 год. Страница 46. Кто же отвечает за мобилизацию? Генеральный штаб и лично начальник генерального штаба. Мобилизацию готовит генеральный штаб. А проводится она по решению высших органов государственной власти. Однако обязанность начальника генерального штаба в том, чтобы этой самой власти подсказать и напомнить. Пора. Вся высшая государственная власть – Сталин. Поверим Жукову. Сталин перепугался и не знал, что делать. Ну так подскажи ему. Прояви инициативу. Воспользуйся молчанием Сталина как знаком согласия. А если согласия Сталина нет, превысь полномочия. Генерал армии Павлов полномочия превысил. Он не имел ни распоряжений Москвы. И не было Сталина рядом с ним. А Жукову не надо орать в мертвую телефонную трубку. Ему не надо писать и шифровать послания Сталину. Жуков находится в кабинете Сталина. Тут собрано все политбюро. И если все эти деятели не знали, что предпринять, то Жукову следовало кричать «Я объявляю мобилизацию». Кто против? Вот и все. Кто бы возразил? А если бы возразил, то на него и пала бы ответственность за промедление. А так промедление в объявлении мобилизации навеки остается на Жукове. Тянулись часы, а мобилизация все не объявлялась. И только, как сообщает маршал Советского Союза Василевский, через 12 часов после начала войны мобилизация была объявлена. Говорят, что фронтовые командиры медленно реагировали на происходящее. Это правильно. А стратегический гений – образец решительности и проворства. Был и еще нюанс. Первым днем мобилизации объявлялось 23 июня 1941 года. Так что указ о мобилизации, этот выдающийся перл стратегической мудрости, подготовленный лично Жуковым, можно было понимать и так. Немецкие самолеты можно сбивать, начиная со следующего дня. А наш гений строчит новый документ – директиву номер 3. Текст ее он почему-то тоже не приводит в своей книге. И есть на то причина. Директива номер 3 предписывала Красной Армии не обороняться, а наступать, окружить и уничтожить Сувалкинскую группировку противника и к исходу 24 июля овладеть районом Сувалки. Окружить и уничтожить группировку противника, наступающую в направлении Владимир-Волынский – Броды, к исходу 24 июля овладеть районом Люблин. Ах, лучше бы наш стратег таких директив не подписывал. Смысл этой директивы в том, что Жуков снова не ставит войскам задачу защищать свою землю. Жуков снова бросает войска в наступление, причем на территорию противника. Смысл директивы в том, что войскам запретили обороняться. Жуков бросил войска в наступление, поставив фантастические невыполнимые задачи – захватывать польские города Сувалки и Люблин, причем очень быстро. После войны Жуков рассказывал, что враг был сильнее. Коль так, отдай приказ на оборону. Если наши войска слабее, то наступление для них – самоубийство. Тем более, если наступление спонтанное, на подготовку которого Жуков не дает никакого времени. Жуков просто требует через день-два доложить о захвате городов на территории противника. В такой ситуации приказ генерала армии Павлова действовать по-боевому был куда более разумным. Каждый командир видел, что творится вокруг, и действовал в соответствии с обстановкой – переходил к обороне или отходил. А директива Жукова номер три заставляла всех наступать. Жуков требовал наступать в условиях, когда сожжены аэродромы, когда наши разведывательные самолеты не могут подняться в воздух. Следовательно, командиры не представляют, где противник. Жуков требовал наступать вслепую в условиях полного господства противника в воздухе. Жуков требовал наступать в условиях, когда противник все видится в воздухе, а у нас выбиты глаза. Когда-то в детстве я слышал выражение «не лезь на рожон». Мне казалось, что это ругательство. Потом узнал, что копье с очень широким и массивным пером называется рогатиной, а наконечник – рожон. С таким копьем ходили на медведя. Охота была делом простым. На медведя ходили не ватагой, а по одному. Надо было медведя раздразнить, вынудить его к нападению. Рожон упирали в грудь медведя, а конец копья – в землю. Если выдерживало древко копья и нерва охотника, то зверь сам себя убивал. Он сам лез на рожон всей своей массой. Директива номер три погубила Красную армию. Этой директивой Жуков бросил русского медведя на немецкий рожон. Глава двенадцатая, часть третья. В предшествующих главах мы встретили заявление о том, что на стратегических играх в январе 41-го года Жуков показал себя полководцем более высокого класса, чем Кузнецов и Павлов, которые в начале войны действовали неудачно. Из песни слово не выбросишь. Однако не потому Павлов и Кузнецов неудачно командовали своими войсками, что были чем-то хуже Жукова, а потому, что выполняли драконовские приказы Жукова. Войска пограничных военных округов, которыми командовали Павлов, Кузнецов, Керпонос, Черевиченко, были выдвинуты к самым границам и попали под внезапный удар, не успев по тревоге сбежать до своих танков и пушек. Случилось это не от того, что глубенькие командующие фронтами по своей воле согнали миллионы солдат к границе, а потому, что так приказал начальник генерального штаба генерал армии Жуков. Аэродромы приграничных округов были вынесены к границам и до пределов забиты самолетами. Там самолеты в своем большинстве изгорели, не успев подняться в воздух. Случилось это не по прихоти Павлова, Кузнецова или другого командующего округом, а по приказу начальника генерального штаба Жукова. Стратегические запасы были вынесены к границам и попали в руки противника не потому, что Павлов и Кузнецов глупы и бездарны, а потому, что так приказал начальник генерального штаба Жуков. Войска приграничных округов не имели планов отражения агрессии. В этом виноват генеральный штаб и его гениальный начальник, генерал армии Жуков. На главных направлениях войны войска Западного и Юго-Западного фронтов уже в мирное время находились в мышеловках, в выступах, которые глубоко врезались в территорию противника. Уже в мирное время основные группировки советских войск с трех сторон были окружены противником. Оставалось только ударить по их тылам и отрезать пути снабжения, что противник и сделал. В этом виноват генеральный штаб и лично его начальник, генерал армии Жуков. Это он определял группировку войск. Без разрешения генерального штаба командующий округом не имеет права переместить не то что одну армию или корпус, но ни один батальон, полк или дивизию. Главный удар германская армия нанесла севернее Полесье по войскам Павлова. А главные силы Красной армии находились почему-то южнее Полесье. Жуков все знал, все понимал и все предвидел. Знал, что нанесут удар севернее Полесье. Но свои главные силы сосредоточил почему-то совсем в другом месте. И вот нам рассказывают, что во всем виноваты командующие округами, а в Москве сидел гений. Это старая традиция. За десятилетия до разгрома 41-го года по приказу Сталина проводилась коллективизация, то есть уничтожение миллионов самых толковых и работящих мужиков, которые кормили страну и половину Европы. А результат был печальным. И тогда товарищ Сталин написал статью в газету «Правда». Виновниками объявил руководителей на местах. Занесло вас, товарищи, не в ту сторону. Увлеклись – головокружением от успехов страдаете. И стреляли тех, кто больше всего старался. Тех, кто сталинские приказы выполнял в точности. В 41-м году Сталин должен был расстрелять Жукова. Но тогда тень падала на руководство в Москве. Следовательно, и на самого Сталина. Было выгоднее все валить на местных руководителей. Потому под топор пошел командующий Западным фронтом генерал армии Павлов и другие генералы. А Жуков остался чист. Глава 12, часть 4. С первых дней войны Жуков координировал действия Юго-Западного и Южного фронтов. У генерала-полковника Кузнецова в Прибалтике два мехкорпуса. Против него одна германская танковая группа – 631 танк. У генерала армии Павлова в Белоруссии 6 мехкорпусов. Против него две германские танковые группы – 1967 танков. У генерала армии Жукова в Молдавии и Украине – 10 мехкорпусов. Против – одна германская танковая группа – 799 танков. Ну, наверное, стратегический гений продемонстрировал полководческий талант. Увы, Жуков загонял бесполезными маршами 6 корпусов, а потом бездарно сжег их в сражении. Остальные 4 мехкорпуса изрядно обескровил. Ныне миру внушено, что танковое сражение 43-го года на Курской дуге под Прохоровкой было самым грандиозным в истории Второй мировой войны и во всей мировой истории. Но это не так. Самое грандиозное танковое сражение мировой истории произошло 23-27 июня 41-го года в районе Дубно, Луцка и Ровно. В этом столкновении 6 советских мехкорпусов с 1-й германской танковой группой советскими войсками командовал Жуков. У него было полное, количественное и качественное превосходство. В 1-й германской танковой группе 799 танков. Тяжелых танков – 0, плавающих танков – 0, танков с дизельными двигателями – 0, танков с противоснарядным бронированием – 0, танков с длинноствольными пушками калибра 75 мм и выше – 0, танков с широкими гусеницами – 0. Для того, чтобы сдержать такое количество германских танков на государственной границе и не пустить их на свою территорию, Жукову в Украине и Молдавии было достаточно иметь 266 танков примерно такого же качества, как германские. А у Жукова в составе киевского и одесского военных округов было 8069 танков. В 30 раз больше, чем требовалось для обороны. Один только 4-й мехкорпус, который Жуков бросил в сражение против 1-й танковой группы, имел 892 танка, в том числе 414 новейших Т-34 и КВ, равных которым ни у Гитлера, ни у кого в мире не было даже в проектах. Восьмой мехкорпус имел 858 танков, включая 171 Т-34 и КВ. Пятнадцатый мехкорпус 733 танка, в том числе 131 Т-34 и КВ. 22-й – 647 танков, в том числе 31 Т-34 и КВ. Мало? Но у Гитлера ни одного равного или подобного на всех фронтах. Каждый из этих корпусов можно смело считать настоящей танковой армией. В ходе войны редко какая советская армия имела такое количество танков. И германские танковые армии в своем составе такого количества танков в ходе войны никогда не имели. США, Великобритания, Франция, Япония, Италия – в этой сфере до уровня Советского Союза и Германии не сумели подняться. В своих вооруженных силах никогда танковых армий не имели. Кроме новейших танков Т-34 и КВ, под командованием Жукова в июне 1941 года на Украине и Молдавии было танков Т-28-215, Т-35-51, БТ-7М-370, Т-37-669, Т-38-123, Т-40-84. Ни в первой германской группе, ни во всей Германии, ни во всем мире не было ни одного танка, хотя бы приблизительно равных этим устаревшим образцам. Именно такое превосходство над противником, Жуков самое грандиозное танковое сражение мировой истории позорно проиграл. Член военного совета Юго-Западного фронта, корпусной комиссар Вашугин, по завершению сражения застрелился. Он комиссар. Не он готовил, планировал и проводил это сражение. Эту танковую битву готовил, планировал и проводил Жуков. Он сжег за четыре дня шесть мехкорпусов, а остальные порядочно обескровил. После такого разгрома Жуков тоже должен был застрелиться. И тем снять с себя хотя бы часть позора. Вернее, сначала должен был застрелиться Жуков, а уж потом остальные, кто за тот позор не нес такой ответственности, как Жуков. Но Жуков сел в самолет и улетел в Москву. Что бы делал Великий Жуков, если бы у него было не десять мехкорпусов, а только два, как у Кузнецова? Что бы делал Великий Жуков, если бы против него воевала не одна танковая группа, а две, как против Павлова? У командующих фронтами генералов Кузнецова и Павлова не было права бросить разгромленные войска и убежать в Москву. У начальника генерального штаба генерала армии Жукова такое право было. Он бросил разгромленные по его вине войска и был таков. Все это требует подробного рассмотрения. К этим вопросам мы вернемся в другой раз. Глава 12, часть 5. И было после войны объявлено Жуковым. Снарядов у нас было мало. Танки устаревшие, самолеты гробы. Войска неустойчивые. Но давайте, как это бывает на стратегических играх, мысленно поменяем армии местами. Давайте представим себе, что на месте Красной Армии стоит германский вермахт. Не Красной Армии выпало защищать Советский Союз, а германской армии. А над вермахтом стоит величайший полководец 20 века Жуков. И все в германской армии правильно. Тут стойкие обученные солдаты, умные командиры и великолепная боевая техника. Какое было бы сочетание, образцовая армия и командует этой образцовой, лучшей в мире военной машиной, наш великий гений. Представили? Хорошо. Идем дальше. Вот перед войной идут из Москвы директивы Жукова. Аэродромы вынести к границам, прямо под огонь вражеских батарей и стратегические запасы туда же. По самолетам противника не стрелять. Орудийные замки сдать на склады. Колючую проволоку на границах резать. В оборону войска не ставить. Траншей и окопов не рыть. Миллионы солдат придвинуть к самым границам. Туда же все штабы, командные пункты и узлы связи. Никаких карт своей территории войскам не выдавать. Самые мощные армии загнать в мышеловки, в выступы, которые вклиниваются во вражескую территорию. Никаких мер без приказа Москвы не предпринимать. На провокации не поддаваться. Командиры всех уровней, от взвода и выше, понятия не имеют о планах командования. Все планы доставлены в опечатанных конвертах. За вскрытие пакета без соответствующего приказа. Расстрел. И вот по этой образцовой армии нанесены внезапные сокрушительные удары чудовищной мощи. Приказ Жукова не поддаваться на провокации означал, что нельзя воевать. А приказ не предпринимать никаких мер без особого разрешения означал, что ничего вообще делать нельзя. После таких приказов, в самый драматический момент, когда бедную армию бьют чем попало, многочасовое молчание Москвы. Запрет на ведение войны наложен, но не снят. Что бы дисциплинированная германская армия делала в этой ситуации? Неужели ей было бы легче, чем Красной армии 22 июня 41 года? Неужели германская армия при таком раскладе сразу же начала побеждать? Если ни у одного генерала и офицера нет никаких планов. А потом вдруг следуют внезапные, невыполнимые фантастические директивы Жукова с требованием наступать без подготовки. Наступать в ситуации, когда этого делать нельзя. Наступать с выбитыми глазами. Лезть прямо на рожон. Неужели после этого у кого-то повернулся бы язык назвать Жукова гением? Неужели после этого кто-то также и продолжал бы обвинять армию в том, что она плохо воевала? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok